Теренс Хэнбери Уайт. КНИГА МЕРЛИНА КОРОЛЯ БЫЛОГО И ГРЯДУЩЕГО Перевод с английского с. или ино Начинается пятая книга Он немного подумал, а после сказал …Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сады. Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях… 1 Нет, это не был епископ Рочестерский. Король отворотился от новопришедшего, не интересуясь его персоной. Слезы, тяжело катившиеся по обвислым щекам, заставляли его стыдиться своего вида, но он чувствовал себя слишком подавленным, чтобы их утирать. Не способный на большее, он лишь упорно прятал лицо от света. В его теперешнем состоянии уже не имело смысла скрывать старческое горе. Мерлин присел рядом с Артуром и взял его изможденную руку в свои, отчего слезы полились лишь обильнее. Волшебник гладил его по ладони, прижимая большим пальцем синеватые вены, ожидая, когда в них снова воскреснет жизнь. 0- Мерлин? 0- Спросил Король. 0Казалось, он не удивился. 9- Ты мне снишься? 0- Спросил он. 0- Прошлой ночью мне снилось, будто пришел Говин с целой командой прекрасных дам. 0Он сказал, что дамам дозволили сопровождать его, так как при жизни он был их избавителем, и что они пришли предостеречь меня, 7ибо завтра все мы погибнем. 0А после того мне приснилось, что я сижу на троне, привязанном наверху колеса, и колесо поворачивается, а я лечу в яму, 0полную гадов. 0- Колесо свершило свой оборот, я снова с тобой. 0- А ты какой сон, дурной? 0- Спросил Король. 9- Если так, не мучай меня. 0Мерлин все так же держал его за руку. 1Он поглаживал ее вдоль вен, стараясь заставить их спрятаться вплоть. 1Он умягчал шелушистую кожу, в мистической сосредоточенности вливая в нее жизнь, понуждая ее вновь обрести упругость. 9Кончиками пальцев касаясь Артурова тела, он пытался вернуть ему гибкость, облегчая ток крови, 8возвращая силу и ладность опухшим суставам, и молчал. 8- Нет, ты добрый сон, – сказал Король. 1- Хорошо бы, ты мне снился подольше. 1- Да я никакой и не сон. 1Я человек, тот самый, которого ты помнишь. 0- Ах, Мерлин, сколько бед случилось со мной с тех пор, как ты нас покинул. 9Все труды, на которые ты подвигнул меня, оказались напрасными. 1Вся твоя наука – обманом. 0Ничего этого делать не стоило. 9Нас забудут, и тебя, и меня, словно нас и не было вовсе. 1- Забудут? 5- переспросил волшебник. 1В свете свечи было видно, как он, улыбаясь, озирает шатер, словно желая убедиться в истинном существовании его убранства, 2мехов, мерцающие кольчуги, гобеленов, пергаментных свитков. 9- Жил когда-то Король, – произнес он, – о котором писали Ниней и Гольфрид Монмутский. 9Говорят, что последнему помогалку и в чем орхидиакон Оксфордский и даже этот восхитительный олух, Геральд Валлец. 9Брут, Лайайман и вся остальная шатя, сколько вранья они наворотили. 8Одни уверяли, что он был бритом, размалеванным синей краской, другие… 9Что он и угоду сочинителям нормандских романов красовался в кольчуге. 5Кое-кто из бестактных германцев облачал его на манеры своих занудливых зигфридов. 9Одни, вроде твоего приятеля Томмаса из Хэттон-Коннерс, одевали его в серебро, другие же, 0замечательно романтический елизаветинский автор по имени Хьюкс, к примеру, 5узрели в его истории замечательную любовную коллизию. 9Затем еще был слепой поэт, норовивший растолковать человечество о пути Господня, этот сравнивал Артура с Адамом, 5пытаясь понять, который из двух важнее. 9Примерно в то же время появились великие музыканты, Персел, к примеру, а еще позже такие гиганты, как романтики, 9и все они непрестанно грезили о нашем короле. 2За ними и явились люди, давшие ему доспехи, подобные листьям плюща, и поставившие его с друзьями посреди развалин, 9где ежевика, разрастаясь, овевала их своими плетьми, и они в обморочном трансе падали наземь, 9стоило лишь легкому ветерку коснуться их губ. 9Потом еще был один викторианский лорд… 9Даже людям, вроде бы никаким боком к нему не причастным, и тем было до него дело, – тому же Обри Бертлию, 6создавшему иллюстрации к рассказу о нем. 9А несколько времени погодя объявился и бедный старин Уайт, полагавший, будто мы с тобой воплощали идеи рыцарства. 9Он уверял, что наше значение кроется в нашей порядочности, в том, как мы противостояли кровожадным помыслам человека. 0Каким же анахронистом он был, бедолага! 9Это ведь умудриться надо, начать с Вильгельма-Завоевателя и кончить войнами Алой и Белой Розы… 9И еще были люди, обращавшие, смерть Артура, в разного рода непостижимые колебания, вроде радиоволн, и другие, 9обитавшие в неоткрытом полушарии и тем не менее почитавшие Артура и Мерлина, которых знали по движущимся картинам, 9чем-то вроде своих незаконных отцов-основателей. 9Дело Британии. 9Разумеется, нас позабудут, Артур, если считать меру забвения тысячу лет да еще полтысячи, 9да еще одну тысячу к ним в придачу. 2- А Уайт это кто? 8- Человек, – рассеянно ответил волшебник. 9- Ты вот посиди, послушай, а я прочитаю тебе кусочек из Киплинга. 9И старик с воодушевлением продекламировал знаменитое место из… холма Пука 9Я видел, как сэр Геон с отрядом своих челядинцев выступил с замка Тинтогель в сторону Гебразилии, 9встретив грудью его западный ветер, и брызги летели над замком, и кони холмов теряли разум от страха. 9Они вышли в минуту затишья, крича тоскливо, как чайки, и шторм отнес их от моря на добрых пять миль, 9прежде чем им удалось повернуться ему навстречу. 9То была магия, самая черная, на какую только способен был Мерлин, и море пылало зеленым огнем, 9и в белой пене пели русалки. 9А кони холмов под вспышками молнии неслись с волны на волну. 9Вот что творилось здесь в давние времена. 2- Вот тебе только одно описание, – добавил волшебник, закончив цитату. 9- В прозе. 9Не диво, что Дан под конец закричал, – восхитительно. 9И сказано все это о нас и о наших друзьях. 9- Но, учитель, я не понимаю. 9В растерянности глядя на своего престарелого ученика, волшебник встал. 9Он перевел бороду в крысиные хвостики, засунул их кончики в рот, подкрутил усы, похрустел суставами пальцев. 9То, что он сотворил с королем, наполняло его страхом, ему казалось, что он пытается искусственным дыханием оживить 9человека, пожалуй, слишком долго пробывшего под водой. 1Однако, стыда он не испытывал. 9Ученый и должен без жалости продвигаться вперед, преследуя единственную в мире вещь, имеющую значение, – истину. 9Чуть погодя, он позвал, – негромко, словно окликая уснувшего, 0- Вард? 0Никакого ответа. 1- Король? 9На этот раз он услышал ответ, горький ответ, 1- Лрой с'Эдвиссера. 1Все оказалось даже хуже, чем опасался Мерлин. 1Он снова сел, снова взял вялую руку и заново стал обхаживать короля. 9- Давай-ка попытаем счастье еще раз, – попросил он. 9Нас ведь пока не разбили на голову. 5- Что проку от этих попыток? 1- Такое у человека занятие, делать попытки. 9- Значит, люди, попросту остолопы. 9Старик ответил со всей прямотой, 1- Разумеется, остолопы да в придачу еще и злые. 9Тем-то и интересны старания сделать их лучше. 9Жертва чародея открыла глаза и устало закрыла их снова. 9- Мысль, посетившая тебя перед самым моим приходом, справедлива, король. 9Я имею в виду мысль о Хоуму Ферракс. 9Однако и Соколы тоже ведь Форр и Ночарр и, и это в них самое любопытное. 9Глаза оставались закрытыми. 9- А вот другая твоя мысль, насчет… относительно того, что люди, машины, вот она неверна. 9А коль и верна, то это ведь ничего не значит. 9Потому что, если все мы, машины, то ни о чем и тревожиться. 9- Вот это мне понятно. 1Странно, но он и вправду это понял. 1Глаза его открылись, да так и остались открытыми. 9- Помнишь ангела в Библии, готового пощадить целый город, если в нем отыщется хотя бы единый праведник? 9И ведь ни один отыскался. 9То же относится и к Хоуму Ферракс, Артур, даже сейчас. 9В глазах, неотрывно глядевших на маячившее перед ними видение, возникло подобие интереса. 9- Ты слишком буквально воспринял мои советы, Король. 9Неверие в первородный грех вовсе не подразумевает веры в первородную добродетель. 8Оно подразумевает лишь, что не следует верить в абсолютную порочность человека. 9Человек, быть может, порочен и даже очень порочен, а все же не абсолютную. 9В противном случае, согласен, любые попытки бессмысленны. 9Артур произнес, расплывшись в одной из своих ясных улыбок, да, это хороший сон. 9Надеюсь, он окажется длинным. 9Его учитель стянул с носа очки, протер их, снова надел и внимательно оглядел старика. 6За стеклами очков поблескивало удовлетворение. 9- Если бы ты, – сказал он, – не пережил всего этого, ты бы так ничего и не понял. 1Никуда не денешься, знание, вечно живное. 8Ну, как ты? 8- Бывает и хуже. 1А ты? 9- Отменно. 1Они обменялись рукопожа тем, как если бы только что встретились. 9- Побудешь со мной? 9- Вообще-то говоря, – отвечал некромант, звучно сморкаясь, чтобы скрыть лякование, а может быть и раскаяние, 0мне и находиться-то здесь не положено. 9Я просто послан к тебе с приглашением. 8Он сложил носовой платок и сунул его под шляпу. 2- А мыши? 0- Спросил король, и глаза его в первый раз чуть заметно блеснули. 9На секунду кожа у него на лице дрогнула, натянулась, и под нею, быть может, в самых костях, проглянула конопатая, 9курносая физиономия мальчишки, которого когда-то давно очаровал Архимед. 9Мерлин с удовольствием стянул с головы колпак. 2- Только одна, – сказал он. 9- По-моему, это была мышь, хотя теперь уже толком не скажешь, усохла наполовину. 0Глянь-ка, а вот лягушка, я еще летом ее подобрал. 7Она, бедолага, попала во время засухи под колеса. 9Силуэт, самосовершенство. 9Он с удовлетворением ее обозрел, прежде чем сунуть обратно в шляпу, затем уложил ногу на ногу и, поглаживая колено, 7с таким же удовлетворением обозрел ученика. 4- Итак, приглашение, – сказал он. 9- Мы надеялись, что ты нанесешь нам визит. 7Битва твоя, полагаю, как-нибудь обойдется без тебя до утра? 0- Во сне это не имеет значения. 9Видимо, это замечание рассердило волшебника, ибо он гневно воскликнул, 1- Послушай, перестань ты все время твердить о снах. 9Нужно же все-таки хоть немного уважать чувства других людей. 8- Не обращай внимания. 1- Да, так вот, – приглашение. 1Мы приглашаем тебя посетить мою пещеру, ту самую, куда меня засадила молодая Немуя. 9Помнишь ее? 9Там собрались кое-какие друзья, ждут тебя. 9- Это было бы чудесно. 9К сражению у тебя, насколько я знаю, все подготовлено, а заснуть ты все равно навряд ли заснешь. 9И может быть, если ты погостишь у нас, на душе у тебя полегчает. 9- Совершенно ничего у меня не подготовлено, – сказал король, – но в сновидениях так ли это, а все как-то устраивается. 9При этих словах старый господин выскочил из кресла, цопнул себе за лоб, словно подстреленный, 9и воздел к небесам палочку из дерева жизни. 9- Силы благие. 9Опять эти сны. 1Величавым жестом он сорвал с себя остроконечную шляпу, пронзил взглядом бородатую фигуру и носу против, с виду такую же старую, 9как он сам, и, видя восклицательного знака треснул себя палочкой по макушке, и полуоглушенный, ибо не рассчитал силу удара, 9снова упал в кресло. 1Старый король наблюдал за Мерлином, и душа его согревалась. 9Теперь, когда давно утраченный друг столь живо снялся ему, он начинал понимать, 5почему тот вечно и совершенно сознательно валял дурака. 6Шутовство было приемом, посредством которого он облегчал людям мучения, позволяя им, и учась, не утрачивать ощущения счастья. 9Король начинал испытывать симпатию, и даже не без примеси зависти, к старческой отваге своего наставника, 9способного верить и не оставлять стараний, причудливых и бесстрашных, – и это с его-то опытом и в его летах. 1От мысли, что доблесть и стремление к благу все же способны выстоять, на душе становилось светлее и легче. 9С облегченным сердцем король улыбнулся, закрыл глаза и заснул, по-настоящему. 3Ощущения от лечебной процедуры приятностью не отличались. 1Примерно такие же возникают, когда волосы с силой расчесываешь, против шерсти, 2или когда массажист самой неприятной разновидности, из тех, что пристают к пациенту с требованием, расслабится, 2вправляет вывихнутую лодыжку. 4Король вцепился в подлокотники кресла, стиснул зубы, закрыл глаза, и покрылся потом. 9Когда он во второй раз за эту ночь открыл их, окружавший его мир разительно переменился. 9- Благие небеса! 9- воскликнул он, вскочив на ноги. 1Покидая кресло он перенес свой вес не на запястье, как это делают старики, но на ладони и кончики пальцев. 9- Ты только взгляни, какие глубокие глаза у этого пса! 9Свечи отражаются в них не от поверхности, а от самого дна, будто от донышка кубка. 9Почему я этого прежде не замечал? 9А там, смотри, в купальне Вирсовья дырка протерлась, не грех бы ее заштопать. 9И что это там за слово в книге? 9Сосп! 9Кто же это унизил нас так, что мы стали вешать людей? 9Разве заслуживает того хотя бы один человек? 0Мерлин, а почему, когда я ставлю между нами свечу, свет не отражается в твоих глазах? 9В лисьих глазах цвет красный, в кошачьих зеленый, у лошади желтый, у пса шафранный… 9А посмотри, какой у сокола клюв, там же зубчики, как на пире! 9У ястреба с пустыльгой таких не бывает. 9Должно быть, это особенность Фалку? 9И как странно устроен шатер. 9Одно толкает его вверх, другое тянет к низу. 9Экс Найхола и Ресфит. 9А шахматные фигуры, ты только взгляни. 9Мат, видите ли. 9Ну нет, мы начнем игру заново… 9Вообразите заржавелый засов на садовой калитке, то ли его поставили косо, то ли калитка обвисла с тех пор, 9как его привинтили, но вот уже многие годы засов не встает толком на место, приходится его либо вбивать, либо втискивать, 4немного приподомая калитку. 9Вообразите теперь, что этот старый засов отвинтили, отдраили наждаком, выкопали в керосине, отшлифовали тонким песочком, 9основательно смазали, и затем искусный мастеровой снова приладил его да так, что засов входит туда-сюда, подчиняясь нажатию пальца, 8что там пальца, перышко? 9- На него достаточно дунуть, чтобы он открылся или закрылся. 9Представляете, что он испытывает? 9Он испытывает блаженство, как человек, поправляющийся после горячки. 0Он только и ждет теперь, чтобы его подвигали, он жаждет насладиться приятнейшим, неизменно исправным движением. 0Ибо счастье, это лишь побочный продукт осуществленного предназначения, как свет, 9побочный продукт электрического тока, бегущего по проводам. 0Если ток не проходит, не будет и света. 9Потому то и не достигает счастья тот, кто ищет его для себя одного. 9Человек уже довлеет стремиться к тому, чтобы стать подобным исправно скользящему засову, току в его беспрепятственном беге, 9воздоравливающему больному, которому жар и головная боль так долго не позволяли даже двинуть глазами, 9а ныне они без устали трудятся, двигаясь с легкостью чистых рыбок в чистой воде. 9Глаза работают, работает ток, работает засов. 8Загорается свет. 1Вот в этом и счастье, в безупречно выполненной работе. 9- Легче, легче! 9- сказал Мерлин. 8- Мы, вроде бы, на поезд не опаздываем. 8- На поезд? 7- Виноват. 9Это цитата, которой один мой друг частенько прибегал в разговорах о прогрессе человечества. 9Ну-с, судя по твоему виду, чувствуешь ты себя получше. 0Может быть, сразу и отправимся в нашу пещеру? 9- Немедленно. 1И без дальнейших церемоний они приподняли полог ва шатра и вышли, оставив сонную гончую в одиночку сторожить надкрытого 8клобучком сокола. 9Услышав шелест полого, незрячая птица, надеясь привлечь к себе внимание, хрипло закликотала. 9Прогулка их освежила. 9От буйного ветра и быстроты, с которой они передвигались, их борода относила то за левое плечо, то за правое, 9в зависимости от того, какую щеку они подставляли ветру, и им казалось, что корни волос норовят вылезти из-под кожи, 6как бывает, когда накручиваешь локоны на папильотке. 9Они промчались равнины у Салсбери, проскочили заставляющие призадуматься монумент Стаумхенджа, 9и Мерлин мимоходом прокричал приветствие древним богам, для Артора невидимым, Краму, Беру и прочим. 9Словно вихрь, пронеслись они над Уилдширом, стороной миновали Дарсет, легко, как проволока головку сыра, пронизали дивон. 9Равнины, холмы, леса и болота пропадали у них за спиной. 9Реки, поблескивая, мелькали, как спицы кружащего колеса. 9В Корнуале, у древнего кургана, похожего на огромную кротовую кочку с темным входом в боку, они остановились. 9- Входим. 9- Я был здесь когда-то, – сказал король, замерая, словно в овцепенении. 6- Был. 9- Когда? 9- Ну, когда? 9Король вслепую порылся в памяти, чувствуя, что истина скрыта где-то в его душе. 9Однако… 9- Нет, – сказал он. 3- Не могу припомнить. 9- Войди и увидишь. 9Они прошли запутанными ходами, мимо ответвлений, ведущих к спальням, мусорным свалкам, к лодовкам и местам, 9где можно помыть руки. 0Наконец, король остановился, положив ладонь на дверную щеколду, и объявил, 0- Я знаю, где я. 9Мерлин ждал продолжения. 0- Это барсучья нора, я был здесь ребенком. 0- Верно. 0- Мерлин, мерзавец ты этакий. 0Пол жизни я оплакивал тебя, уверенный, что ты заперт, как жаба в норе, а ты все это время сидел в профессорской, 9дискутируя с барсуком. 0- А ты открой дверь и взгляни. 0Король открыл дверь. 0Та самая, хорошо ему памятная комната. 0Те же портреты давно усопших прославленных благочестием или ученостью барсуков, те же светляки, экранчики красного дерева, 2доска, вроде качелей, для транспортировки графинов. 2Те же подъеденные молью мантии и тисненая кожа кресел. 9Но замечательнее всего, король увидел давнишних своих друзей, тот самый комитет, нелепее коивая вообразить было, 9нельзя. 2Звери застенчиво встали, приветствуя его. 2Они пребывали в замешательстве и рабели, частью оттого, что слишком долго предвкушали нынешний сюрприз, частью же оттого, 6что ни разу еще не встречали настоящего короля и опасались, что он окажется совсем не таким как прочие люди. 9Как бы там ни было, решили они, а положенной формальности следует соблюсти. 9Все согласились, что приличие требуют, дабы они встали и, может быть, отдали поклон и почтительно улыбнулись. 9Они провели несколько совещаний, серьезно обсуждая, как надлежит титуловать короля, «Ваше Величество», или «Сир», 9а также следует ли целовать его руку. 9Они обсудили также вопрос о том, сильно ли он переменился и даже, бедняжки, помнит ли он их вообще. 9Звери кружком стояли у камина, барсук, в смятении поднявшийся из кресла, 8отчего с колен его на каминную решетку обрушилась истинная лавина исписанных листков, т. натрекс, 3распрямившийся во всю длину и постреливающий беновым язычком, коим он намеревался, если понадобится, облизать королевскую руку, 9архимед, в радостном предвкушении подскакивающий на месте, полураскрыв крылья и трепещиями, словно печьюга, 9вопрошивающий корм, болин, впервые в жизни имевший сокрушенный вид, ибо он боялся, что его-то и не вспомнит, кавль, 9коего от полноты чувств встошнило в углу, козел, когда-то давно в пророческом озарении отдавший Артуру императорские почести, 4ежик, верноподдан и застывший на вытяжку в самом конце полукруга, – его по причине блохастости заставляли садиться отдельно, 9но и его переполняли патриотические чувства и желание быть замеченным, – конечно, если это возможно. 9Даже бывшая Артуру вновь огромное чучело щуки, стоявшее под портретом основателя на полке камина, и оно, казалось, 9вперяется в него умоляющим глазом. 9- Ребята! – воскликнул король. 9Тут все они густо покраснели и засучили лапками и сказали, 1- Пожалуйста, простите нас за столь скромный прием. 2Или… 0- Добро пожаловать, ваше величество! 2Или… 0- Мы хотели вывесить флаг, да куда-то он девался. 0Или… не промокли ли ваши царственные ножки? 1Или… а вот эсквайр? 2Или… ах, как приятно видеть тебя после всех этих лет! 1Ежик же церемонно откозырял и промолвил, правь, Британия! 9В следующую минуту помолодевший Артур пожимал всем лапы, всех целовал и хлопал по спинам, пока решительно все не прослезились. 9- Мы ведь не знали… 0- всхлипнул барсук. 0- Мы боялись, что ты мог забыть… 9- А как правильно… 9- Ваше величество, или… сир? 1Вопрос был существенный и Артур добросовестно ответил 9- Для императора, ваше величество, а с обыкновенного короля хватит и… сира. 9Так что с этой минуты он стал для них просто вартом, и больше они о титулах не помышляли. 9Когда волнение улеглось, Мерлин закрыл дверь и решительно овладел ситуацией. 0- Ну, так, – сказал он. 8- Дел у нас по горло, а времени на них всего ничего. 9Король, прошу тебя, вот твое кресло, на самом почетном месте, ибо ты среди нас, главный, 0ты делаешь черную работу и несешь основное бремя. 9А ты, ежик, – сегодня твой черед побыть ганимидом, так что давай… тащи сюда мадеру да поскорее. 8Налей каждому по большой чаше, а потом мы начнем заседание. 9Первую чашу ежик поднес Артуру и подал ее тужественно, встав на колено и окунув один грязноватый пальчик в вино. 9Пока он обносил по кругу всех остальных зверей, тот, кто некогда был вартом, успел осмотреться. 1Со времени его последнего визита профессорская изменилась, причем изменения эти носили отчетливый отпечаток личности его 9наставника. 2Ибо на всех свободных креслах, на полу и на столах лежали тысячи книг самых разных обличий, раскрытых на страницах, 9содержавших некие наиважнейшие сведения. 9Открытые для последующего осведомления, они так и остались лежать, и тон кислой пыли уже успела сесть на их страницы. 9Тут были Тьерри, Пину и Гиббон, Сигизмун Дидерей, Перискот и Паркман, Жуссеран Ти д'Альтон, Тацит и Смит, 9Тревельян и Геродот, Настоятель Милман и Макалистер, Гальфрид Монмутский и Уэйлс, Клаузевиц и Геральд Камбрейский, 9Включают рачные тома об Англии и Шотландии, . 9Комическая история Англии, . 1Тут были… 0Зоология позвоночных, Дибира, . 1Опыты об эволюции человека, Иллиота Смита, . 1Грубые ошибки, Брауна, Альдра Ван Д'Ус, Матфей Парижский, . 9Бестерий, Физиолога, Полное издание Фризера и даже 7Зевс, Абе, Кока. 8Тут были энциклопедии, схематические изображения человеческого иных телефон, справочники, 9вроде уидерби с описаниями самых разных птиц и животных, словари, логарифмические таблицы и полный выпуск, 6национального биографического словаря. 2На стене висела начертанная рукой Мерлина таблица, параллельные столбцы которой содержали историческое описание расположенных 2в в алфавитном порядке народов, населявших Землю последние десять тысяч лет. 0Оссирийцы, шумеры, монголы, ацтеки и прочее, – каждый народ был прописан чернилами своего, особого цвета, 1а на вертикальных линиях слева от столбцов значились годы да и после н, так что получилось подобие диаграммы. 9На другой стене висела настоящая, еще более любопытная диаграмма, которая показывала возвышение и падение различных животных 2видов за последнюю тысячу миллионов лет. 9Когда вид вымирал, соответствующая ему линия сходилась к горизонтальной асимптоте и пропадала. 9Одним из последних эту участь претерпел ирландский лось. 2Сделанная для развлечения карта изображала расположение окрестных птичьих гнезд предыдущей весной. 9В наиболее даленном от камин углу комнаты стоял рабочий стол с микроскопом, 8под окуляром которого располагался замечательно выполненный микросрез нервной системы муравья. 9На том же столе лежали черепа человека, человекообразных обезьян, рыб и дикого гуся, также рассеченные, 9дабы видно было соотношение между корой головного мозга и полосатым телом. 9В другом углу было оборудовано некое подобие лаборатории, здесь в неописуемом беспорядке теснились реторты, пробирки, 4центрифуги, культура микробов, мензурки и бутылки с наклейками, 9гипофиз, адреналин, мебельная плитура, винтикачал омский Кэрри, и… джин де Купера. 9На этикетке последнего имелась карандашная надпись, 9уровень жидкости в этой бутылке помечен. 9Наконец, в стоящих там же термостатах содержались живые образчики богомолов, саранча и иных насекомых, 9а пол покрывали останки приходящих увлечений волшебника, кракетные молотки, вязальные спицы, мелкие постели, 9лино-гравировальные инструменты, воздушные змеи, бумеранги, клей, сигарные коробки, самодельные духовые инструменты, 9деревянные, повареные книги, валынка, телескоп, жестянка-замазки для садовых прививок и корзинка с крышкой с беркой, 4фортным, энд Мэйсон, на донышке. 9Старый король удовлетворенно вздохнул и забыл о внешнем мире. 9- Ну-с, барсук, – сказал Мерлин, распираемый важностью и официальностью, – а подай-ка мне протокол последнего заседания. 9- Мы же его не вели. 8Чернил не было. 1- Ну и бог с ним. 9Давай тогда заметки о великом викторианском высокомерии. 9- А эти пошли на растопку. 1- Вот дьявол! 5Так дай хоть, пророчества, что ли. 9Пророчества, есть, – гордо сказал барсук и склонился, сгребая в кучу листы, осыпавшиеся, когда он вставал, 9на решетку камина. 8- Я их нарочно подготовил, – пояснил он. 9К сожалению, листы уже прихватило огнем, и когда барсук задумав и передал магу, выяснилось, что все они успели наполовину сгореть. 0- Ну, это уж черт знает что. 9А куда ты дел, тезисы о человеке, и диссертацию о силе? 9- Вот сию минуту были здесь. 9И бедный барсук, состоявший секретарем комитета, правда, довольно никудышным, с встревоженным и пристыженным видом принялся, 0близоруко щурясь, перебирать бумеранги. 2А архимед сказал, 0- Может быть, прыща будет обойтись без бумаг, а, хозяин? 5Давайте просто поговорим. 9Мерлин пронзил его гневным взором. 4- Нам ведь нужно лишь объясниться, – заметил Ти. 9Натракс. 1Мерлин пронзил его. 9- В любом случае, – сказал Болин, – мы именно к этому в конце концов и придем. 7Мерлин перестал сверкать глазами и обиженно надулся. 9Кавль, украдкой подобравшись к хозяину, положил ему голову на колени, с мольбой заглянул в лицо и не был отвергнут. 9Козел самоцветными глазами уставился в пламя. 9Барсук с виноватым видом снова опустился в кресло, а ежик, чопорно сидевший в дальнем углу, сложив на коленях руки, 9неожиданно для всех подал первую реплику. 2- Рассказывай, парень, – сказал он. 9Все изумленно возрились на ежика, но он был не из тех, кого легко осадить. 8Он отлично знал, почему всякий, с кем он оказывался рядом, норовил отодвигаться, но считал, 6что права у всех тем не менее равные. 9- Рассказывай, парень, – повторил он. 8- Я предпочел бы послушать, – сказал король. 9- Я ничего пока не понимаю, кроме того, что меня привели сюда для восполнения каких-то пробелов в моем образовании. 3Вы не могли бы начать с самого начала? 1- Главная сложность в том, – заметил Архимед, – что чрезвычайно трудно решить, где оно, это начало. 4- Тогда расскажите мне про комитет. 1Для чего вы создали комитет, и что за вопрос он решает? 1- Ты мог бы назвать нас комитетом по проблеме воплощения силы в человеке. 1Мы пытаемся разрешить стоящую перед тобой задачу. 3- Мы, королевская комиссия, – гордо пояснил Барсук. 4- Было сочтено, что собрание разного рода животных может оказаться способным давать рекомендации самым различным 8ведомствам… 2Далее сдерживаться Мерлин оказался не в силах. 5Даже ради сохранения обиженного вида молчать, когда другие уже разговаривают, он не мог. 9- Позвольте-ка мне, – сказал он. 1- Я-то в точности знаю, с чего начать, так уж я и начну. 9Всем слушать. 1- Мой милый Варт, – произнес он после того, как ежик выкрикнул, – слушайте, слушайте! 5И, подумав, прибавил, – к порядку! 9Прежде всего я должен попросить тебя мысленно обратиться к начальной поре моего учительства. 9Ты о ней что-нибудь помнишь? 1- Все начиналось с животных. 1- Вот именно! 8А не приходило тебе на ум, что я отправлял тебя к ним не ради забавы? 9- Ну уж забавного там хватало… 1- Но почему именно животные, вот в чем вопрос! 0- Так объясни же мне, почему! 9Волшебник уложил ногу на ногу, скрестил на грудь за руки и важно соощурился. 2- В мире, – сказал он, – насчитывается двести пятьдесят тысяч животных видов, – это не считая растительности, – 9и не менее двух тысяч восьмисот пятидесять из них млекопитающие, как и сам человек. 2Все они в той или иной форме обладают политическими институтами, одна из ошибок моего друга Аристотели как раз и состояла в том, 9что он именно человека определил как «политическое животное», – между тем как сам человек, 9это жалкая малость в сравнении с двумя стами сорока девятью тысячами девятьсот девяносто девятью прочими видами, 9ковыляет по своей набитой политической колье, даже не поднимая гласно окружающее его четверть миллиона примеров. 9Положение тем более нелепое, что человек представляет собой правенью животного мира, 9ибо почти все остальные животные еще за многие тысячи лет до его появления так или иначе разрешили все его проблемы. 9По комитету прошел одобрительный шепоток, а уж мягко добавил, 0- Именно по этой причине он и пытался дать тебе, Король, представление о природе, – была надежда, 9что приступая к решению своей задачи, ты оглянешься по сторонам. 8- Ибо политические установления любого животного вида, – сказал барсук, – включают средства контроля над силой. 9- Но я не понимаю… 4- начал было Король, однако его сразу же перебили. 9- Разумеется, ты не понимаешь, – сказал Мерлин. 5- Ты намерен сказать, что у животных нет политических установлений. 9Прими мой совет, сначала подумай как следует. 1- А разве есть? 9- Конечно есть и весьма эффективные. 5Кое-кто среди них являет собой коммунистов или фашистов, подобно большинству муравьев, – имеются и анархисты, вроде гусей. 0Существуют также социалисты, пчелы, к примеру, да, собственно и среди трех тысяч муравьиных семейств распространены разные 8оттенки идеологий, не один только фашизм. 7Не все они поработители и милитаристы. 9Имеются рантьи, белки, скажем, или медведи, которые во всю зимнюю спячку существуют за счет жировых накоплений. 9Любое гнездо, любая нора, каждое пастбище представляют собой форму личной собственности, – и как, по-твоему, 9ухитрились бы уживаться друг с другом вороны, кролики, пискари и прочие живущие сообществами создания, 6если бы они не разрешили проблем демократии и насилия? 9Видимо, эта тема была основательно проработана, ибо прежде чем король успел ответить, в разговор вмешался барсук. 9- Ты так и не привел нам, – сказал он, – и никогда не сможешь привести ни единого примера капитализма в мире природы. 9Вид у Мерлина стал совершенно несчастный. 9- А поскольку примера ты привести не можешь, – добавил барсук, – это доказывает, что капитализм противоестественен. 9Стоит упомянуть, что во взглядах барсука сказывалось сильное влияние русских. 3И он, и прочие звери провели в спорах с Мерлином столько столетий, что поневоле овладели высоковолшебной терминологией и 3теперь произносили такие слова как «большевики» и «нацисты» с легкостью необычайной, 9словно те были лолхердами или хластунами современной им истории. 9Мерлин, принадлежавший к твердолобым консерваторам, – качество в его положении даже прогрессивное, если учесть, 6что двигаться во времени ему приходилось навстречу всем остальным, – слабо оборонялся. 9- Паразитизм, – сказал он, – древнее и почтенное установление природы, присущее многим, от блохи до кукушки. 9- Мы не о паразитизме говорим. 1Мы говорим о капитализме, для которого имеется точное определение. 1Можешь ли ты привести в пример хотя бы один вид, помимо человека, представители которого присваивают стоимость, 3создаваемую трудом других представителей того же вида? 7Даже блохи не эксплуатируют блох. 4Мерлин сказал, – Существуют человекообразные обезьяны, за которыми, когда их содержат в неволе, 9хозяевам приходится присматривать и очень внимательно. 1В противном случае господствующие особи отнимают у своих собратьев пищу, порой даже заставляя их отрыгивать ее, 9и те умирают голодной смертью. 4…пример представляется шатким. 5Мерлин скрестил руки и еще помрачнел. 9Наконец, он, натянул решимость, как струну, глубоко вздохнул и признал горькую правду. 9- Да он шаткий и есть, – сказал он. 9- Я не могу отыскать в природе ни одного примера подлинного капитализма. 9Но едва он это сказал, как руки его взмыли вверх, и кулак одной влепился в ладонь другой. 9- Вот оно! – воскликнул он. 9- Я же чувствовал, что я прав относительно капитализма. 7Мы просто не там искали. 9- По обыкновению! 0- Главная специализация каждого вида почти всегда представляется неестественной прочим видом. 9И отсутствие в природе примеров капитализма вовсе не означает, что капитализм неестественен для человека, 9неестественней ин в смысле, плох. 9На том же основании можно утверждать, что для жирафа неестественно объедать верхушки деревьев, 9ведь других антилопсы столь же длинной шеи и не существует… 9Или что первые земноводные, вылезая из воды, вели себя неестественно, 9поскольку других примеров земноводности в то время не существовало. 9Капитализм – это попросту специализация человека, точно такая же, как и развитый головной мозг. 9В природе нет других созданий с головным мозгом, подобным человеческому. 9Но это же не значит, что обладание ми-главным мозгом неестественно для человека. 9Напротив, это значит, что человек обязан свой мозг развивать. 8Тоже и с капитализмом. 9Подобно мозгу, он, специализация человека, жемчужина короны. 8Вообще, если вдуматься, капитализм, возможно, и проистекает из обладания развитым мозгом. 9Иначе почему еще один пример капитализма, вот те самые обезьяны, обретается нами среди антропоидов с мозгом, 8родственным человеческому? 9Да-да, я всегда знал, что прав, оставаясь мелким капиталистом. 9Я знал, что существует основательная причина, по которой Россия времен моей юности следовала бы изменить ее воззрение. 9Уникальность не подразумевает ни правильности, напротив, именно правильность она и подразумевает. 5Правильность для человека, конечно, не для прочих животных. 8Она подразумевает… 9- Сознаешь ли ты, – спросил Архимед, – что вот уже несколько минут никто из присутствующих не понимает ни единого твоего 9слова? 9Мерлин резко умолк посмотрел на своего ученика, следившего за разговором более с помощью глаз, чем чего-либо иного, – 9переводя их с одного лица на другое. 8- Прошу прощения. 6Король заговорил задумчиво, словно обращался к себе самому. 9- Выходит, что я был глуп? 7- спросил он. 9- Глуп, не обращая внимания на животных. 9- Глуп! – вскричал волшебник, вновь обретая победный тон, ибо отслужил, 0открытие относительно капитализма наполнило его ликованием. 0- Вот наконец-то крупица истины на устах человека. 9Нанг Деметис. 1И немедля осадлав своего конька, он поскакал во всех направлениях сразу. 9- Что меня просто валит с ног, – воскликнул он, – так это самоуверенная наглость человеческой расы. 9Начни с необъятной вселенной, затем ссусь область рассмотрения до одного крохотного солнца в ней, 9перееди к спутнику этого солнца, каковую мы именуем Землею, взгляни на мириады водорослей или как они там называются, 1населяющих океан, на неисчислимых микробов, достигающих минус бесконечности и обитающих внутри нас. 9Окинь взглядом четверть миллиона видов, которые я уже упомянул, прикинь, сколь немыслимо долго они уже существуют. 9А теперь посмотри на человека, на прямоходящего, чей взор достигает, с точки зрения природы, не дальше, 9чем взор новорожденного щенка. 4И именно он, это, это пугало, – Мерлин до того разволновался, что уже не мог тратить время на поиски подходящих эпитетов, 1он присваивает себе прозвище Homo sapiens, – ничего себе, а? 9- Он объявляет себя венцом творения, совершенно как тот осел, Наполеон, сам на себя возложивший корону. 9Он, видите ли, является нисхождение к прочим животным, даже к собственным предкам, да благословит Господь мою душу и тело. 9Вот оно, великое викторианское высокомерие, поражающее, неизъяснимое предрассуждение девятнадцатого века. 8Загляни хотя бы в романы Скотта, который даже человеческих существ заставляет изъясняться так, словно они не люди, 9а железные грелки с углями, – лишь потому, что они родились за какую-то пару сотен лет до него. 9И вот тебе человек, гордо красующийся посреди двадцатого века, – он питает благодушную веру, 9что его раса за тысячу жалких лет, продвинулась вперед, и при этом только тем и занимается, 6что разносит на куски своих же собратьев. 8Когда же до него дойдет, что у птицы уходит миллион лет на изменение одного-единственного мохового пера? 9Нет, красуется, жалкий уволень, пыжица, ибо уверен, что весь мир изменился, 9поскольку он удосужился изобрести двигатель внутреннего сгорания. 9Пыжица еще со времен Дарвина, потому как прослышал, что существует какая-то эволюция. 9Он совершенно не сознает, что эволюция протекает миллионолетними циклами, 9и оттого полагает себе уже эволюционировавшимся по ухе средних веков. 0Двигатель внутреннего сгорания, может быть, эволюционировал, а не он. 2Загляни в эту нестерпимую книгу, «Яньки из Коннектикута при дворе короля Артура», ты увидишь, 6как он усклабляется при упоминании о своих же пращурах, не говоря уж о прочих млекопитающих. 0Потрясающее, всеобъемлющее нахальство. 1А Буга сотворить по собственному подобию? 3Уверяю тебя, так называемые примитивные народы, обожествлявшие животных, были вовсе не так глупы, как считается. 8Им хотя бы скромность и доставало. 8Почему это бог не может сойти на землю в образе дождевого червя? 9Червей куда больше, чем людей, а пользы от них и гораздо больше. 2Да и о чем, вообще, речь? 9Где оно, это дивное превосходство? 9Чем двадцатый век выше средних веков, а средневековый человек, примитивных народов или диких зверей? 4Что, человек так уж замечательно научился управлять своей силой, свирепостью или собственностью? 9Чего достиг он? 1Истребляют, как каннибал, представителей собственного вида. 9Известны ли тебе почеты, согласно которым с 1100-го по 1900-й годы Англия провоевала 4190 лет, а Франция – 373. 9Знаешь ли ты о выкулотках Лапюжи, из коих следует, что в Европе каждые сто лет убивали по девятнадцати миллионов человек, 9так что пролитая кровь могла бы питать фонтан, извергавший с самого начала истории по семьсот литров в час. 9А теперь позволь сказать тебе следующее, досточтимый сэр. 9В природе, внешне и по отношению к человеку, война – это такая редкость, что ее, почитай, и вовсе не существует. 9На все двести пятьдесят тысяч видов наберется от силы дюжина воюющих. 1Если бы природа удосужилась обратить свой взор на человека, на этого крошечного кровопийцу, у нее бы волосы встали дыбом. 9- И наконец, – заключил волшебник, – оставляя в стороне его моральные качества, 9является ли это адвозное существо значительным хотя бы в плане физическом? 4Снизошла бы равнодушная природа до того, чтобы заметить его, наравне с тлюй и коралловыми полипами, вследствие изменений, 9произведенных им на земной поверхности. 4Король, ошеломленный таким потоком красноречия, вежливо произнес, 0- Разумеется, снизошла бы. 8Хотя бы делами своими мы все же значительны. 8- Это какими же? 0- Яростно осведомился его наставник. 9- Ну, помилуй. 1Посмотри, сколько мы всего понастроили, посмотри на города, на пахотные поля… 9- Большой барьерный риф, – глядя в потолок, сказал Архимед, – представляет собой постройку длиною в тысячу миль, 9сооруженный исключительно насекомыми. 0- Так ведь это всего-навсего риф! 1Мерлин привычно ахнул шляпой о пол. 0- Ты когда-нибудь научишься мыслить отвлеченно? 0- Вопросил он. 0- Коралловые полипы имеют ровно столько же оснований заявить, что Лондон – всего-навсего город. 0- Пусть так, но если все города мира выстроить в ряд… 0Архимед сказал, если ты возьмешься выстраивать в ряд города мира, я выстрою все коралловые острова и атоллы. 9А после мы сравним результаты и увидим то, что увидим. 0- Ну, может быть, насекомые важнее человека, но ведь это всего лишь один вид… 0Козел застенчиво произнес, 0- По-моему, у комитета должна где-то быть записка насчет бобра, – в ней утверждается, что бобры соорудили целые моря и 0континенты… 0- Птицы, – с подчеркнутым бесстрастием промолвил Болин, – разносящие в своем памяти семена деревьев, как уверяют, 2насадили леса, столь обширные… 9- А кролики, – вмешался ежик, – которые, почитай, от австерья ровное место оставили… 0- А форамениферы, из чьих телефон, собственно, и состоят, белые скалы дувра… 9- А саранча… 9Мерлин поднял руку. 9- Предъявите ему скромного дождевого червя, – величественно вымолвил он. 9И звери хором зачитали цитату, 1- Натуралист Дарвин указывает, что в окре каждого поля обитает примерно двадцать пять ноль 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 дождевых червей, 6что в одной только Англии они ежегодно взрыхляют триста двадцать ноль 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 тонн почвы, 6и что обнаружить их можно практически в любом регионе Земли. 9В течение тридцати лет они изменяют всю земную поверхность на глубину в семь дюймов. 9- Земля без червей, – говорит бессмертный Гилберт Уайд, – вскоре стало бы холодной, затверделой, 6лишенной ферментации и вследствие того бесплодной. 5- Сдается мне, – сказал король, счастливым тоном, ибо все эти разговоры, казалось, 9уводили его далеко от Мордреда и Ланселота, от мест, в которых, по слову из «короля Лира», – 9люди пожирают друг друга, как чудища морские, – прямиком в радостный мир, где размышляют, беседуют и любят, 9не обрекая себя этим на муки. 1- Сдается мне, что если все сказанное вами правда, то с моих собратьев-людей стоило бы сбить немного спеси, 6и это пошло бы им только на пользу. 5Если удастся приучить их смотреть на себя лишь как на одну из разновидностей мекопитающих, возможно, 9новизна такого воззрения окажет на них бодрящее действие. 9Расскажите же мне, к каким выводам относительно животного, именуемого человеком, пришел комитет, ибо вы, конечно, 9обсуждали эту тему. 9- У нас возникли затруднения с названием. 8- С каким названием? 2- Homo sapiens, – пояснил уж. 8- Стало очевидным, что в качестве прилагательного sapiens никуда не годится, а найти иное до крайности трудно. 9Архимед прибавил, 9- Помнишь, Мерлин однажды упомянул, что зяблик носит прозвание Коэллипс? 9Хорошее прилагательное, отражающее какую-либо особенность, присущую виду, вот что нам требуется. 9- Первым предложением, – сказал Мерлин, – было, разумеется, Ферекс, поскольку человек – самое свирепое из животных. 9- Странно, что ты упомянул это слово. 9Час назад я сам именно о нем и думал. 9Но ты, конечно, преувеличиваешь, когда говоришь, что человек свирепеет тигра. 9- Преувеличиваю? 8- Я всегда находил, что в целом люди, существа достойны… 9Мерлин снял очки, глубоко вздохнул, протер их, снова надел и с любопытством воззрился на своего ученика, как если бы ожидал, 9что оттого могут в любую минуту вырасти длинные, мягкие, ворсистые уши. 9- Попробуй-ка вспомнить свою последнюю прогулку, – кротко предложил он. 1- Прогулку? 5- Ну да, прогулку по зеленым английским лугам. 9Вот идет себе Homo sapiens, наслаждаясь вечерней прохладой. 9Вообрази себе эту сцену. 9Вот черный дрозд распевает в зарослях. 9Он что, – умолкает и с проклятьем убирался прочь. 9Ничуть не бывало. 1Он лишь начинает петь громче и опускается человеку на плечо. 9А вон и кролик пощипывает травку. 1Разве он удирает в ужасе к себе в нору? 9Вовсе нет. 8Он скачет человеку навстречу. 9Мы видим также полевую мышь, ужа, лисицу, ежика, барсука. 4Прячутся они или радостно принимают пришлица? 9- Почему? 8- воскликнул старый волшебник, вспыхивая вдруг странным, 0за старелым негодованием. 9- Почему нет во Англии ни единой твари, которая не улепетывала бы даже от человеческой тени, 9уподобляясь от горелой душе, удирающей из чистилища? 9Не у млекопитающего, не рыбы, а птицы. 9Иди, прогуляйся чуть дальше, выйдя на берег реки, – даже рыбы шарахнутся прочь. 9Поверь мне, внушать страх всему живому, это чего-нибудь достоит. 9- И не надо, – быстро добавил старик, кладя ладонь на колено Артура, – не надо воображать, 9что они точно так же бегут друг от друга. 9Если лиса выйдет на луг, кролик, быть может, и смоется, но птицы на дереве, да и все остальные, смирятся с ее присутствием. 9Если ястреб повиснет над ними, дрозд, возможно, и спрячется, но лисы и прочие отнесутся к его появлению спокойно. 9И только человека, только ретивого члена Общества по изобретению новых мук для животных, страшится любая живая тварь. 8- Все же эти животные не вполне, что называется, дикие. 9Тигр, к примеру… 1Мерлин вновь прервал его, вскинув руку. 9- Хорошо, если хочешь, прогуляемся по самым что ни на есть Черным Индиям, – сказал он. 8- Нет в африканских джунглях ни тигра, ни кобры, ни слона, которые не убегали бы от человека. 8Несколько тигров, спятивших от зубной боли, еще, может быть, и нападут на него, да кобра, если ее как следует прижать, 9будет сражаться и с самозащитой. 9Но когда на лесной тропе умственный полноценный человек встречает такого же тигра, в сторону сворачивает именно тигр. 9Единственные животные, которые не бегут от человека, это те, которые его никогда не видели, – тюлени, пингвины, додо, 9арктические киты, – так они вследствие того и оказываются тут же на грани исчезновения. 9Даже те немногочисленные создания, что кормятся на человеке, – москиты и паразитирующие блохи, 9даже они страшатся своего кормильца и старательнейшим образом следят за тем, чтобы не подвернуться ему под пальцы. 9- Хоум оф эракс, – продолжал Мерлин, качая головой, – редчайшее в природе животное, убивающее для удовольствия. 9В этой комнате нет ни единого зверя, который не относился бы к убийству с презрением, 1разве что оно совершается пропитание ради. 4Человек впадает в негодование, завидев в сорокопута, в небольшой кладовке которого имеется скромный запас литок прочего, 6насаженная на колючки, между тем как собственные забитые доверху кладовые человека окружены стадами очаровательных существ 2вроде мечтательных валов или овец с их интеллигентными и чувствительными лицами, которых держат лишь для того, 9чтобы плотоядный их пастырь, у коего и зубы-то не годятся для плотоядства, зарезал их на самом пороге зрелости и сожрал. 9Почитал бы ты письмо Лямаксаути, в котором описывается, как испечь живого крота, да что можно учинить с майскими жуками, 9с кошкой, засунутой в пузырь, да как надрезать только что пойманных скатов, да рыболовных крючках, этих, 9смиренных подателях невыносимой боли. 8Homoferx, изощренный мучитель животных, который ценой огромных расходов растит фазанов лишь за тем, чтобы их убивать, 9который терпеливо обучает прочих животных ремеслу убийцы, который живьем сжигает крыс… 9Я видел это однажды в Ирландии, дабы их визгом припугнуть иных грызунов, 9который вызывает у домашних гусей перерождение печени, чтобы затем повкуснее поесть, 4который отпиливает у скота живые рога для удобства транспортировки, который иглой ослепляет щеглов, чтобы они запели, 4который заживо варит в кипятке омаров и раков, хоть и слышит их пронзительные вопли, 9который уничтожает воинами собственный вид и каждые сто лет губит по девятнадцати миллионов его представителей, 9который публично казнит себе подобных, если суд признает их виновными в преступлении, 2который выдумал способ терзать с помощью розги своих же детенышей, и который свозит их в концентрационные лагеря, 9именуемые школами, где те же самые муки причиняются детям специально уполномоченными субъектами, да, 9ты имеешь полное право спросить, так ли уж обоснованно поименование человека словом Ферекс, 6ибо это слово в собственном его значении, относящемся до жизни вполне достойных животных на лоне дикой природы, 9никак невозможно приложить к такому созданию. 9- О господи, – сказал король. 9- Ну и подготовка же у тебя. 8Но утихомирить старого волшебника было отнюдь непросто. 9- Причина, по которой мы усомнились в пригодности словов Ферекс, – сказал он, – состояла в том, что Архимед заявил, 9будто Сталтос уместнее. 9- Сталтос? 8А мне казалось, что мы, существа разумные. 9- Во время одной из жалких войн, какие велись в мои молодые годы, – с глубоким вздохом сказал волшебник, 9было сочтено необходимым снабдить население Англии набором печатных карточек, предназначенных для того, 9чтобы обеспечить это население пищей. 9Прежде, чем купить еду, надлежало собственноручно заполнить такую карточку. 9Каждый индивидуум должен был в одну часть карточки вписать номер, в другую собственное имя, а в третью, имя торговца продуктами. 9Человеку оставалось либо осуществить сей интеллектуальный подвиг, вписать один номер и два имени, – 9либо помереть от голода. 9От этой операции зависела его жизнь. 9В итоге выяснилось, что, насколько я помню, две трети населения не способны безошибочно произвести такую последовательность 9действий. 8И этим людям, как уверяет нас католическая церковь, вверена бессмертная душа. 9- А ты уверен в истинности приведенных фактов? – с сомнением поинтересовался Барсук. 9Мерлину хватило так-то, чтобы покраснеть. 9- Я не вел тогда записей, – сказал он, – но в существе, если не в деталях, эти факты верны. 9Я, например, ясно помню одну женщину, стоявшую во время той же войны в очереди за птичьим кормом, 6как выяснилось при расспросах, никаких птиц у нее не было. 9Артур возразил, 9- Даже если те люди не сумели как следует вписать, что следовало, это ничего не доказывает. 9Будь они иными животными, они вообще не умели бы писать. 8- Краткий ответ на это, – парировал философ, – таков, ни одно человеческое существо не способно просверлить носом 9дырку в желуди. 9- Не понимаю. 9- А вот видишь ли, насекомые, именуемые болонья на Селифаис, умеют сверлить желуди упомянутым способом, но не умеют писать. 9Человек может писать, но не может сверлить желудей. 9Такова их специализация. 1Существенное различие между ними состоит, однако же, в том, что если болонья нас сверлит свои дырки чрезвычайно умело, 9человек, как я тебе продемонстрировал, писать толком не умеет. 9Вот почему я говорю, что если сопоставлять различные виды, человек оказывается более бестолковым, более сталтос, 9чем остальное животное-братья. 9Да, собственно, никакой разумный наблюдатель иного ожидать и не вправе. 9Слишком краткое время провел человек на нашем шарике, чтобы требовать от него сноровки в каком бы то ни было ремесле. 9Король почувствовал, что настроение его становится все более подавленным. 9- И много других имен вы придумали? 9- Спросил он. 9- Было и третье предложение, его внес барсук. 9При этих словах довольный барсук ошаркал ногами, украдкой оглядел спад очков общества и принялся изучать свои длинные 9когти. 9- Имполитикас, – сказал Мерлин, – Homo impoliticus. 1Если помнишь, Аристотель определил нас как политических животных. 9Барсук предложил подвергнуть это определение проверке, и мы, рассмотрев политическую практику человека, пришли к выводу, 9что имполитикас, по всей видимости, единственное пригодное слово. 9- Продолжай, раз уж начал. 8- Мы установили, что Homo phorex присущи политические идеи двух сортов, либо что любая проблема решается силой, 9либо что для их разрешения следует прибегать к убеждению. 9Муравьеобразные люди будущего, уверовавшие в силу, считают, что для установления истинности утверждения, дважды два-четыре, 2достаточно повышибать дух из людей, которые с тобой не согласны. 9Демократы же, верующие в убеждение, полагают, что всякий человек вправе обладать собственным мнением, 9ибо все люди рождаются равными, я ничем не хуже тебя, – вот первое, что инстинктивно выпаливает человек, 9который хуже тебя всем. 2- Но если нельзя опереться ни на силу, ни на убеждение, – сказал король, – то я не вижу, что остается делать. 9- Ни сила, ни убеждение, ни мнение никак не связано си размышлением, – с глубочайшей искренностью промолван Мерлин. 9- Убеждая в чем-либо другого, ты лишь проявляешь сил ума, – это своего рода умственное фехтование и цель его, 6достигнуть победы, не истины. 0Мнение же суть тупики дураков и лентяев, не способных думать. 1Если когда-нибудь честный политик по-настоящему и с бесстрастием обдумает свое занятие, 9то в конце концов даже Хоумоу Сталтес вынужден будет принять его выводы. 2Мнению нипочем не устоять против истины. 0Однако, в настоящее время Хоумоуэм политикас предпочитает либо спорить о мнениях, либо драться на кулачках, вместо того, 9чтобы ждать, когда в голове у него забрежет истина. 4Должны пройти еще миллионы лет, прежде чем людей в их массе можно будет назвать политическими животными. 1- Так что же мы представляем собой в настоящем? 8- Нам удалось обнаружить, что в настоящее время род человеческий разделяется в политическом отношении на одного мудреца, 9девятерых прохвостов и девять десятков болванов на каждую сотню. 9То есть, это с точки зрения оптимистического наблюдателя. 8Девять прохвостов собираются под знамя, выброшенные самым прожженным из них и становятся, политическими деятелями, 6мудрец отходит в сторонку, ибо понимает, что его безнадежно превосходит числом, и посвящает себя поэзии, математике или философии, 9что же до девяносто болванов, то эти плетутся во след знаменам девятерых проходимцев, выбирая их наугад, 9плетутся по лабиринтам софистики, злобы или войны. 9Так приятно командовать, говорит Санчо Пансо, даже если командуешь стадом баранов, 9вот потому-то политики и вздымают свои знамена. 9К тому же, баранам все едино за каким знаменем тащиться. 8Если это знамя демократии, девятеры прохвостов станут членами парламента, если фашизма, партийными лидерами, 6если коммунизма, комиссарами. 9И никакой больше разницы, только в названии. 9Болваны так и будут болванами, мошенники, вождями, результатом, эксплуатация. 9Что касается мудреца, то и его удел при любой идеологии в общих чертах одинаков. 9При демократии ему предоставят возможность пухнуть с голода на чердаке, при фашизме упекут в концентрационный лагерь, 9при коммунизме ликвидируют. 5Таков оптимистический, но в целом вполне научный вывод относительно повадок хоуму им политекус. 9Король мрачно сказал 9- Ну что же, прошу у всех прощения за беспокойство. 9Насколько я понимаю, самое лучшее для меня, пойти и утопиться. 9Я нахален, ничтожен, свиреп, тупо не способен к политической жизни. 8Вряд ли мне стоит и дальше влачить подобное существование. 9Услышав это, все звери ужасно разволновались. 9Они вскочили, все как один, обступили его, принялись обмахивать его верами и наперебой предлагать вина. 9- Нет, – говорили они. 1- Право же, мы вовсе не хотели тебе нагрубить. 9Мы хотели помочь, честное слово. 9Не принимай все так близко к сердцу. 9Мы уверены, непременно существует множество людей, которые действительно сэпиансы ничуть не свирепы. 9Мы говорили тебе все это, чтобы заложить своего рода основы, которые после могли бы облегчить решение твоей сложной 7задачи. 9Ну, давай же, пропусти стаканчик Мадееры и больше не думай об этом. 9Ей-ей, мы считаем человека самым чудесным из всех созданий, наилучшим, какой только существует в природе. 9И они сердито поворотились к Мерлину, говоря, 9- Ну, посмотри, что ты наделал. 9Вот они, твои таро-бары. 9Бедный король совершенно отчаялся, а все потому, что ты навалился на него, было бы не шеделыш из мухи слона. 9Мерлин ответил только, 9- Даже определение, данное греками,… 9Антропоз, тот, кто смотрит вверх,… 9Даже оно неверно. 9Расставшись с отрочеством, человек редко устремляет взор на что-либо расположенное выше его роста. 7 7Странным казалось ему в его возрасте вновь отправиться к животным. 9Возможно, думал он со стыдом, я просто снова впал в детство, и мне все это снится, возможно, 9я докатился до старческого слабоумия. 9Но эта мысль заставила его припомнить свое настоящее детство, счастливые дни, когда он плавал во рву или летал с Архимедом, 9и он осознал, что с той поры кое-чего лишился. 9Теперь он назвал бы утраченной способностью удивляться. 9В то время все приводило его в восторг. 9Его восприимчивость или чувство прекрасного, как там это ни называй, без разбора увлеклось к чему ни попадя. 9Он мог, пока Архимед читал ему лекцию о птичьем полите, зачарованно следить, 9как топорщица в совиных когтях мышиный мех. 9Или же великий господин Ща мог произносить перед ним речь о диктатуре, а он все это время видел лишь зубостой пасть и 8сосредоточенно разглядывал ее, обуреваемый восторгом, сопутствующим обретению всякого нового знания. 8Эта способность удивляться не возвратилась к нему, сколько ни отдраивал Мерлин его мозг. 9На смену ей пришла, как он полагал, способность к трезвому суждению. 9Теперь-то он выслушал бы и Архимеда, и господина Ща. 8Теперь он не заметил бы ни серого меха, ни желтых зубов. 9И думая об этой перемене, он не испытывал гордости. 9Старик зевнул,:"Ибо и муравьи зевают, равно как и потягиваются со сна, подобно людям, – 9и обратил свои помыслы к предстоящему делу. 9Никакой радости он, став муравьем, не испытывал, ни то, что при прежних превращениях, он думал лишь, 0но вот, придется поработать. 9С чего начнем? 9Гнезда были изготовлены из земли, рассыпанные неглубоким, не толще полудюйма, слоем на небольших столиках, 5похожих на скамейки для ног. 9Сверху на слой земли поместили стеклянную пластину, накрыв ее тканью, ибо в тех местах, где выращивается молодняк, 9должно быть темно. 9Удалив ткань, можно было заглянуть в подземный муравейный приют, – нечто вроде муравейника в разрезе. 9Заглянуть можно было и в круглое помещение, в котором выхаживали куколок, – точно в теплицу со стеклянной крышей. 9Собственно гнезда располагались ближе к краям столиков, – стеклянные крышки закрывали их только наполовину. 5Это было подобие открытой сверху земляной авансцены, а на противоположных краях столиков размещались стеклышки от часов, 6куда для кормления муравьев наливался сироп. 7Между собой гнезда не сообщались. 9Столики стояли бок о бок, но не соприкасаясь, а под ножки их были подставлены тарелки с водой. 9Разумеется, сейчас все это выглядело иначе. 9Местность, в которую он попал, походила на обширное поле, усеянное валунами, 9на одном из концов его виднелась сплющенная, между пластинами стекла, цитадель. 9Попасть в нее можно было через туннели, пробитые в камни, и на каждом из входов красовалось уведомление, все, 9что не запрещено, – обязательно. 9Таков новый порядок. 9Уведомление ему не понравилось, хоть осталось непонятным. 9Про себя он подумал, надо бы немного осмотреться, прежде чем лезть вовнутрь. 9Не весть по какой причине, этой надписи поубавили в нем охоты проникнуть в крепость, 9они придавали грубым туннелям какой-то зловредный вид. 9Размышляя о надписях, он осторожно пошевелил похожими на антенны с сяжками, привыкая к новым ощущениям, 9и покрепче уперся ступнями в землю, как бы желая утвердиться в новом для него мире насекомых. 9Передними ножками он почистил сяжки, подергал за них, пригладел, – вид у него был при этом совершенно как у 9викторианского негодяя, подкручивающего усы. 8Сразу за этим он осознал нечто, ожидавшее сознания, – а именно, что в голове у него слышен какой-то шум, 9причем явно членораздельный. 8Шуме-то был ли некий сложный запах, он никак не мог разобрать, – проще своего описать это явление, сказав, 6что оно походило на передачу по радио. 9Поступала передача через стяжки, походя на музыку. 9Музыка, размеренная, словно пульс, а с нею слово, что-то вроде, ложка-ножка-мошка-крошка, или, мамми-мамми-мами-мами, 7или, ты мечты-цветы. 1Поначалу ему эти песни нравились, особенно про, вновь кровь-любовь, – пока он не обнаружил, что они не меняются. 7Едва закончившись, они начинались сызнова. 9Через час-другую ему уже казалось, что он вот-вот заводит от них. 9Кроме того, в голове у него раздавался голос, в паузах между музыкой, – и по всей видимости отдавал некие приказания. 7Всех двудневок перевести в западный проход, – говорил он, или, – номер 210397-WD заступить в сиропную команду взамен выпавшего 0из гнезда 3333105-WD. 4Голос был роскошный, но какой-то безликий, – словно его очарование явилось результатом старательных упражнений, 4своего рода цирковым трюком. 9Мертвый был голос. 0Король, или быть может, нам следовало бы сказать муравей, пошел прочь от крепости, 0едва лишь ощутил в себе способность передвигаться. 4Он начал исследовать каменистую пустошь, однако чувствовал себя при этом неважно, – идти в то место, 0откуда исходили приказы ему не хотелось, но и этот тесноватый пейзаж наводил на него тоску. 9Он обнаружил среди валунов неприметные трубки, извилистые и бесцельные, и вместе целенаправленные, ветшие к сиропо-хранилищу, 0но также куда-то еще… 9А куда, он не разобрался. 5По одной из них он добрел до глыбы земли, под которой располагалась естественная котловина. 9В котловине, – опять-таки обладавший странным выражением бессмысленной осмысленности, он обнаружил пару дохлых муравьев. 8Они лежали рядышком, но неряшливо, как будто и некто весьма основательный притащил их сюда, дорогое забыв, зачем. 9Лежали они скрючась, и не казались недовольными, не огорченными своей кончиной. 9Просто лежали, как два опрокинутых стула. 9Пока он разглядывал трупы, по тропинке спустился живой муравей, тащивший третьего покойника. 9- Хай, сангвений! – сказал он. 9Король вежливо ответил, 8- Хай! 6В одном отношении, хоть он не подозревал об этом, ему повезло. 9Мерлин не забыл снабдить его нужным для гнезда запахом, – ибо, пахме от него каким-то иным гнездом, 9муравьи убили б его на месте. 9Если бы мисс и дедка Оил была муравьем, на памятнике ей было б написано, – запах еще не все. 9Новый муравей койкак свалил принесенный труп и принялся растаскивать двух других в разные стороны. 9Казалось, он не знает, куда их пристроить. 9Или вернее, он знал, что лежать они должны в определенном порядке, но не мог сообразить как этого порядка добиться. 1Он походил на человека с чашкой чая в одной руке и бутербродом в другой, которому захотелось чиркнуть спичкой и закурить 7сигарету. 2Однако если бы человек додумался поставить чашку и положить бутерброд, – прежде чем хвататься за сигарету и спички, – 0этот муравей положил бы бутерброд и взял спички, потом бросил бы спички и схватился за сигареты, 2потом положил бы сигарету и взял бутерброд, поставил бы чашку, взял сигарету и наконец оставил бы бутерброд в покое и взял спички. 9Он, видимо, склонен был полагаться для достижения цели на случайную последовательность действий. 9Терпения ему хватало, а вот думать он не умел. 9Если перетаскивать три трупа с места на место, их удастся со временем уложить под глыбой водную линию, 9что и составляло его обязанность. 1Король наблюдал за его суетой с удивлением, обратившимся в раздражение, а затем в неприязнь. 8Он испытывал желание спросить муравья не лучше ли загодя обдумать то, что намереваешься делать, – досадливое желание человека, 0наблюдающего за ходу исполняемой работой. 9Потом у него возникла потребность задать еще кое-какие вопросы, к примеру, – Тебе нравится быть могильщиком? 9Или, ты раб? 6Или даже, ты счастлив? 9Самое-то удивительное было то, что задать эти вопросы он не мог. 0Для этого пришлось бы переложить их на муравейный язык и передать через антенны, – между тем, 9он с беспомощным чувством обнаружил вдруг, что нужных ему слов попросту не существует. 9Не было слов ни для счастья, ни для свободы, не было слова «нравиться», как не было их и для противоположных понятий. 9Он ощутил себя немым, пытающимся крикнуть, «Пожар!». 0Наиболее близкими по смыслу словами, какие ему удалось подобрать даже для «правильный» и «оправильный» были «дельный» 3и «бездельный». 9Отвозившись с трупами и оставив их лежать в беспорядке, муравей снова поворотил на тропу. 9У себя на пути он обнаружил Артура, а потому затормозил и взмахнул, словно танк, выносными антеннами. 9Впрочем, он, волосатый, с безглазым и грозным шлемом вместо лица и с чем-то вроде шипов на члениках передних ног, 4походил скорее на рыцаря в латах верхом на укрытым броней и коне, – или даже на их комбинацию, на косматого кентавра в доспехах. 9Он снова сказал, 8- Хай, Сангвений! 9- Хай! 6- Что ты делаешь? 9Король ответил правдиво, но неразумно, 1- Ничего не делаю. 0Несколько секунд муравей пребывал в ошеломлении, в каком пребывал бы и ты, 6если б Эйнштейн поделился с тобой своими последними соображениями касательно Вселенной. 9Затем он расправил все двенадцать колен антенной и, не обращая внимания на короля, заговорил прямо в небо. 9Он сказал, квадрат пять, докладывает сто пять тысяч девятьсот семьдесят восемь слайш шутк. 9В квадрате пять сумасшедший муравей. 3Прием. 5Слово, сумасшедший, он заменил словом, бездельный. 6Впоследствии Артур обнаружил, что в этом языке имеется лишь две характеристики, 9дельный, и бездельный, применяемые в любых ценностных суждениях. 9Если сироп, выставляемый для них Мерлином, был сладким, – это был, дельный, сироп, 9если же в него добавлялась Сулейма, он становился, бездельным, сиропом, и этим вопрос исчерпывался. 9Даже передаваемые по радио, крошки, «цветы», «мамми-мамми», и прочь! полностью описывались утверждениям относительно 9дельности онных. 9Вещание на миг прервалось и роскошный голос произнес, штаб-квартира отвечает на вызов 105978-шутк. 9Какой у него номер? 1Прием! 4Муравей спросил, какой у тебя номер? 9- Не знаю. 1После того, как эта новость дошла до штаб-квартиры, из нее поступило указание спросить, 6может ли он объяснить причину своего отсутствия на службе. 9Муравей спросил может ли он и так далее, теми же словами и тем же голосом, что и радио. 9Королю стало не по себе и к тому же он обозлился, – оба ощущения были ему неприятны. 9- Могу, – ответил он саркастически, поскольку ясно было, что воспринять сарказм это существо не способно. 9- Я упал, ударился головой, и ничего больше не помню. 9- Докладывает 105978-шутк. 1У бездельного сотрясения по причине выпадения из гнезда. 9Прием! 9- Штаб-квартира отвечает 105978-шутк. 5Номер бездельного муравья 424136-вд, выпал с гнезда этим утром, во время работы в сиропной команде. 9Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга… 9А вот это, «Достаточно компетентен для исполнения своего долга», на муравьином языке произносится без затруднений, 2ибо сводится к слову, дельный. 8Но довольно лингвистики. 9- Если он достаточно компетентен для исполнения своего долга, проинструктируйте 424136-вд присоединиться к сиропной команде, освободив присланного на его место 210021-вд. 0Конец передачи. 9- Понял? – спросил муравей. 1Оказалось, что лучшего объяснения, чем выдуманное им, насчет ушиба головы, выдумать было невозможно, даже если бы захотелось, 2ибо муравьи действительно время от времени падали со столика, и Мерлину, если он вовремя это замечал, 5приходилось доставлять их обратно на кончики карандаша. 9- Да! 6Могильщик, не уделяя ему больше никакого внимания, пополз по тропе за новым трупом или зачем-то еще, 9что следовало отволочно помойку. 9Артур двинулся в другом направлении, на соединение с сиропной командой. 9Он запомнил свой номер и номер рядового, которого ему предстояло сменить. 8 9Служащие сиропной команды, словно идолопоклонники, стояли вокруг одного из часовых стеклышек. 9Он встал в круг, объявив, что 210021-вд должен вернуться в главное гнездо. 9Вслед за этим он, как и остальные, принялся наполнять себя сладким нектаром. 5Поначалу сироп показался ему очень вкусным, так что ел он с жадностью, 9но через несколько секунд стал испытывать неудовлетворенность. 9Он никак не мог понять, в чем тут дело. 3Он лопал изо всех сил, подражая остальным членам команды, однако все это походило на банкет без еды или же на обед в 9спектакле. 9Было тут нечто от дурного сна, в котором поглощаешь в огромных количествах шпаклевку и никак не можешь остановиться. 6Вокруг часового стекла шла непрестранная суета. 0Те, кто до краев набивал утробы, уходили вовнутрь крепости, заменяемой процессией пустых муравьев, шествующих оттуда. 0Новых муравьев в этой процессии не было, одна и та же дюжина сновала туда и сюда, 9и этим же самым им предстояло заниматься до скончания жизни. 9Внезапно Артур осознал, что съеденные не попадают к нему в желудок. 9В самом начале туда проникла малая часть, теперь же основная масса скоплялась в подобии верхнего желудка или зоба, 8откуда и ее можно было легко изъять. 9А едва он присоединился к уходящему на запад потоку муравьев, до него дошло, 6что предстоит отрыгнуть запасенное на каком-нибудь продуктовом складе. 9Работая, члены сиропной команды беседовали друг с другом. 9Сначала это показалось ему хорошим знаком, и он прислушивался, чтобы побольше узнать. 1- Ов слушайся! 2- говорил один. 1- Снова в ушах это, мамми-мамми-мамми-мамми. 8По-моему,… 9Мамми-мамми-мамми-мамми-мамми, очень милая, дельная, песенка. 9Она такая первоклассная, дельная. 9Другой замечал, 0- По-моему, наша любимая водительница просто чудесна, а по-твоему как? 9Мне сообщали, что в последней войне ее ужалили три сотни врагов, и она получила за это крест муравьейной отваги. 0- Какое счастье, что в наших жилах течет кровь сангвиниев, правда? 0Разве не ужасно было бы оказаться одним из этих вонючих формой кофуско? 9- А ты слышал про триста десять тысяч девяносто девять слэш-дабл-ю-ди, который отказался отрыгнуть сироп, 9когда его попросили, вот ужас, верно? 0Конечно его сразу казнили, по особому распоряжению нашей любимой водительницы. 8- А вслушайся. 9Снова в ушах это, мамми-мамми-мамми-мамми-мамми? 0По-моему… 0Артур набил трубу и потащился к гнезду, оставив их в начале нового круга. 8У них не было ни новостей, ни скандалов, ничего такого, о чем можно было бы поболтать. 1Никакой новизны для них не существовало. 2Даже разговоры о казнях укладывались в формулу, изменялся лишь регистрационный номер преступника. 9Покончив с… мамми-мамми-мамми-мамми, они были вынуждены переходить к любимой водительнице, 9а от нее к вонючим фуске и к последним казням. 9Причем, даже все любимое, чудесное и счастливое было, дельным, а все ужасное – бездельным. 9Он очутился в огромной крепостной зале, где сотни и сотни муравьев вылизывали и кормили малюток, 0борясь с перепадами температуры, растаскивали личинок по разным переходам, открывали и закрывали вентиляционные проходы. 9В середине зала удовлетворенно восседала громадная водительница, откладывая яйца, прислушиваясь к сообщениям по радио, 9испуская распоряжение или отдавая приказ о казнях, купаясь в море обожания. 9…впоследствии он узнал от Мерлина, что у разных муравьев водительницы вступают в должность по-разному. 9К примеру, у вида Басреумы Эрмакс честолюбивая основоположница нового порядка вторгается в гнездо вида Тапа Наумей и 9запрыгивает прежней тиранше на спину. 5После чего, укрытая запахом хозяйки, гостья без спешки отпиливает ей голову, 5пока не приобретет таким способом безусловных прав на руководящее положение. 9В конце концов он так и не донес свой сироп до склада. 8Он выяснил, что ему надлежит разгуливать на манер живой стойки с закусками, обслуживая тех, кто работал внутри муравейника. 8Всякий, кому преподала охота поесть, останавливал его, заставлял открыть рот и кормился оттуда. 9Они не обращались с ним как с отдельной личностью да, в сущности, и сами личностями не обладали. 9Он был бессловесным лакеем, обслуживавшим бессловесных клиентов. 8Даже его желудок ему не принадлежал. 1Однако нам не стоит входить в дальнейшие подробности относительно муравьев, это неприятная тема. 9Довольно сказать, что он терпеливо жил среди них, подлаживаясь к их обычаям, наблюдая их и пытаясь как можно больше понять, 9но не имея возможности задавать вопросы. 9Причина была не только в том, что язык их не обзавелся словами для обсуждения тем, интересующих человека, 9и потому было невозможно спросить у них, верят ли они в жизнь, в свободу, в стремление к счастью, 9но также и в том, что спрашивать что-либо было просто опасно. 0Любой вопрос представлялся им признаком сумасшествия. 9В их жизни вопросы отсутствовали, имелись только приказы. 8Артур ползал от гнезда к сиропу и обратно, восклицая, что песня про… маме, очень милая, распахивая рот, 6чтобы срыгнуть, и пытаясь понять, что удастся. 8Ему уже хотелось завыть, когда из туч появилась колоссальная рука, державшая соломинку. 9Рука поместила соломинку между двумя гнездами, до того разделенными, так что между ними образовался мост. 9Затем она исчезла. 9Ближе к вечеру на новый мост забрел Черный Муравей, несчастный представитель Фуска, с мирного народа, сражавшегося лишь из самозащиты. 9Его повстречал один из мусорщиков и тут же убил. 9После доклада об этой новости радиовещание изменилось, а вернее сказать, оно изменилось, едва лишь шпионы установили, 6что в гнезде Фуска также имеется блюдце с сиропом. 2Вместо «мамми-мамми-мамми» начали передавать «муравея», муравея превыше всего, 8а поток распоряжений стал перемежаться беседами о войне, патриотизме и экономическом положении. 9Роскошный голос поведал, что их обожаемое Отечество окружено ордами вонючих Фуска, – и в ответ эфирные хоры запели, 9когда кровь Фуска капает с клинка, 9прекрасна жизнь и радость велика. 9Было также разъяснено, что Отец всех муравьев в неизъяснимой мудрости своей заподведал, 9дабы черные мураши были вовек в рабстве у красных. 9В настоящее время у обожаемого Отечества вообще нет рабов, возмутительное положение, 9каковое надлежит исправить, дабы не исчезла драгоценная раса. 8Затем утверждалось, что под угрозой находится национальное достояние сангвиниев. 9Их границы вот-вот будут нарушены, их домашний скот, жуков, того и гляди угонят, 9а их общинный желудок сохнется от голода. 9Король внимательно прослушал две из этих бесед, чтобы запомнить их на будущее. 9В первой доводы были расположены в следующем порядке, а. мы столь многочисленны, что голодаем. 8П. поэтому нам следует не сокращать наше 7население, но всемирно увеличивать 6численность наших семейств, чтобы стать 8еще многочисленнее и голоднее. 9В. когда мы станем еще многочисленнее 8голоднее, мы, очевидно, обретем право 8отбирать у иных народов их сироп. 0Помимо прочего, у нас к тому 5времени 9появится многочисленная 9и 8голодная армия. 8Лишь после того, как это логическое построение получило практическое применение, и воловая продукция родильных приютов 5утроилась,… 2Тем временем, благодаря Мерлину, оба гнезда ежедневно получали сироп в количествах, покрывавших все их потребности, 9ибо приходится признать, что голодающим нациям, по всей видимости, никогда не удается изголодаться до такой степени, 9чтобы они не могли позволить себе тратить на вооружение гораздо больше всех остальных, 0только после того начались лекции второй разновидности. 9Выглядели они так, а? 0Мы гораздо многочисленнее их, а потому 9имеем право на их сироп. 9По-п. 8Они гораздо многочисленнее нас, а… 9Потому норовят бесстыдно украсть наш 7сироп. 9В. 8Мы – могучая раса, а потому обладаем 9естественным правом поработить их 9жалкую расу. 9Г. 9Они – могучая раса, и вопреки естеству 9норовят поработить нашу безобидную расу. 9Д. 9Мы должны напасть на них ради самообороны. 9Е. 9Обороняя себя, они нападают на нас. 9Ж. если сегодня мы на них не нападем, они 9нападут на нас завтра. 9З. в любом случае мы вовсе не нападаем на них. 9Мы несем им несчислимое благо. 9После обращения второго рода начались религиозные церемонии. 9Они, как обнаружил король, – были унаследованы от баснословного прошлого, столь давнего, 9что длинневую дату не подберешь, прошлого, в котором мураши еще не додумались до социализма. 9Церемонии восходили к тем временам, когда муравьи еще не утратили сходства с людьми, 9и некоторые из этих церемоний производили очень сильное впечатление. 9Во время одной из них исполнялся псалом, начинавшийся, – с учетом языковых различий, хорошо известными словами, – 9мечу подвластна земля и что наполняет ее, компасу бомбардировщика и им, что сеют бомбы с него, – и кончавшийся очень страшно, 9- Возлетите на воздух врата, да поднимутся верхи ваши, и вы возлетите, двери вечные, и войдет Царь-Охранитель. 9Кто сей Царь-Охранитель? 9Сей Господь призрачных сил, он, Царь-Охранитель. 9Странно, но рядовых муравьев песнопения не воодушевляли, а лекции не интересовали. 9И то, и другое они принимали как данность. 9Для них это были ритуалы вроде песенок про… маме, или разговоров о любимой водительнице. 1Муравьи не относились к ним как к плохим или хорошим, волнующим, разумным или устрашающим. 9Они вообще их не воспринимали, но находили дельными. 9Итак, настало время выступить на завоевании рабов. 6Приказы о подготовке к войне были отданы, солдаты вымуштрованы до последней степени, 9на стенах гнезда появились патриотические лозунги, «Сироп и Смерть!» или «Присягаю тебе, мой запах!» 9и король окончательно впал в отчаяние. 9Ему казалось, что он еще не видел столь жутких тварей, разве что, когда жил среди людей, – 9и его начинало подташнивать от омерзения. 9Вечно звучащие прямо в голове голоса, от которых он не мог избавиться, невозможность уединения, 9ибо одни постоянно кормились прямо из его живота, а другие распевали в его мозгу, смертельная пустота, заместившая чувства, 3утрата всех оценок за исключением двух, все проникающая даже не злоба, а монотонность, – 9все это убивало в нем радостное ощущение жизни, которое в начале ночи подарил ему Мерлин. 8Он вновь чувствовал себя таким же несчастным, каким был, когда волшебник обнаружил его плачущим над бумагами, и вот, 9едва только Красная Армия выступила в поход, он вдруг, словно утратившее разум существо, 8развернулся к ней лицом посередине соломинки, готовой ценой своей жизни не дать ей пройти. 9- Десять, а, господи, – сказал Мерлин, промокая носовым платком покрытый бисерным потом лоб, – 9у тебя просто талант влипать в неприятности. 9Ну и минута. 6Животные встревоженно осмотрели короля, желая убедиться, что он не поломал костей. 8- Ты цел? 7- Более чем. 8Тут они обнаружили, что он взбешен. 9Руки его ходуном ходились от гнева. 9- Скаты! 9- Восклик цел он. 9- Скаты! 9- Да уж, привлекательного в них мало. 8- Я бы не возражал, – взорвался король, – если бы ими владела злоба, если бы они намеренно предавались пороку. 8Я бы не возражал против этого, будь у них на хоть какая-то причина для жестокости, если бы это их хотя бы развлекало. 9Но они же ничего не понимают, они не совершают сознательного выбора. 9Они… они… их попросту не существует. 9- Присядь, – сказал Барсук, – передохни немного. 0- Какие мерзкие твари! 0Разговаривать с ними – все равно, что с камнями, неспособными сдвинуться с места, или со статуями, или с машинами. 0Если ты произносишь что-то, не устраивающее машину, она срабатывает, если нет, – не срабатывает, стоит себе смирно, 0бессмысленно, без всякого выражения. 1Ах, Мерлин, как это страшно! 7Это же ходячие мертвецы! 0Когда они умерли? 9Хоть какие-то чувства прежде были у них? 0Сейчас, не единого. 3Они похожи на дверь из сказки, которая творяется, когда ей скажешь, с изом. 7По-моему, они знают от силы дюжину слов или их сочетаний. 0Человек, которому известны эти слова, может заставить их сделать все, на что они способны, а потом… 9Потом придется опять начинать сначала. 0Опять и опять, и опять. 0Как в аду. 9Только ни один из них не понимает, что он уже там. 4Они вообще ничего не понимают. 9Существует ли что-нибудь страшнее этого вечного движения, этого… давай-давай-давай…, без причины, без понимания, 5без перемен, без конца? 2- А ведь пожалуй, – сказал Мерлин, – муравьи, в сущности, и представляют собой доподлинный вечный двигатель. 9Мне это как-то в голову не приходило. 9- Самое страшное в них, что они похожи на человеческие существа, не люди, но их подобие, дурные копии. 7- В этом как раз ничего странного нет. 5Муравьи еще в бесконечном прошлом усвоили политическую доктрину, которой ныне тешится человек. 9Тридцать миллионов лет назад они довели ее до совершенства, после чего никакое дальнейшее развитие стало уже невозможным, 9и с той поры впали в застой. 9Для муравьев эволюция закончилась примерно за тридцать миллионов лет до Рождества Христова. 9Они создали совершенное коммунистическое государство. 9Тут Мерлин благочестиво звел глаза к потолку и прибавил, 4- Мой старый друг Маркс, быть может, и был первостатейным экономистом, но, клянусь духом святым, 9как естествоиспытатель он решительно никуда не годился. 9Барсук, имевший склонность ко всем относиться по-доброму, даже и к Карлу Марксу, у которого, кстати сказать, 8организация материала была почти столь же прозрачной, скалю самого Барсука, произнес 9- Вряд ли сказанное тобой является справедливого отношения к истинному коммунизму. 7Я бы сказал, что муравьи больше походят на фашистов Мордреда, чем на коммунистов Джона Бала… 9- Это лишь разные стадии развития одного и того же. 0Достигнув совершенства, они становятся неразличимыми. 4- Но в истинно коммунистическом мире… 9- Дайте королю вина, – распорядился Мерлин. 6- Ежик, о чем, интересно узнать, ты думаешь? 9Ежик Рызцой побежал за графином и принес он и, а с ним и стакан. 9Он сунул мокрый нос в королевское ухо и, обдавая короля ароматами лука, хрипло зашептал, 9- Мы за тобой приглядывали, точно. 9Ежику можешь верить. 9Ты бы их поколотил. 1Паршивые скоты. 9- Он покивал, расплекал Мадеру и немного побоксировал в воздухе, держа в одном кулаке графинчик, а в другом стакан. 9- Гоп-гоп ура его куличеству, вот оно как, по-нашему. 5Мы говорим, дайте нам их уделать, жизнь положу за английские графства. 9Мы бы их и уделали, бим-бом, право слова, да только эти не дали. 9Однако барсук не позволил увести себя в сторону. 9Едва король получил вино, барсук терпеливо начал с того же самого места. 9- Муравьи ведут войны, – сказал он, – и потому назвать их коммунистами невозможно. 9В подлинно коммунистическом мире войн быть не может, поскольку все объединены в Союз. 9Тебе не следовало забывать, что истинный коммунизм недостижим, пока все народы мира не проникнутся его идеями и не 8сольются в Союз Советских Социалистических Республик. 7А муравейники, поскольку они не сливаются в Единый Союз, не являются вполне коммунистическими, вот потому-то они и воюют. 9- Они не сливаются, – сварливо ответил Мерлин, – лишь по причине малости муравейников в сравнении с обширностью мира, 9и к тому же им мешают естественные препятствия, реки и т. д., делающие невозможную взаимную связь для существ 7подобного размера и со столь малым количеством пальцев. 8Впрочем, если тебя это устроит, я готов признать, что они – законченные холостуны, 6коим географические и физические особенности мира мешают превратиться в законченных лолардов. 9- Тогда тебе следует отказаться от твоей критики в адрес Карла Маркса. 9- Мне следует отказаться от критики? – воскликнул философ. 1- Да, ибо Маркс своим Союзом СССР разрешил проблему нашего короля, а именно, проблему войны. 9Мерлин посинел, откусил немалый кусок бороды, выдрал из головы несколько клочьев волос, швырнул их в воздух, 9вознес лихорадочную молитву о наставлении на истинный путь, уселся близ барсука и, взяв его за лапу, 9умоляюще заглянул в барсучьи очки. 9- Да как же ты не понимаешь, – трогательно вопросил он, – что разрешить проблему войны способен Союз чего угодно. 9Невозможно же воевать, состоя в Союзе, ибо войне должно предшествовать разделение. 9Если бы мир представлял собой Союз Бараньих Отбивных, не было бы никаких войн. 9Но это же не значит, что всем нам следует спешно понаделать друг из друга Бараньих Отбивных. 1- На самом-то деле, – после некоторого размышления промолвил барсук, – ты определяешь муравьев как фашистов или коммунистов не 2потому, что они воюют, а… 0- Я объединяю все три секты по их основному признаку, которым в конечном счете является отрезка. 3- Это мне понятно. 1- Их теория, по сути своей, тоталитарна, и сводится она к тому, что люди или муравьи существуют для государства или общества, 9а не наоборот. 2- А почему ты считаешь Маркса негодным 6ъестествоиспытателем? 2- Вообще говоря, – сурово ответил волшебник, – особенности характера моего старого друга Карла находятся в некомпетентстве 2данного комитета? 9Будь добр помнить, что мы собрались не для того, чтобы разбираться с коммунизмом, наша основная проблема – это организованное 9убийство. 1Коммунизм занимает нас лишь постольку, поскольку он связан с войной. 9С этой оговоркой я отвечаю на твой вопрос следующим образом, Маркс был дурным натуралистом, потому что, во-первых, 4совершил серьезный промах, не исследовав человеческого черепа, затем потому, что не заинтересовался гусями, и наконец потому, 6что впал в заблуждение относительно равенства, каковое вообще противно природе. 9Люди равны в их достоинствах и талантах не более, чем в лицах и телосложении. 8С тем же успехом можно было потребовать, чтобы все люди на Земле носили обувь одного размера. 8Вот эта-то смехотворная идея равенства и была принята муравьями более тридцати миллионов лет назад и, 9исповедуя ее столько времени, они ухитрились притворить ее в истину. 9Ну и полюбуйся, в какой луже они оказались. 9- Свобода, равенство, братство… 9- начал было Барсук. 9- Свобода, разбой и бесстыдство, – тут же отозвался Волшебник. 9- Пожить бы тебе при революции, размахивающей этим лозунгом. 1Сначала его провозглашают, затем объявляют, что, исходя из высших соображений морали, необходимо уничтожить аристократов, 9дабы очистить партию или сплотить общество, или обезопасить дело демократии во всем мире, – 9а затем насилуют и убивают всех, до кого удается добраться, причем больше с горя, чем в гневе, – 9а то еще распинают людей, или подвергают пыткам, о которых я и говорить не хочу. 9Ты бы нюхнул гражданской войны в Испании. 9Вот тебе человеческое равенство. 1Зарежь каждого, кто тебя превосходит, и очень скоро мы все будем равны. 9Как в покойницкой. 011 9Неожиданно для всех заговорил Ти. 9Натракс. 9- Вы, люди, – сказал он, – не имеете никакого представления о Вечности, даром что все время болтается о душах, 4чистилищах и о прочем. 9Если бы кто-нибудь из вас по-настоящему верил в Вечность или хотя бы в существование очень долгих периодов времени, 9вы бы крепко подумали, прежде чем решиться проповедовать равенство. 1Я и вообразить не могу ничего страшнее Вечности, заполненной совершенно одинаковыми людьми. 9Единственное, что делала жизнь сносная в далеком прошлом, это разнообразие живых существ на земном шаре. 9Если бы все были равны, если бы все принадлежали к существам одного рода, мы бы давно уже молили об Эфтаназе. 9По счастью, в природе нет ничего похожего на равенство способностей, достоинств, возможностей или воздаяний. 9Слава богу, каждое животное, принадлежащее к уцелевшим доныне видам, если оставить в стороне муравьев им подобных, 9индивидуально до крайности. 9Иначе мы вымерли бы от скуки или превратились в автоматы. 9Даже среди колюшек, на первый взгляд совершенно одинаковых, даже среди них имеются свои гении-тупицы, и все они соревнуются, 9наровя урвать какую-нибудь кроху еды, причем именно гении ее и получают. 9Когда-то жил на свете человек, который кормил своих рыбешек, опуская в аквариум стекляный кувшин с едой внутри. 9Некоторые колюшки нашли дорогу к корму с третьей и четвертой попытки и запомнили ее, другие же, насколько мне известно, 9ищут ее и до сей поры. 9Вот вам и равенство. 9И если бы не эта, Вечность, лишенная различий, а значит и перемен, была бы слишком ужасной даже для созерцания. 9- Все это совершенно не относится к делу. 9Мы, если не ошибаюсь, собрались, чтобы поразмышлять о войне. 8- Виноват. 1- Король, ты уже в состоянии встретиться с гусями, – спросил волшебник, – или тебе хочется отдохнуть? 9- Невозможно, – прибавил он как бы в скобках, – толком подступиться к предмету нашего рассмотрения, 9пока в нашем распоряжении не будет всех необходимых фактов. 8Старик ответил, 5- Я полагаю, мне следует отдохнуть. 9Я уже не так молод, как был когда-то, даже после твоего массажа, ты же хочешь, чтобы я за малое время многое понял. 9Ты можешь дать мне несколько минут. 9- Разумеется. 9Ночи нынче долгие. 9Ежик, обмокняй-ка вот этот платок винный уксус и положи ему на лоб. 9Всем остальным молчать и отодвиньтесь от него, ему нужно побольше воздуха. 9И звери расселись по местам и сидели тихо, как мыши, пихая один другого в бок, если кому-то случалось кашлянуть, 9а король закрыл глаза и, чувствуя к зверям благодарность, погрузился в свои мысли. 9Слишком много войны хотят от него. 3Трудно научиться всему за одну только ночь, а он, всего лишь человек да к тому же и старый. 9Возможно, Мерлину и вообще-то не следовало останавливать свой выбор на умученном заботами старике, 9перенесенном сюда из шатра под Салсбери. 9В детстве он ничем особым не выделялся, разве что привязчивостью, да и ныне до гения ему было далековато. 5Быть может, весь наш длинный рассказ посвящен, в конечном итоге, довольно бесцветному старому джентльмену, 9которому самое место было бы в Кранфорде или в Баджорсгрин, – сидел бы он себе там, 9занимаясь организацией деревенских соревнований по крикету или хоровых праздников. 9Ему хотелось кое-что обдумать. 9Его лицо, его глаза, прикрытые набрягшими веками, давно уже утратили всякое сходство с мальчишескими. 9Он выглядел утомленным, и он был королем, что заставляло всех остальных взирать на него с почтительностью, 9страхом и печалью. 9Да, они хорошие, добрые существа, он в этом не сомневался. 9И он ценил их уважение к нему. 8Но их трудности не имели отношения к трудностям человека. 1Им, разрешившим проблему своего общественного устройства задолго до самого появления человека, легко было, проявляя мудрость. 9Заседать и рассуждать в их колледже жизни. 9Их благожелательность, их вино, пламя очага и заботливость по отношению друг к другом… 9Все это давалось им легче, чем ему, их орудию, давался его скорбный труд. 9Не открывая глаз, король мысленно обратился к реальному миру, из которого он наявился сюда, жену у него отняли, 6лучший друг его изгнан, племянники убиты и собственный сын норовит вцепиться ему в горло. 9Но самым худшим было не то, что случилось с ним лично, – хуже всего, что в это втянуты все его соотечественники. 9Звери правы, – и впрямь, свиреп человек. 1Они могли говорить об этом отвлеченно, с неким диалектическим ликованием, но для него это утверждение было конкретным, 9ему приходилось жить среди их из плоти и крови. 9Он и сам был из них, жестокий и глупый, как они, связанный с ними странной неразрывностью человеческого сознания. 9Он был англичанин, а Англия воевала. 9Как бы он ни ненавидел войну, как бы ни желал ее прекратить, он все равно тонул в реальном, 9хоть и неосязаемом море свойственных англичанину чувств, которыми не мог управлять. 5Пойти им наперекор, сразиться с морем, – на это он решиться не мог. 1И ведь всю свою жизнь он трудился. 9Он сознавал, что человек он не даровитый. 9Направляемый нравственными принципами старика-ученого, овладевшего еще юной его душой, 0лишенный свободы и поглощенный им без остатка, нагруженный, словно Синдбад, 6насильно лишенный собственной личности и безжалостно призванный к умозрительному служению, 9он трудился на благо страны волшебства с тех пор, как помнил себя. 9Он даже не понимал во всей полноте того, что делает, будто тягловое животное, обреченное тащиться по выбитой колее. 8И как он теперь осознал, за спиной его вечно стоял с недаймой верой, не знающий жалости Мерлин, а перед ним, человек, 9свирепый, тупой, аполитичный. 7Ныне он понял, им нужно, чтобы он вернулся к своим трудам, еще более тяжким и нескончаемым. 9Именно в тот миг, когда он сдался, когда он заплакал от горячей поражения, когда старый вол рухнул на колею, 9именно тогда они явились, чтобы пинками поднять его на ноги. 8Они явились, чтобы дать ему новый урок и принудить к дальнейшим трудам. 0Он так и не узнал счастья, просто счастья для себя самого, да он не принадлежал самому себе, – никогда, с той поры, 9как жил мальчишка в диком лесу. 9Разве это честно, отнять у него все? 9Они превратили его в слепого щегла, о котором сами ему рассказали, в щегла, вынужденного услаждать людей своим пением, 7пока сердце его не разорвется, поющего, но уже навсегда слепого. 9Теперь, когда они омолодели его, он ощутил могучую прелесть мира, которой они его лишили. 1Ему захотелось пожить хоть немного, – поваляться на земле, питывая ее запахи, посмотреть, как анстропоус, в небо и затеряться в облаках. 1Он вдруг понял, что ни один человек, пусть даже живущий на самой далекой, самой голой океанской скале, 9не вправе жаловаться на однообразие ландшафта, пока он еще способен поднимать глаза к небесам. 1Ибо в небе каждый миг рождается новый ландшафт, и новый мир, в каждой лужице на скале. 2Ему захотелось уйти в отставку, пожить. 8Он не желал, чтобы его вновь послали назад, тянуть, не поднимая глаз, изношенные Ерму. 9Он и сейчас еще не очень стар. 9Он, может быть, еще сумеет прожить десяток лет, но то будут годы без бремени, полные солнечного света и пения птиц, 6ибо птицы, без сомнения, поют и поныне, да только он перестал их замечать, не замечал бы и дальше, 6если бы звери ему не напомнили. 1Разве это долг его, возвратиться назад к хоуму Феррекс и, скорее всего, принять смерть от руки того, кому он пытался помочь, 0а если и не от руки, то уж наверняка умереть под Ермом, – разве он не может отречься от этих трудов? 0Он мог бы уйти прямо сейчас, прямо из этого холма, и никто больше его не увидит. 5Пустынники Фиваиды, отшельники скала Скелик Мишель, им посчастливилось убежать от человека на лоны мирной природы. 9Именно этого, осенило его вдруг, он и хотел, покоя и мира. 0В начале ночи он желал смерти и готов был ее принять, но теперь они позволили ему увидеть проблеск жизни, давнего счастья, 2того, что он когда-то любил. 9Они воскресили, каким бы жестоким ни казалось это воскрешение, его отрочество. 9Он хотел, чтобы его оставили в покое, чтобы ему, как в детстве, не давлели обязанности, он хотел удалиться от службы, 5быть может, уйти в монастырь, – уйти куда угодно, но дать хоть немного покоя своей старой душе. 9Однако, они пробудили его от грез своими речами, своим жестоким, блестящим оружием. 9- Итак, король. 4Тебе следует повидаться с гусями, пока не кончилась ночь. 9- Тебе полегче. 1- Заклинание никому не попадалось? 9- Что-то вид у тебя усталый. 9- Глотни вина на дорожку. 12 8Место, в котором он очутился, было совершенно плоским. 9В человечьем мире настоящая плоскость встречается редко, потому что дома, деревья, ограды изобривают ланджафт. 9Трава эта тянется кверху бесчисленными стебельками. 9Но здесь, в утробе ночи, среди беспредельной, плоской, влажной грязи, напоминавшей черный творог, 9зацепиться глазу было решительно ни за что. 5Даже если бы на ее месте простирался мокрый песок, и то бы он нес на себе отпечатки волн, схожие с нашими небными складками. 0Лишь одна первородная стихия обитала на этой огромной равнине, ветер. 9Ибо здешний ветер был безусловно стихией. 9В нем ощущалась пространность, могущество тьмы. 9В человеческом мире ветер приходит откуда-то и куда-то уходит и, уходя, через что-то проходит, через деревья, улицы или ограды. 9Этот ветер приходил неоткуда. 9И проходил через плоское ничто в никуда, в некие несуществующие места. 9Пологий, почти беззвучный, если не считать странного гула, осязаемый, бесконечный, ощеломляющий протяженностью, 9он тяжко тек над грязью. 9Его контуры можно было очертить по линейке. 9Титанические серые линии его шли, не колеблясь и не прерываясь. 1Можно было повесить на него зонтик-загнутую ручку, и тот так бы остался висеть. 9На этом ветру король ощущал себя как бы еще несотворенным. 9Если не брать в расчет влажной твердыни под его перепончатыми лапами, он обитал в пустоте, в плотной, подобной хаосу, 9пустоте. 9Его ощущения были ощущениями геометрической точки, загадочным образом существующей на кратчайшем пути между двумя другими, 7или же линии, прочерченной по плоской поверхности, у коей имеются ширина и длина, но никакого объема. 9Никакого объема. 9Дай ветер и являл собой объем в чистом виде. 9В нем были мощь, текучесть, сила, устремленность и ровность мирового потока, неуклонно изливающегося в преддверии ада. 9Впрочем и этому нечестивому чистилищу поставлены были пределы. 9Далеко на востоке, может быть в целой миле, стояла сплошная звуковая стена. 9Она нарастала, спадала, словно сжимаясь и разжимаясь, но оставалась сплошной. 9В ней слышалась угроза, она жаждала жертв, ибо там простиралось огромное, безжалостное море. 9В двух милях к западу, виднелись треугольником три пятнышка света. 9То светились слабенькие лампадки в хижинах рыбаков, вставших пораньше, чтобы поймать приливы в запутанных протоках 9соленых болот, где вода порою текла противясь натиску океана. 9Тем и исчерпывались черты его мира, звук моря и три огонька, темень, пологость, пространность, влажность, и ровный поток ветра, 9вливающийся в бездонную ночь. 9Когда забрежил опасливый день, он обнаружил, что стоит посреди толпы подобных ему созданий. 1Одни сидели в грязи, теперь взбаламученные злыми мелкими водами возвращающегося моря, другие уже уплывали по этой воде, 9пробужденной ею, от надоедливого прибоя. 9Сидевшие имели сходство с большими чайниками, засунувшими носики под крылья. 9Плывущие время от времени окунали головы в воду и затем потрясали ими. 0Те, что проснулись еще до наступления воды, стояли, с силой взмахивая крыльями. 9Глубокое безмолвие сменилось гуготом и болтовней. 9Их было сотня четыре в серой окрестности, замечательно красивых существ, диких белогрудых гусей, которых человек, 1однажды видевший их вблизи, никогда уже не забудет. 9Задолго до восхода солнца они уже изготовились к полету. 9Прошлогодние семейные выводки сбивались в стайки, а сами эти стайки проявляли склонность к объединению с другими стайками, 8возможно под водительством дедушки или даже прадедушки, или какого-то признанного вожака небесного воинства. 9Когда примерное разделение на отряды было завершено, в разговорах гусей обнаружилась нотка легкого возбуждения. 9Они принимались резко вертеть головами то в одну, то в другую сторону. 9А затем, развернувшись по ветру, все вместе вдруг поднимались на воздух по четырнадцать или по сорок гусей разом, 1и широкие крылья их загребали темноту, и в каждом горле трепетал восторженный вопль. 9Сделав круг, они быстро набирали высоту и скрывались из виду. 0Уже на двадцати ярдах они терялись во мраке. 9Те, что снялись пораньше, не издавали особого шума до прихода солнца они предпочитали помалкивать, 9отпуская лишь случайное замечание или, если возникала какая-либо опасность, выкликая одну предупредительную ноту. 9Тогда, заслышав предупреждение, все вертикально взмывали в небо. 8Им овладевало беспокойство. 2Темные эскадрильи над его головой, поминутно снимавшиеся с земли, заронили в него вожделение. 9Его томила потребность последовать их примеру, но он не чувствовал уверенности себе. 9Может быть их семейная стая, думал он, воспротивится его вторжению. 9И все же ему не хотелось остаться в одиночестве. 9Ему хотелось соединиться с ними, насладиться обрядом утреннего полета, явно доставлявшего им удовольствия. 9В них ощущалось товарищество, вольная дисциплина и Ева-де-Ривер. 9Когда сидевшая с ним рядом гусыня расправила крылья и подскочила, он машинально проделал то же. 5Около восьми его соседей уже несколько времени дергали клювами, и он подражал им, словно их действия были заразительными, 9и теперь вместе с той же восьмеркой он полетел по гладкому воздуху. 9В миг, когда он покинул землю, ветер пропал. 9Неугомонность и свирепость его сгинули, как отсеченные ножом. 9Он оказался внутри ветра, и внутри был покой. 8Восьмерка гусей построилась в линию, строго выдерживая равные промежутки. 9Он оказался последним. 9Гуси летели к востоку, где занимался слабый свет, и вскоре перед ними стало всходить ярое солнце. 9Далеко за простором земли оранжево-алая трещина пронизала гряду облаков. 9Сияние разрасталось, внизу завиделись соленые топи. 1Они открылись перед ним лишенными примет болотами или вересковыми пустошами, по воле случая ставшими частью моря, – 6их вереск, еще сохранивший сходство с вереском, сопрягался с морской травой, пока не измок и не просолился, 9и ветви его осклизли. 9Место ручьев, что текли бы сквозь пустошь, заняла морская вода, пробившая русло в синеватые грязи. 9Там и сям стояли на кольях и длинные сети, в которые мог бы влететь невнимательный гусь. 9Они-то и были, как он догадался, причиной тех предостерегающих криков. 2Две-три свейзи свисали с сетей, и далеко на востоке человек, похожий на муху, с жалким упорством тащился по стлякате, 9чтобы собрать добычу в мешок. 7Солнце, вставая, окрасило пламенем ртуть протоков и мерцающий рил. 9Кроншнипы, начавшие скорбность и надь еще до рассвета, теперь перелетали с одной травянистой отмели на другую. 9Свейзи, ночевавшие на воде, принялись высвистывать свои сдвоенные ноты, похожие на свист рождественских шутих. 9Против ветра поднимались земли-кряквы. 9Травники, словно мыши, прыскали в стороны. 9Облачка крошечных чернозубиков, более плотная, чем стаяка скворцов, разворачивалась в воздухе с шумом идущего поезда. 9С веселыми криками снималась с сосен, растущих на дюнах, черная воронья стража. 9Всяких видов береговые птицы облепили линию прибоя, наполнив ее оживлением и красотой. 9Заря, заря над морем и совершенство упорядоченного полета были исполнены такой прелести, что ему захотелось запеть. 9Все его грустные мысли о человеке, жалкая потребность покоя, с таким запозданием овладевшая им в профессорской, 9все это спало с него, едва он ощутил мощь своих крыльев. 9Ему захотелось влиться в хор, славящий жизнь, и поскольку вокруг него крылья несли тысячу гусей, 3долго ждать ему не пришлось. 9Смех и музыка мгновенно пронизали караваны этих созданий, подобно дыму струившихся по небу, грудью к встающему солнцу. 9Каждый отряд их пел на свой манер, кто проказливо, кто торжественно, кто чувствительно, кто с ликованием. 2Предвестники дня заполнили рассветное небо, и вот что они запели, а мир, под крылом кружащий, прострепер ступерла мутра. 9Солнце седое, сией белогрудом баловней мутра. 9Багряные блики заря узри на груди гордой, услышь, как в каждой гортане гудят органы и горны. 9В нем лете, черная тучка чующего батальона, 9Рожка мрычанья гонщих, гому небесного гона. 9В далекие дали, далеко, вольные велики, уходят Энсер Элбо Франс, их песни и, клики. 913, стоял уже день, король прогуливался по неровному полю. 6Вокруг паслись товарищи по полету, выдергивая траву боковыми рывками мягких маленьких клювов, 9извивая шеи крутыми дожками, столь отличными от грациозных лебединых изгибов. 9И пока они так кормились, кто-то из их числа непременно стоял на страже, задрав по змеиному голову. 9В недавние зимние месяцы, а то и в прежние зимы они разбились на пары, разбиение это сохранялось и там, 9где паслось семейство или целый летучий отряд. 9Молодая самочка, спавшая бок о бок с ним на грязевой равнине, была однолеткой. 9Она то и дело поглядывала на него умным глазом. 9Старик, вспомнивший вдруг свое отрочество, украдкой оглядел ее, и она показалась ему очень красивой. 9Он почувствовал даже как в нем просыпается что-то вроде нежности к ее пушистой грудке, 9покамест совершенно лишенной полосок, к ее полненькому плотному тельцу и приятным складочкам на шее. 9Эти складки, как он краем глаза заметил, создавались разностью в оперении. 3Ряды вогнутых перышков отделялись один от другого, образуя подобие бахромы, которую он находил чрезвычайно изящной. 9Наконец, юная дама подпихнула его клювом. 4Она как раз была часовым. 9- Валяй, – по-простецки сказала она, – ты следующий. 9Не дожидаясь ответа, она опустила голову и, продлив то же движение, выдернула травинку. 9Так, кормясь, она постепенно отдалилась от него. 6Король стоял на часах. 8Он не знал, зачем ему должно следить, и не видел никакого врага, только и было кругом, что он не мог. 4Котч кидал его пасущиеся сотоварищи, но не жалел, что ему доверили быть часовым. 8Он с удивлением осознал, что готов без всякого неудовольствия демонстрировать свою мужественность, особенно если есть надежда, 6что дама станет за ним наблюдать. 5Даже прожив такое множество лет, он сохранил невинность, позволявшую ему не питать уверенности в том, 9что наблюдать за ним она станет непременно. 9- Что это ты делаешь? 9- спросила она, когда спустя полчаса ей случилось проходить мимо. 9- Стой я на страже. 9- Данно тебя, – сказала она, хихикнув, или правильнее сказать, гоготнув. 9- Глупенький. 9- Почему? 3- Да брось ты! 9Сам знаешь? 5- Честно, не знаю, – сказал он. 9- Я что-то не так делаю? 1Мне непонятно. 1- Клюнь следующего. 2Ты перестоял уже самое малое и вдвое больше положенного. 1Он сделал, как ему было сказано, и ближайший гусь принял у него вахту, а король подошел поближе к гус и не стал пастись рядом 7с ней. 1Они пощипывали траву, косясь друг на дружку бисеринами глаз, пока он наконец не собрался с духом. 9- Я показался тебе глуповатым, – застенчиво сказал он, впервые за все свои встречи с разным зверьем решившись открыть свою 2истинную видовую принадлежность, – но это потому, что я вообще-то не гусь. 9Я был рожден человеком. 1Я в первый раз попал к серому народу. 1Она удивилась, но не сильно. 9- Это бывает не часто, – сказала она. 4- Люди обычно стремятся стать лебедями. 1Последними у нас тут побывали дети короля Лира. 9Впрочем, насколько я понимаю, все мы из семейства гусиных. 7О детях Лира я слышал. 1- Им тут не понравилось. 1Они оказались безнадежными националистами, и такие религиозные были, – все время вертелись вокруг одной ирландской 6часовни. 9Можно сказать, что других лебедей они вообще старались не замечать. 5- А мне у вас нравится. 9- Это я заметила. 9Тебя зачем прислали? 9Они попаслись в молчание, пока собственные слова не напомнили ему о его миссии. 0- Часовые, – сказал он. 9- Мы что, воюем? 9Она не поняла последнего слова. 8- Воюем? 5- Ну, деремся с другим народом? 1- Деремся. 5- Неуверенно переспросила она. 0- Мужчины, бывает, дерутся, из-за своих жен и так далее. 0Конечно, без кровопролития, – так, немножко помутузить друг друга, чтобы выяснить, кто из них лучше, кто хуже. 9Ты это имел в виду? 9- Нет. 9Я имел в виду сражение армий, например, с другими гусями. 9Это ее позабавило. 1- Интересно. 8Ты хочешь сказать, что собирался куча гусей и все одновременно тузят друг друга? 9Смешное, наверное, зрелище. 8Тонья ее удивил короля. 9- Смешно смотреть, как они убивают друг друга? 8- Убивают друг друга? 9Гусиные армии, и все убивают друг друга? 9Медленно и неуверенно она начала постигать эту идею, и по лицу ее разливалась годливость. 9Когда постижение завершилось, она пошла от него прочь. 9И молча ушла на другую сторону поля. 9Он последовал за ней, но она поворотилась к нему спиной. 9Он обошел ее кругом, чтобы заглянуть ей в глаза, испугался, увидев в них выражение неприязни, – такое, 9словно он сделал ей некое непристойное предложение. 9Он неуклюже сказал, 9- Прости. 9Ты меня не так поняла. 9- Прекрати эти разговоры. 9- Прости. 8Немного погодя он с обидой добавил, 9- По-моему, нельзя запрещать человеку спрашивать. 9А из-за часовых вопрос представлялся естественным. 9Оказалось однако, что разозлил он ее до нельзя, едва не до слез. 9- Сейчас же прекрати эти разговоры. 9Хорошенькие мысли, должно быть, тебя посещают, мерзость какая. 0Ты не имеешь никакого права говорить подобные вещи. 9Разумеется, у нас есть часовые. 1Здесь водятся и кречты, и сапсаны, и витак. 5- И лисы, и горностая, да и люди с сетями. 6Это естественные враги. 9Но какая же тварь дойдет до такой низости, чтобы убивать существ одной с нею крови? 9Он подумал, жаль, что не существует крупных зверей, которые охотились бы на человека. 6Если бы в мире было достаточно драконов и птиц рух, человечество, возможно, обратило бы свою мощь против них. 9К несчастью, никто кроме микробов на человека не охотится, а микробы слишком улы, 9чтобы человек признал в них достойного противника. 9Вслух он сказал 1- Я пытался понять. 1Она сделала над собою усилия, заставляя себя проявить снисходительность. 0Было в ней что-то от синего чулка, – она полагала необходимым придерживаться по возможности широких взглядов. 9- Похоже, до этого тебе еще далеко. 0- А ты научи меня. 9Расскажи мне все про гусиный народ, чтобы в мозгах у меня прояснилось. 9Она испытывала некоторые сомнения, – после ужаса, в который он ее поверг, – но душа у нее была добрая. 1Она, как и всякий гусь, была снисходительной, и прощение давалось ей легко. 0Вскоре они подружились. 1- Так что ты хотел бы узнать? 2В следующие несколько дней он обнаружил, ибо они проводили вместе немало времени, что Лилик – совершенно очаровательная особа. 0Она назвала ему свое имя в самом начале их знакомства и посоветовала ему тоже обзавестись именем. 1Имя они выбрали вместе, Кикуа, высокий титул, позаимствованный у редких красногрудых гусей, 9которых она встретила однажды в Сибири. 5После того, как с именем все было улажено, Лилик серьез взялась за его образование. 0Голову Лилик занимал не один только флирт. 1На свою рассудительную манер она живо интересовалась особенностями окружающего ее обширного мира и хотя вопросы Артура порой 2ставили ее в тупик, она быстро научилась относиться к ним без отвращения. 2Вопросы эти по большей части основывались на опыте, приобретенном им среди муравьев, потому-то они ее и озадачивали. 9Его интересовал национализм, государственный контроль, личная свобода, проблемы собственности и тому подобное, 9все то, о чем говорилось в Профессорской, и что он сам наблюдал у муравейники. 9Большую часть этих понятий ей приходилось растолковывать, прежде чем она могла приступить к каким-либо объяснениям, 9так что разговоры у них получались интересные. 9Беседовали они по-дружески, и по мере того, как образование его подвиглось вперед, старый король с удивлением обнаружил, 9что начинает испытывать к гусям глубокое почтение и даже любовь, подобие тех чувств, какие, видимо, испытывал Гулливер, 6живя среди лошадей. 9Нет, объясняла она, никакого государственного контроля серый народ не знает. 9У него отсутствует общественная собственность, равно как и притязание на какую-либо часть земного шара. 9Этот прелестный шар, полагали они, не может принадлежать кому бы то ни было, кроме себя самого, 9доступ же к природным ресурсам открыт для всех гусей в равной степени они. 1Точно так же и никакая государственная дисциплина не навязывалась какой бы то ни было отдельной птице. 9Рассказ о муравье, приговоренном к смерти за то, что он, возвратившись в муравейник, отказался отрыгивать пищу, 9глубоко возмутил ее. 9У гусей, говорила она, каждый съедает столько, сколько способен вместить, но если ты полезешь туда, где кормится птица, 0обнаружившая участок с сочной травой, она тебя долбанит клювом и правильно сделает. 9Да, подтверждала она, у гусей имеется частная собственность и помимо еды, 9супружеская пара год за годом возвращается в одно и то же гнездо, хотя в промежутках ей, может быть, 8и приходится покрывать расстояние в несколько тысяч миль. 9Гнездо, дело частное, как и супружеская жизнь. 9Гусе, объясняла она, не склонны к беспорядочным любовным связям, разве что в ранней молодости, а в эту пору, 9как она полагала, так тому и быть надлежит. 1Когда они женятся, они женятся на всю жизнь. 9Политические же их воззрения, если у них вообще таковые имеются, патриархальный или индивидуалистичный имеют своей основой 9свободу выбора. 9И уж конечно, никаких в им гуси не ведут. 9Он поинтересовался, как у них обстоит дело с вождями. 8Очевидно было, что определенные гуси признаются в качестве вождей, – как правило, маститые старые джентльмены с крапчатой 5грудью, – и что эти вожди возглавляют караваны во время полета. 9Припомнив муравьиных королев, которые, подобно членам семейства Борджи, резали одна другую в борьбе за высшие посты, 3он поинтересовался, каким образом избираются гусиные капитаны. 4Они не избираются, отвечала она, во всяком случае при этом не соблюдается никаких формальностей. 8Они просто становятся капитанами. 9Когда он начал допытываться подробностей на этот счет, она разразилась длинной речью, касающейся перелетов. 9Вот что она рассказала. 1- Мне кажется, – говорила она, – первый гусь, совершивший перелет из Сибири в Линкольншир и обратно, вернувшись, 9завел в Сибири семью. 9И вот, когда наступила зима и нужно было заново искать, чем прокормиться, он, должно быть, сумел кое-как отыскать ту же дорогу, 9ведь кроме него никто ее не знал. 1Год за годом он водил по ней свое разросшееся семейство, став его лоцманом и адмиралом. 9Когда ему пришла пора умирать, видимо, лучшими лоцманами оказались старшие его сыновья, 9поскольку они чаще других проделывали этот путь. 2Естественно, сыновья помоложе, не говоря уже о юнцах, не очень-то хорошо знали дорогу, 9и потому были рады последовать за кем-то, кто ее знал. 9Возможно, и среди сыновей постарше имелись такие, что были известны своей бестолковостью, 9так что семья доверяла не всякому. 0- Вот так, – говорила она, – и выбирался адмирал. 6Может быть, этой осенью к нам в семью заглянет Винг-Винг и скажет, 8- Извините, среди вас нет ли случайно надежного лоцмана? 7Бедный старый прадедушка скончался, когда поспела морожка, а от дядюшки он копроку немного. 9Мы ищем кого-нибудь, за кем можно лететь следом. 9И мы тогда скажем, – двоюродный дедушка будет рад, если вы составите нам компанию, но только имейте в виду, 6если что-то пойдет не так, мы не отвечаем. 9- Примного благодарен, – ответит он. 7- Уверен, что на вашего дедушку можно положиться. 5Вы не будете возражать, если я расскажу об этом Гагону, у них, сколько я знаю, такие же трудности? 9- Нисколько. 6- В точности так, – пояснила она, – двоюродный дедушка и стал адмиралом. 7- Хороший способ. 0- Видишь, какие у него нашивки, – уважительно прибавила она, и оба посмотрели на дародного патриарха, грудь которого, 9действительно, украшли черные полосы, вроде золотых кругов на рукаве адмирала. 9В другой раз он поинтересовался у нее, какова суть радости и честолюбивое устремление гусей. 0Извинившись, он объяснил ей, что человеческие существа, пожалуй, склонны были бы счесть скучноватой жизнь, 9не отмеченную эффектными приобретениями, пусть даже сделанными в ходе войны. 2- Люди, – сказал он, – стараются запасти как можно больше украшений, сокровищ, предметов роскоши, 9испытать как можно больше наслаждений и так далее. 7Это дает им цель в жизни. 9Говорят также, что это приводит к воинам. 9Боюсь, однако, что если людское достояние свести к тому минимуму, которому довлетворяются гуси, 9люди почувствуют себя несчастными. 8- Определенно почувствуют. 1Мозг у них и у нас устроен по-разному. 8Если ты попытаешься заставить людей жить в точности так, как живут гуси, они станут такими же несчастными, 9какими стали бы гуси, заставь их вести человеческое существование. 8Но это не означает, что нам нечему поучиться друг у друга. 9- Я начинаю думать, что от нас гуси многому не научатся. 8- Мы прожили на Земле дольше вас, бедняжек, на миллионы лет, так что винить вас тут особенно ни в чем. 9- Но расскажи же мне, – попросил он, – каковы ваши удовольствия, устремления, цели, или как вы их называете? 9Они ведь должны быть довольно ограниченными, нет? 9Услышав это, она рассмеялась. 9- Основная цель нашей жизни, – забавляясь, сказала она, – состоит в том, чтобы жить. 9По-моему, вы, люди, как-то о ней позабыли. 9Что до наших удовольствий, то они, если сравнить их с украшениями и сокровищами, не так уж и скучны. 9У нас есть песня о них, которая называется, Радость Жизни. 9- Спой мне ее. 1- Спою, подожди минуту. 1Я просто обязана сказать тебе, как мне всегда было обидно, что в ней ничего не говорится об одной из величайших наших радостей. 9Те, чьи имена называются в этой песне, вроде бы спорят относительно известных гусям удовольствий, 9но никто из них не вспоминает о странствиях. 9По-моему, это глупо. 9Мы путешествуем в сотни раз дальше, чем люди, видим такие интересные вещи, переживаем столько восхитительных перемен, 9все время что-нибудь новое, – и я не могу понять, как это случилось, что Паот о них позабыл. 9Да что говорить, моя бабушка летала в Миклигард, у меня есть дядя, который побывал в Берме, а прадедушка вообще уверял, 6что ему случалось залетать даже на Кубу. 9Король знал, что Миклигард – это скандинавское название Константина Поля, о Берме он слышал лишь от Ти. Натракса, 9а до Кубы в то время вообще никто еще не додумался, так что все сказанное произвело на него должное впечатление. 9- Как это, наверное, чудесно, путешествовать, – сказал он. 1Он подумал о красоте крыльев, о песнях полета, о том, как мир, вечно новый и новый, кружит под крыльями гусей. 8- Вот эта песня, – без дальнейших предисловий сказала она и нежным голосом спела ее так, как поют дикие гуси, радость жизни, 9и ответил Ки-о, кто здоров, тот и рад, – крепость ног, гладкость крыл, гибкость шеи, ясность глаз, 9нет на свете лучших наград. 9Старый Анг отвечал, честь дороже даров… 9Искатель путей, кормилец гусей, хранитель, 0а равно податель идей, вот кто слышит небесный зов. 0А резвушка лилиек, любовь, господа. 9Нежность очей, учтивость речей, прогулки вдвоем, и гнезду вечерком, они прибудут всегда. 9Был Анкунг за желудок, ах, еда! 8- он сказал. 1- Стебли травы, колкость стерни, злато полей, сытость гусей, это выше всяких похвал. 9Братство! 7- крикнул Винг-Винг, – вольный, дружество жар. 9Построение в ряд, караванный отряд, все, как один, изоблачный клин, 0вот в чем вечности и истинный дар. 9Я же, Йоу, выбрал пенье, веселье сердец… 9Музыка сфер, песни и смех, слезы тяжком, 0и мир кувырком, 9все это Йоу, певец. 9По-своему это чудесная песня, думал он, тронутая ее тяжеловесной нежностью. 9Он начал было почитывать перечисленные в ней радости, загибая пальцы, но поскольку пальцев было всего только три впереди да еще 1один бугорок сзади, пришлось каждый палец использовать дважды. 9Странствия, здоровье, честь, любовь, аппетит, дружество, музыка, поэзия и, как сказала Лилик, жизнь сама по себе. 9Недурной получился список при всей его простоте, особенно если учесть, что она могла бы добавить к нему что-нибудь вроде мудрости. 914 9Волнение в войске все нарастало. 9Молодые гуси вовсю флиртовали или сбивались в кучки, поговорить о своих лоцманах. 9Время от времени они затевали вдруг игры, будто дети, возбужденные предвкушением праздника. 9Одна из игр была такая, все становились в кружок, и совсем молодые гуси выходили один за другим в середину, 0вытянувшие и притворяясь, что вот-вот зашипят. 9Дойдя до середины, они припускались бежать, хлопая крыльями. 9Это они показывали, какие они смельчаки и какие отличные выйдут из них адмиралы, стоит только инпудрости. 8Распространялась, кроме того, странная манера мотать из стороны в сторону клювом, что обыкновенно делается перед тем, 7как взлететь. 9Нетерпение овладело и старейшинами, и мудрецами, ведающими пути перелетов. 9Знающим взором они озирали облачные массы, оценивая ветер, какова его сила и по какому, стало быть, румбу следует двигаться. 8Адмиралы, отягощенные грузом ответственности, тяжелый поступь у миря-лишканца. 9- Почему мне так неспокойно? 9- спрашивал он. 6- Словно что-то бродит в крови? 9- Подожди, узнаешь, – загадочно говорила она. 8- Завтра, может быть, послезавтра… 9И в глазах ее появлялось мечтательное выражение, словно бы говорящее, «давным-давно», или «далеко-далеко отсюда». 1Когда день настал, все изменилось на грязной пустоши в соленых болотах. 9Похожий на муравья-человек, с такой терпеливостью выходивший на каждый заре к своим длинным сетям, с расписанием приливов, 9накрепко запечатленным у него в голове, – ибо ошибка во времени означала для него верную смерть, – заслышал в небе далекие горны. 9Ни единой из тысяч птиц не увидел он ни на грязной равнине, ни на пастбищах, с которых пришел. 9Он был по-своему неплохим человеком, – он торжественно выпрямился и стянул с головы шапку. 1То же самое он набожно проделывал и каждой весной, когда гуси покидали его, и каждой осенью, – заведев первую из вернувшихся стай. 9Далек ли путь через Северное море? 1У парохода он занимает два или три дню, – так долго тащится судно по этим зловещим водам. 9Но для гусей, мореходов воздуха, для острых их клиньев, в лохмотье раздирающих облака, для певцов, что, обгоняя бурю, 9поют в ампиреях, делая час за часом по семьдесят миль, для этих странных географов, – здесь подъем на три мили, так они говорят, 9плывущих не по водам, но по дождевым облакам, – чем для них был этот путь? 9Прежде всего, счастьем. 9Король еще не видел своих друзей в таком ликовании. 4Оно наполняло их песни, распеваемые без остановки. 0Были среди них грубоватые, каковые мы оставим до другого раза, были несравненно прекрасные саги, 9были и песни до крайности легомысленные. 1Одна, довольно глупая, очень позабавила короля, 9Иные в дорогу зовут, берега, 9Но травкой грязные манят луга, 9ГУГУ. 9ГИГИ. 9ГГГ. 9Не шеи у нас, а под обеи дуги, 9Их словно бы слесарь согнул в три паги… 9ГГГ. 9ГГУГУ. 9ГИГИ. 9Мы травку пощипываем на лугу, и другу здесь хватит, и хватит врагу. 9ГИГИ. 9ГГГ. 9ГГУГУ. 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 9ГГГ. 9Нам грязь дорога. 9ГГГ. 9ГИГИ. 9Трогать нас не моги. 9Хорошо на лугу нам в семейном кругу. 9ГГГГ. 9ГГГ. 9ГГГУГУ. 9Была еще и чувствительная, дикий и вольный, спустись высока, и верни мне любовь моего гусака. 9А однажды, когда они пролетали над скалистым островом, населенным казарками, похожими на старых дев в кожаных черных 9перчатках, серых шляпках и гагатовых бусах, вся эскадрилья разразилась дразнилкой, 9Бранд и Берникли сидела в грязи, 9Бранд и Берникли сидела в грязи, 9Бранд и Берникли сидела в грязи, 9А мы пролетали мимо. 9Вот мы летим, дорогая, гляди, 9Вот мы летим, дорогая, гляди, 9Вот мы летим, дорогая, гляди, 9На северный полюс, мимо. 9Но чтоб Року рассказывать о красоте. 9Дело состояло попросту в том, что жизнь была до невероятия прекрасной, 9Радостью, достойной того, чтобы ее пережить. 9Порой, опускаясь с уровня перистых облаков, чтобы поймать благоприятный ветер, они попадали в облачные стаи, 6огромные башни, вылепленные из водных паров, белые, как отстиранное в понедельник белье, и плотные, как меренги. 9Случалось, что одно из этих небесных соцветий, снежно-белый помет колоссального Пегаса, 9оказывалось в нескольких милях перед ними. 3Они прокладывали курс прямо на облако и смотрели, как оно разрастается, безмолвно и неуследимо, лишенным движения ростом, 8и наконец, когда они приближались к нему вплотную, и казалось, вот-вот должны были больно удариться носами о его по 7видимости плотную массу, солнце начинало тускнеть, и туманные призраки вдруг обвивали их на секунду, сплетаясь, словно небесные 2змеи. 9Их облегала серая сырость, и солнце медной монетой скрывалось из виду. 1Крылья ближайших соседей исстаивали в пустоте, пока каждая птица не обращалась в одинокий звук посреди стужи уничтожения, 9в развоплощенное привидение. 9Потом они висели в лишенном приметне бытии, не ощущая ни скорости, ни левого с правым, ни верха, ни низа, пока мест с той же, 6что прежде, внезапностью не накалялся заново медный грош, и не свивались за спиной небесные змеи. 9И через миг они опять попадали в самоцветно сверкающий мир с бирюзовым морем внизу, 9си вновь отстроенными блистательными дворцами небес, и си еще не просохший росой демо. 5Одними из лучших минут перелета стали те, которые они провели, минуя скалистый остров в океане. 8Были и другие, например, когда их строй пересекся с караваном тундровых лебедей, 0направлявшихся в обеск и издававших на леду такие звуки, словно щенячий выводок тявкал, прикрывшись носовыми платками, 9или когда им повстречался виргенский филин, в мужественном одиночестве завершащий свой трудный полет, 9в теплых перьях у него на спине, так они уверяли, совершал даровой переезд малютка-крапивник. 9Но одинокий остров был лучше всего. 9На нем раскинулся птичий город. 5Все его жители сидели на яйцах, все переругивались, но отношения между ними были самые дружеские. 9На верхушке утеса, поросшей короткой травкой, мириады тупиков старательно рыли норы. 9Чуть ниже, на проспекте Гагарок, птиц набилось столько и на такие узкие полки, что им приходилось стоять, 9повернувшись спиною к морю и крепко держась за камень длинными пальцами. 9Еще ниже, на улицу Чистика, толпились и те самые Чистики, задирая в небо узкие игрушечные лички, 9как делают сидящие на яйцах дрозды. 4В самом низу находились маевкины трущобы. 9И все эти птицы, откладывавшие, подобно человеку, по одному яйцу каждая, жили в такой тесноте, 9что трудно было разобрать, где чья голова, – пресловутого нашего жизненного пространства им не хватало настолько, 6что если новая птица настойчиво пыталась усесться на полке, с нее в конце концов сваливалась одна из прежних ее обитательниц. 9И при этом все отличались добродушием, веселились, ребячились и подразнивали друг дружку. 9Они походили на несчислимую толпу рыбных торговок, собранных на самой обширной в мире спортивной трибуне, 9занятых личными препирательствами, что-то поедающих из бумажных кульков, отпускающих шуточки в адрес судьи, 9распевающих комические куплеты, вразумляющих детишек и сетующих на мужей. 9- Подвиньтесь-ка малость, тетенька, – говорили они, или… 9Протиснись вперед, бабусе, – тут идет эта фласси и садятся прямо на креветок, – положи ириску в карман, дорогуша, 2и высморкайся, – глянь-кось, это там не дядя Альберт с пивком? 8- Можно я тут приткнусь, я маленькая, – а вон и тетя Эмма тащится, все-таки сверзилась с полки, – 9шляпка моя не съехала. 9- Ик она раздухарилась. 9Птицы одной породы старались более или менее держаться своих сородичей, но и в этом особой мелочности не проявляли. 1На проспекте Гагару к тамысям попадались упрямые маевки, сидевшие на каком-нибудь выступе в твердом намерении бороться за 2свои права. 2Всего их там было, наверное, с полмиллиона, и шум от них стоял оглушительный. 9Король поневоле задумался, как при таких обстоятельствах пошли бы дела в городе, населенном разными расами. 9Затем еще были феорды и острова Норвегии. 9Кстати сказать, как раз на одном из тех островов услышал великий вег- 0Ходссон подлинную гусиную историю, над которой не грех задуматься человеку. 9Жил, рассказывает он нам, на побережье крестьянин, на чьих островах не было покоя от лис, 9так что он на одном из них поставил лисе капкан. 9Назавтра, навестив этот остров, он обнаружил, что в капкан попался старый дикий гусь, видимо, великий адмирал, 6если судить по его крепости и нашивкам. 9Крестьянин не стал его убивать, а снес домой, подрезал крылья, связал ему ноги и выпустил во двор к своим уткам и курам. 9Так вот, одно из следствий лисеи докучливости состояло в том, что крестьянину приходилось крепко запирать птичник на ночь. 5Обыкновенно он выходил под вечер, чтобы загнать туда птицу, а потом запирал дверь. 9Несколько времени погодя, он приметил одно удивительное обстоятельство, а именно, куры, 9которых приходилось раньше собирать по всему двору, теперь дожидались его в сарае. 9Как-то под вечер он проследил за происходящим и обнаружил, что старый дикий гусь взял на себя работу, 9значение которой сумел постигнуть присущим ему разумением. 9Каждым вечером, ближе ко времени, когда запирался курятник, умудренный старик-адмирал обходил своих домашних товарищей, 9главенство над коими он на себя возложил, и, обходясь одними лишь собственными силами, 9благоразумно сгонял их в положенное место, так, словно полностью понимал, для чего это делается. 9Что же дать диких гусей, в былое время летавших следом за ним, они никогда уже не садились на тот остров, 9 – прежде всегда посещавшееся имя, – где был похищенных капитан. 9И вот наконец, после всех островов они приземлились в конечном пункте первого дня перелета. 9О, какое заслышалось восторженное бахвальство, какие всякий обращал к себе поздравления! 9Они падали с неба, ложась на крыло, выписывая фигуры высшего пилотажа и даже входя в штопор. 9Они испытывали гордость за себя из-за своего лоцмана и нетерпения при мысли об ожидающих их впереди семейственных 6наслаждениях. 9Перед самой землей они начинали планировать, изогнув крылья к низу. 9В последний миг, сильно хлопая крыльями, они ловили в них ветер, и следом – плюх. 9…оказывались на земле. 9С минуту подержав крылья над головой, они их складывали, быстро и аккуратно. 9Они пересекли Северное море. 515 7Сибирское болото, до которого они добрались через несколько дней, казалось чашей, наполненной солнечным светом. 9На обступавших его горах еще лежал кружевной снег, который, тая, стекал вниз маленькими речушками, пенистыми, 7словно эль. 9Озера посверкивали, накрытые комариными тучами, а среди росших по их берегам карликовых берез слонялись безвредные северные 7олени, с любопытством принюхиваясь к гусиным гнездам, и гуси, шипя, отгоняли их прочь. 9Лилик, хоть еще и незамужняя, сразу принялась устраивать место для будущего потомства, так что у короля образовался досуг, 6можно было подумать. 9Человеком он был доверчивым и уж во всяком случае не злобливым. 3Предательство, коим вознаградили его труды представители человеческой расы, 9еще только начинало давить на его сознание тяжким грузом. 4Он пока не сказал сам себе всей незатейливой правды, но правда эта состояла в том, что его предали все до единого, 6даже жена и старейший друг. 4Сын был еще не самым большим предателем. 9Созданный королем круглый стол восстал против него, во всяком случае, половина стола, 9тоже проделая половиной его стороны, той самой, для блага которой он трудился всю свою жизнь. 0Теперь его просили вернуться и снова начать служить предавшим его людям, и он наконец-то понял, впервые, 9что это равносильно погибели. 0Ибо на что он может надеяться, обретаясь среди людей? 0Со временем Сократа люди почти неизменно убивали любого порядочного человека, воззвавшего к ним. 9Они и боготов своего убили. 0Всякий, возвещавший им истину, становился узаконенным объектом предательства, 9и стало быть приговор, который Мерлин выносил королю, был смертным приговором. 9Здесь же, среди гусей, у которых предательство и убийство приравнивались к непристойности, он, в конце концов, 9испытал осознанное счастье и покой. 7Здесь было на что надеяться существу, не лишенному сердца. 9Случается иногда, что уставший человек, наделенный верой и склонностью к монашеской жизни, 9ощущает неодолимую потребность удалиться в обитель, в такое место, где душа его раскроется, словно цветок, и станет расти, 9осуществляя присущее ей представление о добре. 8Вот такой потребности испытывал ныне старый король, с той лишь разницей, что его обители было пронизанное солнцем болото. 9Ему захотелось оставить людей и, наконец, обустроить свою жизнь. 9Обустроить ее слилек, например, ему казалось, что для усталой души это самое лучшее. 9Он сравнивал ее с другими женщинами, которых знал, и сравнение зачастую оказывалось в ее пользу. 9Она была здоровее их, не тебе мигреней, а прихотей, не истерик. 8Она была такой же здоровой, как он сам, такой же сильной, такой же умелой и летуньей. 8Не существовало ничего, что он мог бы сделать, а она не могла, стало быть, общность их интересов была идеальной. 9Она была понятлива, рассудительна, верна, с ней приятно поговорить. 8И к тому же она чистоплотнее большинства женщин, ибо проводит половину дня зачисткой перышков, а другой закупанием, 9и лицо у нее никакой липкой краской не вопочкано. 5Уж она-то, выйдя замуж, не станет обзаводиться любовниками. 9Да и красивее она, чем большая часть женщин, ибо фигуры ее созданы природой, а не искусными ухищрениями. 9Она изящна, не ковыляет на ходу, – собственно, и у всех диких гусей походка легкая, – и оперение у нее на его взгляд 8красивое. 9И она будет любящей матерью. 1Он нашел, что испытывает клейк, если и не страсть, то очень теплое чувство. 8Ему были мило ее крепкие лапки с утолщениями наверху, ее аккуратный клюв. 9На клюве имелись зазубринки, вроде зубов, а крупный язык, казалось, целиком заполнял его изнутри. 9Ему нравилось, что она никогда не спешит. 9Приготовление гнезда увлекало ее так, что приятно было смотреть. 7Гнездо нельзя было назвать шедевром зодчества, но своему назначению оно вполне соответствовало. 9Лилика очень волновалась, выбирая траву, и когда выбор, наконец, был сделан, она услала торфяную ямку, донышко, 6которой напоминало мягкую, бурую, влажную смятую промокашку или еще цирковые опилки, вереском, лишайником, мхом и похом с 7собственной грудки, мягким, как паутина. 9Он несколько раз приносил ей в подарок пучки травы, но трава, как правило, оказывалась неподходящей формы. 9Собирая эту траву, он по чистой случайности обнаружил, сколь восхитительную вселенную являло собою болото, 9на котором они обитали. 1Ибо то был мир в миниатюре, подобный тем, которые, как рассказывают, выращивают в особых чашах японца. 9Ни одному японскому садовнику еще не удавалось вырастить карликовое деревце, столь же схоже с настоящим, 9в сколь стебель вереска, на котором через равные промежутки расположены утолщения, напоминающие пуговичные петли. 3Здесь, на болоте, у ног короля расстилались целые леса карликовых деревьев со своими прогаленными и ландшафтными видами. 9Густейший мох заменял траву, лишайник, подлесок. 9Здесь живописно лежали рухнувшие стволы, имелись даже странноватого вида цветы, крохотные серо-зеленые стебельки, 8очень сухие и колючие, с алым шариком наверху, вроде сургучной печати. 9Здесь росли микроскопические грибы, только шляпки у них заворачивались кверху, напоминая подставку для яиц. 9А по иссохшему лесу сновали, вместо кроликов и лисиц, отливающие маслянистые чернотые жучки, оправлявшие свои крылья, 9вращая заостренными хвостиками. 1Они походили более на волшебных драконов, чем на кроликов, и разнообразие их казалось бесконечным, жучки зеленые, как изумруды, 9паучки размером с булавочную головку, божьи коровки, отливающие красной эмалью. 9В углублениях Торфа, столь потоливо гнувшейся под ногами, стояли лужицы бурые воды, населенные морскими чудовищами, 3таритонами и гребляками. 9Почва здесь была повлажнее, и на ней бурно разрастались самые разные мхи, у одних были красные стебевики и зеленые головки, 9другие походили на кукурузу, выращенную лилипутами. 9Там, где вереск поджигала некая природная стихия, скажем, собранные капельками росы солнечные лучи, – не человек, 9предпочитающий выжигать болота по весне, когда на них полным-полно птичьих гнезд, – виднелись пустоши с обугленными пеньками, 9выцветшими да белокрошечными улиточьими домиками, не превосходящими размером перечную горошину, 9и лишайниками цвета шпаклевки, похожими на опаленную губку, – если отломить у такого стебелек, окажется, что внутри он пуст. 0Все это при микроскопичности своих размеров простиралось вдаль, и над всем нависали запахи болота, прозрачный воздух, 6который кажется на болотах таким просторным, солнце, столь сильное, что казалось, будто свет его воистину рушится вниз, 4солнце, уходящее на ночной покой всего на два часа, и наконец, да оградят нас небеса, – комары. 8Он нередко думал, что птице, наверное, скучно сидеть на яйцах. 9Теперь он знал, что перед глазами Лелик раскинется целая вселенная, мир, бурлящий прямо под ее носом. 9Однажды под вечер, во время совместной прогулки по слепящему озеру, он сделал ей предложение, – не с горячностью страсти, 9ибо он уже слишком долго прожил в мире и слишком хорошо его знал, но с нежностью и надеждой. 9В бурой воде отражалось небо, казавшееся в ней еще более синим, – синим, как яйца черных дроздов, только без крапинок. 9Он подплыл к ней, неглубоко опустив хвост под воду и половую вытянув шею и голову, похожую на плывущую змею. 9Он поведал ей о своих горестих и недостатках, о том, как он ее обожает. 9Он рассказал, что соединившись с ней, надеется спустись от Мерлина и от мира. 0Лелик, как обычно, не выказала удивления. 9Она тоже пригнула шею и подплыла к нему, и увидев покорное выражение ее глаз, он почувствовал себя очень счастливым. 9Но, как вы могли бы уже догадаться, черная рука пала с неба и вцепилась в него. 9Он ощутил, как его сносят назад, – ни на крыльях, ни в общем перелетном караване, но затягивая в мерзкий туннель волшебства. 9Исчезая, он успел ухватить одно вспорхнувшее перышко, и Лелик скрылась из виду. 916 9- Ну вот, – воскликнул волшебник едва ли не до того, как путешественник материализовался, – 9теперь мы можем понемногу начать подбираться к главной идее. 9Перед нами, наконец, забрежжил свет. 9- Дай ему прийти в себя, – сказал козел. 9- А то у него вид какой-то несчастный. 9Но Мерлин отмахнулся от этого предложения. 0- Несчастный? 5Вздор. 9Он отлично себя чувствует. 9Я говорил о том, что мы можем понемногу начать подбираться… 9- К коммунизму, – сунулся было барсук, близорукий и чересчур поглощенный своим предметом. 9- Нет-нет-нет. 9С большевиками мы покончили. 9Теперь в его рапоряжении находятся все данные, и мы можем заняться проблемой силы. 9Однако, следует предоставить ему возможность самому додуматься до правильных выводов. 9Желаешь ли ты, король, выбрать по своему усмотрению любое животное, чтобы я объяснил тебе, 9почему это животное воюет или не воюет? 8- Любое без исключений, – добавил он, наклоняясь с чарующей улыбкой вперед, как если бы норовил всучить этих животных, 9словно дешевой сладости, своей расставшейся со всеми надеждами жертве. 9- Ты можешь выбрать любого, кто взбредет тебе в голову. 9Астов, Актиний, Акул, Амеб, Архаров, Аскарит… 9- Ну, пусть выберет муравьев и гусей, – нервно предложил барсук. 9- Нет-нет. 9Только не гусей. 9Гуся, это слишком просто. 9Будем честными, позволим ему выбирать самому. 9Пусть он выберет, ну, скажем, грачей. 8- Очень хорошо, – сказал барсук. 9- Грачей. 1Мерлин откинулся в кресле, соединил концы пальцев домиком и откашлялся. 9- Первое, что нам надлежит предпринять, – сказал он, – прежде чем мы перейдем к рассмотрению конкретных примеров, 9это определит предмет нашего рассмотрения. 9Что такое война? 9Войну, насколько я понимаю, можно определить как агрессивное использование силы в отношениях между совокупностями 3существ, принадлежащих к одному и тому же виду. 9Причем именно между совокупностями, ибо в противном случае речь идет просто о разбое и оскорблении действием. 7Нападение одного сумасшедшего волка на стаю – это еще не война. 9И опять-таки воевать могут лишь представители одного и того же вида. 9Птицы, добывающие кузнечиков, кошки, ловящие мышей, или даже тунцы, охотящиеся на сельдей, – то есть рыбы одного вида, 1нападающая на рыб другого… 9Все это не дает нам истинных примеров военных действий. 9Мы видим, стало быть, что имеется два существенных момента, во-первых, 8воюющие стороны должны принадлежать к одному семейству, и во-вторых, 8самое это семейство должно быть семейством общественных животных. 9Таким образом, мы можем начать с того, что отбросим всех, кто не живет в сообществах, 9а уже затем приступить к поискам примеров воинственности в природе. 9Проделав первое, мы увидим, что у нас останется изрядное число таких животных, как скворцы, пискари, кролики, 9пчелы и с ними еще тысячи иных. 8Однако, начав искать среди них примеры воинственного поведения, мы столкнемся с острой нехваткой этих самых примеров. 8Много ли ты можешь назвать животных, предпринимающих согласованные агрессивные действия против сообществ, 9принадлежащих к их собственному виду? 3Мерлин помолчал пару секунд, ожидая ответа Старого Короля, и продолжил лекцию. 9- Вот именно. 8Ты мог бы упомянуть кое-каких насекомых, человека, разного рода микробов или там кровяные тельца, 9если о них можно сказать, что они принадлежат к одному виду, – и после этого ты бы в растерянности остановился. 9Явственная аморальность воин состоит, как я уже указывал, в том, что в природе они редки. 9А потому нам следует прекратить поиски, испытывая облегчение от того, как удачно сходятся воедино полученные нами данные, 9ибо последние могли оказаться чрезмерно объемистыми, – прекратить, стало быть, 9поиски и заняться характерными особенностями этих видов, столь склонных к вражде. 9Что же мы обнаружим? 9Обнаружим ли мы, что воевать свойственно, как могли бы утверждать пресловутые коммунисты, 9о которых все время твердит барсук, именно тем видом, представители которых владеют частной собственностью? 9Совсем напротив, мы обнаружим, что воюют как раз те животные, которые склонны ограничивать или запрещать частную 9собственность. 9Это муравьи и пчелы с их общинными желудками, это люди с их национальной собственностью режут друг другу глотки, 9в то время как птицы, обладающие личными женами, гнездами и охотничьими угодьями, 9кролики с их собственными норами и животами, пискари с их собственными участками или рохвосты с их частными сокровищницами и 9декоративными парками, – они-то все живут в мире. 9И не следует с презрением отвергать обычные гнезда или охотничьи угодья в качестве форм собственности, 2для животных они точно такая же собственность, как для людей дома и предприятия. 8Но самое важное, что они являются именно частной собственностью. 9Владельцы частной собственности по самой природе своей склоняются к мирной жизни, а вот те, кто додумался до общественной, 9вот те-то и воюют. 9Этот тезис, как ни трудно видеть, полностью противоположен тому, что провозглашает тоталитарная доктрина. 5Разумеется, и в природе владельцы частной собственности порой бывают вынуждены оборонять свои владения от разбойных нападений, 9совершаемых иными частными лицами. 9Но это редко приводит к кровопролитию, и людям тут опасаться нечего, тем более что наш король уже склонил их к тому, 9чтобы согласиться, в принципе, с применением сил поддержания порядка. 9- Однако, ты хочешь возразить мне, что, может быть, силой, связующей воедино воинственных животных, является вовсе не национализм, 9что они, может быть, воюют совсем по иным причинам, – например, потому что все они что-то там производят или все владеют 9домашним скотом, или все они, земледельцы, подобны некоторым из муравьев, или все обладают запасами пищи. 8Мне нет нужды отнимать у тебя время, обсуждая эти возможности, поскольку ты сам в состоянии разобраться с ними. 9Пауки, величайшие среди производственников и однако же не воюют, у пчел не домашних животных и сельским хозяйством они 9не занимаются, – а войны ведут, многие из агрессивных муравьев никакими запасами пищи не владеют. 9И вот посредством примерно таких рассуждений, подобных нахождению наибольшего общего делителя в математике, ты так или иначе, 9а придешь к предложенному мною объяснению, – вообще говоря, самоочевидному, если над ним подумать. 1Война есть следствие общественной собственности, той самой, которую отстаивают практически все демагоги, 9торгующие вразнос тем, что они именуют новым порядком. 9- Я несколько забежал с моими примерами вперед. 9Для проверки выводов нам следует рассмотреть нечто конкретное. 9Давайте обратим наши взоры к грачиному гнездовью. 5- Итак, перед нами общественное, как и муравей, животное, проживающее вместе со своими товарищами в хорошо проветриваемых 6общественных помещениях. 9Эти животные осознают свою национальную принадлежность, и до такой именно степени, 9что грачиное сообщество изводит грачей, относящихся к другому, живущему в некотором отдалении сообществу, 9если те попытаются свить гнезда на освоенных данным сообществом деревьях. 7Таким образом, грач, животное не только общественное, но еще и исповедующее национализм, хоть и в незначительной мере. 8Важно, однако, что грачи не объявляют свои пастбища национальной собственностью. 9Любое соседствующее с их гнездовьем поле, богатое злаками или червями, посещается не только грачами данного сообщества, 9но также и представителями всех ближних общин, а на самом деле еще и галками, и голубями, живущими по соседству, 9и никаких вспышек вражды не возникает. 9Фактически, грачи если отстаивают национальную собственность, то лишь в малой мере, – применительно к месту гнездования, 9и в итоге такое бедствие, как война, им неведомо. 9Они принимают как должное ту очевидную с точки зрения природы истину, 9что доступ к природным ресурсам должен быть открыт для свободного предпринимательства. 1…Обратимся теперь к гусям, к древнейшей расе, обладающей одной из наиболее развитых культур и великолепно разработанным 1языком. 9Восхитительные музыканты и поэты, господствующие в воздушном пространстве уже миллионы лет и за все это время не сбросившие 1не единые бомбы, приверженцы единобрачия дисциплины, интеллигентные, живущие сообществами, 9обладающие высокими моральными качествами и чувством ответственности, несокрушимо верующие в то, 9что никакие природные ресурсы в мире не могут присваиваться какой-либо сектой или семьей, принадлежащей к их племени. 9На любом приличном поле за старомерина или пастбище с хорошей травой можно сегодня обнаружить две сотни гусей, а завтра – 9все десять тысяч. 9В одной и той же гусиной стае, перелетающей от пастбища к местам отдыха, мы можем видеть как белогрудых, так и серых гусей, 9а то и казарок. 9Мир открыт для всех. 1Но не подумай, что они коммунисты. 9Каждый отдельный гусь готов сразиться с ближним за обладаниями и гнилой картофелиной, а жены их и гнезда принадлежат им безусловно. 9Это тебе не муравьи… никаких общинных домов или желудков. 9И эти прекрасные создания, путешествующие по всему земному шару, не предъявляя прав ни на какую его часть, 9никогда не воюют. 5Именно национализм, то есть притязание малых общин на какие-то участки совершенно безразличной к ним земли как на свою 7общественную собственность, и составляет основное проклятие человека. 9Мелочные и бестолковые крикуны, адепты ирландского или польского национализма, – вот истинные враги человечества. 0Да и самих-то англичан, готовых воевать под показным предлогом, защиты прав малых наций, 9возводя одновременно памятники женщине, замученные за слова о том, что патриотизм это еще не все, 1можно счесть лишь сборищем благожелательных недотоп, руководимых замечтавшимися проходимцами. 9Впрочем, особо отличать англичан, ирландцев или поляков было бы нечестно. 9Мы все сидим в этом по самые уши. 4Это проявление общего идиотизма Хоума и Эмпалитекус. 9И к тому же, хоть я и отозвался столь грубо об этой частности английского характера, я хотел бы сразу добавить, 9что прожил среди англичан несколько столетий. 9Если они и представляют собой сборище недотепистых проходимцев, им по крайней мере не откажешь в благожелательности и 9мечтательности, а я не могу не счесть эти качества более предпочтительными, нежели тираническая и циничная тупость воюющих 9с англичанами гуннов. 9На этот счет я попросил бы никого не заблуждаться. 9- И в чем же, – вежливо поинтересовался барсук, – состоит практическое решение? 9- А решение самое простое и легкое, какое только можно придумать. 9Необходимо уничтожить таможенные барьеры, паспорты и законы об иммиграции, 9превратив человечество в конфедерацию частных лиц. 1Собственно говоря, следует уничтожить нации и не только нации, но и государства тоже, 9вообще сделать недопустимым любое объединение людей, превышающее размером семью. 9Возможно, придется довольно основательно ограничить личные доходы из опасения, 9что богатые люди могут составить некое подобие нации. 8Однако нет решительно никакой необходимости превращать частных лиц в коммунистов или в нечто подобное, 9это просто противоречит законам природы. 9Если повезет, то, может быть, лет за тысячу образуется даже новый язык, но самое главное, 9предоставить живущему в Стоунхенджи человеку возможность за один вечер уложить пожитки и беспрепятственно отправиться искать 4фортуну в Тимбукту… 9- Человеку следует стать перелетной птицей, – подумав, добавил он, и на лице его появилось удивленное выражение. 9- Да, но это повлечет за собой катастрофу! 9- воскликнул барсук. 9- Японская рабочая сила… 9Торговля будет подорвана! 9- Плевать! 9Все люди обладают одним и тем же телесным устройством и испытывают одинаковую потребность в пище. 9Если кули способен пустить тебя по миру тем, что ухитряется прожить в Японии, довольствуясь одной миской риса в день, 2то самое лучшее для тебя – отправиться в Японию и купить эту миску. 9Тем самым ты пустишь по миру кули, который, как я полагаю, будет к этому времени разъезжать в твоем Ролс-Ройсе по Лондону. 9- Но ведь цивилизации будет нанесен смертельный удар. 4Снижение уровня жизни… 1- Вздор! 1Уровень жизни кули только повысится. 0Если в честном соревновании выяснится, что он не хуже, а то и лучше тебя, – ну, тогда ему бог удачи. 1Именно он нам и нужен. 9Что до цивилизации, сам посмотри, чего она стоит. 9- Это приведет к революции в экономике. 1- А ты предпочел бы череду армагеддонов? 0Ничего по-настоящему ценного, а мой барсук, этот мир пока еще не получал за даром. 0- А похоже, – вдруг согласился барсук, – мысль, действительно, стоящая. 6- Наконец-то ты понял. 1Оставь человека при его пустяковой трагедии, раз уж она ему так по душе, и обрати свои взоры к двум стам пятидесяти тысячам прочих 5животных. 0Они, за несколькими незначительными исключениями, обладают хотя бы политическим здравомыслием. 0Выбор-то ведь самый простый, муравей или гусь, – и все, что следует сделать нашему королю, когда он вернется к людям, 9это втолковать им, что иного выбора нет. 4Барсук, завзятый противник всех и всяческих преувеличений, напористо возразил. 0- Прости, – сказал он, – но утверждать, что человеку остается выбирать только между муравьем и гусем, 0значит смешивать понятия. 0Во-первых, человек ни в того ни в другого превратиться не может, а во-вторых, муравьи, как нам известно, 0отнюдь не считают свою долю несчастной. 3Мерлин мгновенно отразил аргумент противника. 4- Ничего похожего я и не утверждал. 9Не придирайся к словам. 2Реально всякому виду предоставляется лишь две возможности – либо следовать собственному эволюционному пути, либо исчезнуть. 1Муравьи сделали выбор между муравийным существованием и вымиранием, так же как гуси, между гибелью и жизнью, свойственной гусям. 9Дело же не в том, что муравьи заблуждаются, а гуси нет. 0Муравьизм хорош для муравьев, гусизм – для гусей. 9Точно так же человеку предстоит выбирать между человечностью и вымиранием. 9А человечность в значительной мере определяется разумностью решения той самой проблемы силы, 9на которую мы пытались взглянуть глазами иных существ. 9Вот что королю следует попытаться довести до сознания людей. 9Архимед кашлянул и спросил, 1- Извини, пожалуйста, хозяин, но если с прозорливостью у тебя сегодня все в порядке, не мог бы ты сказать, 9удастся это королю или нет? 1Мерлин поскреб в затылке и протер очки. 9- В конечном итоге, удастся, – сказал он после долгой паузы. 9- В этом я уверен. 9Иначе вся раса сгинет подобно американским вяхерям, каковы и, должен добавить, 6численности весьма и весьма превосходили человека, и однако же вымерли в конце девятнадцатого столетия за какую-то дюжину лет. 9Но произойдет ли это в его время или позднее, – для меня дело темное. 9Главная трудность, когда живешь назад, а думаешь вперед, состоит в том, что начинаешь путаться в настоящем. 9Это еще одна причина, по которой многие из нас предпочитают ударяться в абстракции. 9Престарелый джентльмен сложил ладони на животе, вытянул к огню ноги, 0обуреваемый мыслями о нелегкости своего положения во времени, принялся цитировать одного из своих любимейших авторов 9я смотрел, – цитировал он, – как разыгрывается у меня на глазах история смертных, 9принадлежавших к самым различным народам… 1Королевы и короли, императоры и республиканцы, патриции и плебеи проносились передо мной в обратном порядке… 9Время хлынуло вспять, разворачивая потрясающие картины. 9Великие люди гибли, не успев завоевать себе славы. 9Королей свергали некоронованными. 9Нерон и Борджи, Крамвель, Асквиты и Иезуиты вкушали вечное бесчестие и лишь затем принимались его зарабатывать. 9Моя родная страна растала и в Британии варваров, Византия, Время, Венеция, Ваквилии Венетов, Эллада, 9в неисчислимых блуждающих племенах. 9Падали и лишь затем наносились удары. 9Тишину, наступившую вслед за воссозданием этой впечатляющей картины, нарушил Козел, вернувшийся к прежней теме. 9- Что ты там не говори, – сказал Козел, – а вид у него несчастный. 9В первый раз после возвращения короля звери пригляделись к нему и в комнате повисло молчание. 917 9Король, так и сидевший с пером в руках, смотрел на зверей. 9Пера он держал, сам того не сознавая, – то был последний оставшийся у него кусочек прекрасного. 8Он защищался им от зверей, словно оружием, способным удержать их на расстоянии. 9- Никуда возвращаться я не намерен, – сказал он. 8- Вам придется подыскать другого вала, чтобы тянуть вашу лямку. 9Зачем вы меня вернули? 0Почему я должен умирать за людей, о которых вы сами говорите с таким презрением? 9Ведь среди них меня ожидает смерть. 6Люди глупы и свирепы, – это слишком верно. 1Каких только горести не натерпелся я от них, кроме разве что смерти. 2Неужели вы полагаете, что они прислушаются к слову мудрости, что тупица поймет его и отбросит оружие? 9Нет, он убьет меня за это слово, – убьет, как муравьи убили бы альбиноса. 9- Эммерлин, – воскликнул он, – я боюсь смерти, потому что пожить мне так и не удалось. 9У меня не было собственной жизни, не было времени, чтобы проникнуться красотой. 8Я только-только начал ее замечать. 9Ты показал мне красоту и тут же утнял ее у меня. 0Ты переставляешь меня, будто шахматную фигуру. 2Имеешь ли ты право хватать мою душу и лепить из нее то, что тебе требуется, лишая мой разум собственного разумения? 9- Да, звери, я вас подвел, я знаю. 9Я не оправдал вашего доверия. 9Но я не могу снова влезать в ярмо, слишком долго вы заставляли меня тянгть его. 9Ради чего я должен был оставить лелек. 1Я никогда не был умен, я был только терпелив, но и терпению приходит конец. 0Никто не в состоянии протерпеть всю свою жизнь. 8Они не смели ему отвечать, просто не находили слов. 9Ощущение вины и растраченной в пустую любви наполняло Артура страданием, от которого ему приходилось защищаться гневом. 9- Да, вы умны. 8Вам известно длинное слово, вы умеете жонглировать ими. 9Если фраза кажется вам удачной, вы усмехаетесь и произносите ее. 0Но хихикаете тон над человеческими душами, и это мою душу, единственную, какая у меня есть, вы снабдили биркой и внесли в каталог. 9И у лелек тоже была душа. 9Кто обратил вас в богов, распоряжающихся чужими судьбами, кто поставил вас выше наших сердец, 9так что вы пытаетесь руководить их движениями? 9Хватит, я больше не стану делать для вас грязной работы и ваши грязные планы мне больше не интересны, 9я уйду с гусиным народом в какое-нибудь тихое место, где мне дадут спокойно умереть. 9Голос его задрожал, став голосом старого, жалкого Горемыки, он рывком откинулся в кресле и закрыл руками лицо. 0В этот миг обнаружилось, что посреди комнаты стоит ежик. 9Крепко стиснув лиловатые пальчики в кулаки, задрав в ожидании вызова яростный носик, тяжело дыша, он встал, маленький, 0гневный, вульгарный, заеденный блохами, с торчащими между иголок сухими листьями,… 9Один против всего Комитета, и Комитет испугался. 9- Оно все отвалили, ясно? 9- решительно заявил он. 9- И больше к нему не суйтесь. 9С этим парнем надо по-честному. 9Ежик отважно шагнул, занимая позицию между Комитетом и своим героем, готовы сбить с ног первого, 9кто посмеет сунуться вперед. 9- Ага, – сакркастически произнес он. 8- Трухлявая компания балабонов, вот вы кто такие по-нашему. 9Тоже мне, пилаты собрались, – человека, а не судят. 9Бу-бу-бу, бу-бу-бу. 8Вот пускай только пальцем кто его тронет, я тому в раз свернул грязную шею. 7Мерлин жалостно запротестовал, 9- Но никто и не хотел, чтобы он делал что-нибудь против воли… 5Ежик подошел к чародею, придвинул свой подергивающийся носишко вплотную к его очкам, так что тот отшатнулся, 6и фыркнул волшебнику прямо в лицо. 7- Ну да, – сказал он. 8- А никто никогда ничего и не хочет. 9Только почему-то помнит все время, что чья сила, того и воля. 9После чего он возвратился к сокрушенному королю, остановившись с тактом и благородством на некотором расстоянии от него, 2ибо помнил о блохах. 0- Ну их, хозяин, – сказал он, – засиделся ты тут. 9Пошли, прогуляешься с маленьким ежиком, подышишь божьим воздухом да приложишь головушку к лону земному. 9- И забудь об этих пустымельях, – прибавил он. 9- Пусть себе припираются до истерики, чумы их возьми. 8Отойди, подыши воздухом с простым человеком, небом полюбуйся. 9Артур протянул ежику руку и тот несмело подал ему свою, оттерев ее предварительно об иголке на спине. 8- Он ежик-то, может, и блохастый, – скорбно пояснил он при этом, – да честный. 9Они вместе направились к двери, на пороге еж, обернулся и окинул взглядом покидаемое поле сражения. 9- Ари вор, – добродушно обронил он, с невыразимым презрением оглядев комитет. 0- Смотрите, не разрущите до нашего возвращения Божий мир. 2Другого-то вам не сделают. 9И он и извительно поклонился потрясенному Мерлину, 9- Наши вам, бог-отец. 9И несчастному Архимеду, который сидел, отвернувшись, вытянувшись и закрыв глаза, 6- Бог-сын. 6И с мольбой взиравшему на него барсуку, 7- И бог-пух святой. 818 9Ничего нет прекраснее весенней ночи в деревне, особенно самых поздних ее часов, и самое лучшее, если ты в это время один. 1В эти часы, когда слышишь снующих своими путями обитателей дикой природы, коров, начинающих вдруг жевать вакурат перед тем, 9как на них натыкаешься, и тайную жизнь листвы, и звуки, издаваемые травой, которую кто-то тянет и дергает, 8и прилив крови в твоих собственных венах, когда видишь в глубокой тьме очертания холмов и деревьев и звезды, 9вращающиеся сами собой в своих на славу смазанных лунках, когда лишь один огонек виднеется в дальнем домишке, 9обозначая чью-то болезнь или раннее пробуждение для какой-то таинственной поездки, 9когда тяжело ухают подковы лошадей и поскрипывает следом телега, везущей на невидомый рынок спящих среди кулей мужчин, 9когда собаки звякают цепями на фермах, и тявкают и затихают лиса, и умолкают совы, – как чудесно в эти часы ощущать себя в 6живым и сознающим все вокруг, пока все остальные люди, вытянувшись в постелях, лежат по домам, бессознательные, 9отдавшие себя на милость полуночного разума. 4Ветер стих. 1Запорошившие безмятежное небо звезды расширялись и съеживались, образуя картину, которая звенела бы, если б могла звучать. 9Огромный скалистый холм, на который взбирались двое, величественный, хоть и грязный, громоздился на фоне неба, 9словно заостревшийся горизонт. 9Ежик с трудом перебирался с кочки на кочку, всхрюкивая, валился в тинистые лужицы, пыхтел, 9карабкаясь на крохотные обрывы. 7В самых трудных местах утомленный король подавал ему руку, поднимая его туда, где почва была потверже, подсаживал, 0каждый раз замечая, как трогательно и беззащитно выглядят сзади его голые ножки. 9- Благодарствуйте, – повторял ежик. 9- Примного вам обязаны, будьте уверены. 7Когда они добрались до вершины, ежик, отдуваясь, опустился на землю, и король сел рядом с ним, 4чтобы полюбоваться открывшимся видом. 9Всходила поздняя луна, и перед ним медленно возникала Англия, его королевство, страна волшебства. 9Распростертая у его ног, она тянулась к далекому северу, немного кренясь к воображаемым гибридам. 8Это была его родная земля. 9Луна, от которой древесные тени казались значительнее, чем сами деревья, ртутью наливала молчаливые реки, 4разглаживала игрушечное пастбище, подергивая все вокруг легким маревом. 8Но король чувствовал, что узнал бы свою страну и без света. 9Он знал, где должен быть северн, где даунс, где скалистый край, – незримые, но неотъемлемые от его дома. 8Вон на том поле должна пастись белая лошадь, а там – сушится на изгороде стиранное белье. 2Только так это и могло быть. 9Внезапно он ощутил острую и печальную красоту существования, просто существования, 9вне любых представлений о правом и неправом, он ощутил, что сам по себе факт существования в мире и есть конечная истина. 9Он ощутил прилив жгучей любви к стране, лежащей у его ног, не потому, что она хороша или дурна, но потому, что она существует, 9потому что золотыми вечерами по ней тянутся тени пшеничных копин, потому что гремят хвосты убегущих овец, 9а хвосты сосущих ягнят вращаются, словно маленькие вихри, потому что наплывают волнами света и тени чудесные облака, 9потому что по выпасам ищут червей из тайки золотисто-зеленых ржанок, коротко перепархивая с места на место навстречу ветру, 9потому что похожие на старых дев цапли, которые, согласно Дэвиду Горнету, закалывают рыбьими костями свои волоски, 9чтобы те стояли торчком, падают в обморок, если мальчишке удается незаметно подкрасться к ним и гаркнуть во все горло, 9потому что дымы от жилищ синими бородами блуждают по небу, потому что в лужах звезды ярче, чем в небесах, 9потому что существуют лужи, и протекающие водосточные жулобы, и покрытые маками кучи навоза, 9потому что выскакивает вдруг из реки и падает обратно лосось, потому что свеч каштанов выпархивают из ветвей в ароматном весеннем 2воздухе, словно чертики из табакерок или малютки-призраки, топырящие кверху зеленые лапки, чтобы тебя напугать, 2потому что вьющие гнезда галки вдруг повисают в воздухе с ветками в клювах, превосходя красотой любого голубя, 8возвращающегося в ковчег, потому что в свете луны под ним простиралось величайший из благ, дарованных господом миру, 9серебристый дар мирного сна. 9Он понял вдруг, что любит эту страну, – сильнее, чем Гвиневеру, сильнее, чем Ланселота, сильнее, чем Лилек. 1Она была и матерью его, и дочерью. 1Он знал наречия ее народа, он ощутил бы, как она преображается под ним, если бы смог, словно гусь, которым он был когда-то, 9промчаться над ней по воздуху от «Замерзита» до озерного края. 9Он мог бы сказать, что думают простые люди о том, об этом, да о чем угодно, – даже не спрашивая их. 4Он был их королем. 9А они были его народом, от отвечал за них, – будь они Сталтас или Ферекс, – как тот старый гусиный адмирал отвечал за 8обитателей крестьянского подворья. 9Сейчас-то они свирепыми не были, потому что спали. 9Англея лежала у ног старика, словно заснувший мальчик. 9Проснувшись, он примется топать ногами, хвататься за что попало, все ломать, убивать бабочек, таскать кошку за хвост, 9вобще взращивать свое эго с аморальной и жестокой сноровкой. 5Но во сне эта мужская склонность к насилию оставляла его. 9Сейчас мальчик лежал беззащитным, уязвимым, походя на младенца, уверенного, что мир позволит ему спокойно поспать. 9И на ум королю пришли вдруг совсем не ужасные, но, напротив, – прекрасные качества человека. 9Он увидел огромную армию свидетельствующих в пользу человечества мучеников, молодых мужчин, 9многие из которых отказались даже от первых семейных радостей и ушли, чтобы пасть на грязных полях сражений, 9подобных полю под Бедегрейном, пасть за то, во что веют другие, но ушли-то они по собственному свободному выбору, ушли, 9уверенные, что это необходимо, ушли, хотя им вовсе этого не хотелось. 1Возможно, они были попросту невежественными юнцами, умиравшими за бессмыслец. 9Но невежество их было невинным. 9И они, в своей невежественной невинности, сделали нечто немыслимо трудное и сделали не для себя. 1Он увидел вдруг всех, кто когда-либо приносил себя в жертву, ученых, голодавших во имя истины, поэтов, 6не принявших сулившего им успех компромисса, родителей, задушивших свою любовь, чтобы дать детям достойную жизнь, врачей, 7священников, умиравших, чтобы помочь людям, миллионы крестоносцев, в массе своей глуповатых и за эту глупостью убитых, 9но желавших добра. 2Вот оно, желавших добра. 9Он уловил, наконец, проблеск этой необычайной особенности человека, это странное, альтруистичное, 3редкостное и упрямое благородство, заставляющее писателей и ученых отстаивать свои истины даже под угрозой смерти. 4Эй Персимаов, как и еще предстояло сказать Галилею, а все-таки она вертится. 4Его вполне могли сжечь, если бы он продолжал держаться за столь несообразный вздор, за утверждение, 6что Земля будто бы вращается вокруг Солнца, но он все-таки вынужден был упорствовать в своих высокомерных притязаниях, 5поскольку существовало нечто, ценимое им превыше себя самого. 7Истина. 9Осознанное понимание того, что есть. 9Вот на что способен человек, на что способны англичане, любимые им, спящие, беззащитные в этот миг англичане. 9Быть может, они и тупы, и свирепы, и аполитичны, и вообще почти безнадежны. 9Но время от времени, так нечасто, так редко, так величественно, а все равно появляются люди, 9готовые взойти на плаху и отдать себя палачу, готовые даже сгинуть, ничего по себе не оставив, ради дела, 9которое больше их самих. 9Истина, эта странная штука, посмешище Пилата. 9Сколько глуповатых юнцов полагало, что они умирают ради нее, и сколько еще умрут за тысячи, может быть, лет. 0Их истина не обязательно будет такой же бесспорной, как та, что еще откроется Галилею. 9Довольные того, что они, не многочисленные и замученные, явят пример величия, нечто даже большей суммы всего того, 6чем они в невежестве своем обладали. 7И тут его снова захлестнула печаль, мысль о том, каким станет мальчик, едва лишь проснется, 9мысль об этом жестоком и скотоподобном большинстве, среди которого мученики, столь редкое исключение. 9А она тем не менее вертится. 9Как мало, как до ничтожности мало тех, кто готов эту мысль отстаивать. 9Он едва не заплакал от жалости к миру, к мерзостности его, да еще и такой ничтожной. 9И ежик заметил, 1- А ничего местечко, верно? 1- Верно, парень. 3Жаль только сделять для него я ничего не могу. 1- Да уж сделал. 3Ты ж наш заступник. 1- В долине ожил домишко. 1Глазок света мигнул, и король ощутил, как зажегший его человек, – браконьер, скорее всего, медлительный, неуклюжий и упорный, 9словно барсук, – натягивает тяжелые сапоги. 9- Сыр? 1- Сир, парень, и не куличество, а, величество. 4- Величество? 1- Точно, парень. 1- А ты помнишь, как я тебе когда-то песенки пел? 1- Как не помнить? 1- Старый мостик… 1Геневьеву, и… и… 5Дом, милый дом. 1Король вдруг поник головой. 1- Может, спеть тебе снова, а, величество? 1Но король смог лишь кивнуть. 1Ежик встал в свете луны и принял приличествующую письмо. 1Он пошире расставил ножки, ручки сложил на животе и зацепился взглядом за какой-то удаленный предмет. 8Затем чистым деревенским тенорком он спел королю Англии про дом, милый дом. 2Глупенькая, простая мелодия истихла, – а впрочем при свете луны, на горе, стоящей в твоем королевстве, 9она вовсе не кажется глупой. 4Ежик пошебуршил ножками, покашлял, у него явно было что-то еще на уме. 9Однако король безмолвствовал. 9- Величество, – стесняясь, вымолвил Еж, – у нас еще новое есть. 9Ответа не было. 0- Мы как узнали, что ты придешь, новое разучили. 0Вроде как для приветствия. 9Нас этот мир научил. 9- Спой, – выдохнул старик. 9Он откинулся на вереск, ибо чувствовал, что села его на исходе. 9И вот, здесь, на английских высотах, чисто признася каждое слово, старательно выученное с голоса Мерлина, на музыку, 1написанную в будущем Перри, держа в одной серой ручке свой меч из веточек, на колеснице испокрытых плесенью листьев, 9Ежик поднялся, чтобы возвести Иерусалем, Иерусалем и ничто иное. 9О! где мой лук в золотом огне? 9Где стрела страсти? 9Где мой щит? 1Раздайтесь, тучи! 9Пусть камни 9пылые, колесницы мчат. 9Дерзай, мой дух, не одолим. 9Не спи, мой меч, доколею 9не возведу Иерусалем, в зеленых Англия-полях. 19 9Бледные лица сгорбившихся у огня членов комитета единым движением обратились к двери, 9и шесть пар виноватых глаз уставились на короля. 9Но в дверь вошел не король, вошла Англия. 9Говорить или объяснять что-либо не имело смысла, все было видно по его лицу. 9Звери поднялись, приблизились к королю и смиренно его обступили. 7Мерлин, к удивлению короля, оказался стариком, руки которого трепетали, как листья. 9Он беспрестанно сморкался в свой колпак, из которого сыпался истинный дождь мышей и лягушек. 9Барсук горько плакал, бессознательно прихлопывая каждую слезу, повисавшую на кончике его носа. 9Архимед, чтобы скрыть, как ему стыдно, окончательно свернул голову задом наперед. 9Весь облик Кавалей выражал муку. 0Ти. Натроэкс, у которого в каждой ноздре стояла по чистой слезинке, сложил голову к королевским стопам. 9А мигательная перепонка Балины билась со скоростью морзянки. 9- Боже, храни короля, – сказали они. 9- Можете сесть. 1Итак, после того, как Артур опустился в председательское кресло, звери почтительно присели и, королевский тайный совет. 9- В скором времени, – сказал король, – нам предстоит вернуться в наше светлое королевство. 2Прежде чем мы удалимся, мы желали бы задать несколько вопросов. 1Первый, здесь было сказано, что в будущем появится человек, подобный Джону Баллу, было сказано также, 0что он окажется дурным натуралистом, поскольку станет утверждать, будто людям следует жить на манер муравьев. 0Какими доводами опровергаете вы это утверждение? 9Мерлин поднялся и стянул с головы шляпу. 9- Это вопрос естественной морали, сир. 0Комитет полагает, что всякому виду, желающему жить в согласии с этой моралью, следует развиваться в рамках присущей ему 9специализации. 9Слон удавляет заниматься своим хоботом, а герафе, или хамелеопарсу, своей шеей. 0Если же слон возжелает летать, таковое его желание надлежит счастью моральным, ибо у слона отсутствуют крылья. 9Специальной особенностью человека, столь же развитой у него, скальшея у герафы, является кора его головного мозга. 9Это часть мозга, которая вместо того, чтобы обслуживать инстинкты, отвечает за память, дедукцию и те формы мышления, 9благодаря которым индивидуум осознает себя как личность. 9Устройство человеческой головы позволяет человеку сознавать себя отдельным существом, 9что совсем нечасто случается с животными или даже дикарями, и потому любая форма коллективизма, 9декларируемая в качестве политической доктрины, противоречит специализации человека. 9- В этом, к слову, и состоит причина, – медленно продолжил старый джентльмен, и глаза его заволоклись пленкой, 9словно глаза усталого, страдающего ясновидением грифа, – по которой я всю долгую мою жизнь, 9растянувшуюся вспять на несколько утомительных столетий, вел собственную малую войну против силы во всех ее проявлениях, 9и оттого же я, по праву или без оного, склонял и других людей вести ее. 8Вот почему я некогда убедил вас, сир, с презрением относиться к мане мегр и противопоставить вашу мудрость баронам, 9верующим в сильную руку, полагаться более на правосудие, нежели на силовое правление, 9и собрав воедино все силы ума, постараться установить, – что и мы старались проделать этой затянувшейся ночью, – 9в чем причина битв, которые мы ведем, ибо война, это проявление силы, не признающей узды и летящей, не разбирая дороги. 9Я не стал бы предпринимать этого крестового похода на том единственном основании, 9что силой является неприемлемой с отвлеченной точки зрения. 5Ибо для бооконстриктора, представляющего собой практически одну огромную мышцу, утверждение, сильный, прав, 6было бы справедливым буквально, для муравья, мозг которого устроен не так, как мозг человека, в буквальном смысле справедливо, 6что государство важнее личности. 6Но применительно к человеку, чья специализация кроется в осознающих собственную личность в складках его мозговой коры, – 9столь же развитых у него, сколь развиты мышцы бооконстриктора, – в такой же мере справедливое утверждение, 9что правота определяется не силой, а духовной истинностью, и что личность гораздо важнее государства. 9Настолько важнее, что человеку следует уничтожить государство. 2Пусть бооконстрикторы предаются самолюбованию оттого, что они, такие вот мускулистые атлеты, для них мания игр, 1сильная рука и тому подобное, это именно то, что требуется. 4Возможно, сетчатый узор питона представляет собой некую разновидность шерстяного борцовского трико самого большого размера. 9Пусть муравьи утверждают славу своего государства, нет никаких сомнений в том, что тоталитаризм – лучшая для них форма 2общественного устройства. 9Что же до человека, то комитет полагает, – и не на основании отвлеченных определений правоты и неправоты, 9но исходя из конкретного, данного самой природы определения, согласно которому каждый вид обязан следовать своей 6специализации, в сфере человеческой деятельности сила вообще никогда не бывает права, 9государство не может стоять выше личности, будущее принадлежит душе отдельного человека. 9- Возможно, вам стоит подробнее рассказать о мозге. 9- Сир, в этой старой черепной коробке происходит немало интересного, 9но для целей нашего расследования мы ограничимся двумя разделами мозга, корой и полосатым телом. 9Последнее определяет, попросту говоря, мои инстинктивные и эмоциональные действия, 1первые же у меня хранится тот самый разум, за который наша раса всем на удивление получила прозвище Сэйпианс. 8Возможно, я смогу пояснить это, прибегнув к уподоблению, хотя уподобление чревато опасностью и зачастую уводит нас в 2сторону. 9Полосатое тело подобно отдельному зеркалу, которое в ответ на поступающее в него возбуждение отражает вовне инстинктивные 9действия. 9В коре же размещены целых два зеркала. 8Каждая способна видеть себя самого, по этой причине они осведомлены о своем существовании. 8Кто-то когда-то сказал, человек, познай самого себя, – иными словами, истинная наука о человеке, 9как выразился еще один философ, это сам человек. 4Это потому, что человек специализируется по части развития коры головного мозга. 9У других животных с развитым мозгом основную роль играет не то отделение, где стоят два зеркала, а другое, с одним. 8Помимо человека, весьма немногие животные осознают себя личностями. 9Даже примитивным народам, принадлежащим к человеческому сообществу, еще свойственно смешивать человека с его окружением, 9ибо дикий индейц, как вы, может быть, знаете, делает столь малое различие между собой и окружающим миром, 6что когда ему нужен дождь, он начинает плеваться. 7Нервная система муравья может быть названа однозеркальной, как у дикаря, поэтому для муравья естественно быть коммунистом, 4растворяться в толпе. 9Цивилизованному же человеку, мозг которого двузеркален, приходится специализироваться в развитии собственной личности, 9в самопознании, – назовите это, как вам угодно, – и именно потому, что два этих зеркала отражаются одно в другом, 9человек никогда не сможет преуспеть в качестве беззалитного пролетария. 9Он обязан обладать собственной высокоразвитой личностью и всем, что с ней связано, 9включи эгоизм и инстинкт собственника. 9Прошу простить сделанное мною уподобление, если оно показалось вам неуместным. 9- Обладает ли гусь и корой головного мозга? 4Мерлин снова поднялся. 9- Да, и для птицы очень приличной. 9У муравьев же нервная система устроена иначе, в ней главную роль играет некое подобие полосатого тела. 2Второй вопрос касается войны. 9Нам предлагалось с тем или иным способом уничтожить ее, однако никто не дал ей возможности высказаться в свою защиту. 7Вероятно, существует все же нечто такое, что можно сказать и в пользу войны. 9Мы желали бы это услышать. 9Мерлин положил шляпу на пол, пошептался с барсуком, и тот, порывшись в кучу протоколов, извлек, ко всеобщему удивлению, 7именно тот документ, который искал. 0- Сир, комитет уже занимался этим вопросом и позволил себе набросать список Проу и Кантра, который мы готовы вам зачитать. 7И прочистив горло, Мерлин громко провозгласил 2- Проу. 9- В пользу войны, – пояснил барсук. 9- Пункт первый, – сказал Мерлин. 9- Война является это одной из главных движущих сил героической романтики. 9Без войны у нас не было бы ни Роландов, ни Маковеев, ни Лауренцев, ни Хатсонов, ни Хатсонова и легкой кавалерии. 9Не было бы и Креста Виктории. 9Война стимулирует так называемые добродетели, такие как храбрость и взаимовыручка. 9Фактически война не лишена своих возвышенных сторон. 4Следует также отметить, что не будь войны, мы лишились бы половины нашей литературы. 9Шекспир пропитан войной. 9Пункт второй. 9Война предоставляет способ борьбы с перенаселением, пусть и отвратительный, и не вполне эффективный. 9Тот же самый Шекспир, во всем, что касается войны, согласный, по всей видимости, с немцами и с их бредовым апологетом 9Ницше, говорит в сцене, которую он, как полагают, написал для Буманта и Флетчера, что война врачует кровью больную землю, 9исцеляя мир от избытка людей. 9Возможно, мне стоило бы отметить в скобках, – разумеется, со всевозможной почтительностью, 9что в своем отношении к войне Барт представляется мне на удивление неразумным. 9- Генрих В., – мерзейшая из известных мне пьес, и сам Генрих, персонаж примерзостный. 9- Пункт третий. 9Война дает выход заключенной в человеке свирепости, и пока человек остается дикарем, 9некое средство такого рода представляется необходимым. 9Изучив историю, комитет обнаружил, что когда перекрывается один из выходов человеческой жестокости, 9она сразу находит другой. 2В восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, когда война представляла собой довольно скромный ритуал, 9практикуемый профессиональными армиями, которые вербовались в преступной среде, 6широкие массы населения находили утешение в публичных казнях, стоматологических операциях без применения наркоза, 9кровопролитных видах спорта и сечения собственных детей. 2В двадцатом веке война получила столь широкое распространение, что к участию в ней стали привлекаться и эти самые массы, 9после чего повешение, резание по-живому, петушиные бои и порки вышли из моды. 9…Пункт четвертый. 9В настоящее время комитет занят серьезными исследованиями, имеющими целью прояснить, 9до какой степени война является необходимой в физиологическом и психологическом планах. 9На данной стадии исследований мы еще не считаем возможным представить продуктивный отчет, однако мы, как нам кажется, 9установили, что война отвечает определенным реально существующим потребностям человека, 9быть может, состоящим в связи со свирепостью, упомянутой в пункте третьем, но возможно не состоящим. 9Нам удалось заметить, что после того, как хотя бы одному поколению удается прожить свои сроки в мире и спокойствии, 4человечеством овладевают уныние и тревога. 5Бессмертный, если не всеведущий, Лебедь Ивона замечает, что, по всей видимости, мирная жизнь, 8притворяясь в человеческой голове в подобии абсцесса, прорывается наружу войной. 9- Война, – говорит он, – это гнойник довольства и покоя, вовне прорвавшись, он не даст понять, как умер человек. 9В рамках такой интерпретации мирная жизнь, это вялое течение болезни, в то время как прорыв гнойника, то есть война, 9является скорее благотворным, нежели наоборот. 6Комитет установил два способа, которыми довольство и покой могут уничтожить расу, если не позволять разразиться войне, 0а именно, человеческая раса либо утратит мужественность и обессилит, 4либо вследствие гормонального расстройства погрузится в коматозное состояние. 9И кстати о мужественности, – стоит отметить, что война вдвое повышает коэффициент рождаемости. 8Причина, по которой женщины терпят войну, состоит в том, что она стимулирует половую активность мужчин. 9Пункт пятый. 9Наконец, существует довод, который, вероятно, могло бы выдвинуть любое из обитающих на земле животных за вычетом 9человека, а именно, что война представляет собой неоценимое благодетворение Божие в целом, 0ибо она дает слабую надежду на самоистребление человеческого рода. 9- Кон, – объявил чародей, но король остановил его. 9- Возражения нам известны, – сказал он. 8- Идею полезности войны следует рассмотреть подробнее. 9Если сила чем-то полезна, зачем тогда комитет намеревается чинить ей препоны? 9- Сир, комитет пытается выявить физиологические основы войны, возможно, связанные с гипофизом и адреналином. 9Не исключено, что человеческому организму для сохранения здоровья необходима периодическая адреналиновая подпитка. 9- Если рассмотреть гормональную активность организма на примере, скажем, японцев, то мы увидим, 9что они в больших количествах потребляют рыбу, которая, насыщая их тело иодом, увеличивает щитовидные железы, 9делая японцев до крайности раздражительными. 5Пока эти вопросы не исследованы должным образом, мы остаемся в неопределенности, однако, комитет хотел бы указать, 9что данная физиологическая потребность может быть удовлетворена иными способами. 9Война, как уже отмечалось, представляет собой малоэффективное средство сокращения населения, 3точно так же она может оказаться неэффективным способом осуществляемой с помощью страха стимуляции адреналиновых желез. 9- Каковы же иные способы? 8- Во времена Римской империи был поставлен эксперимент, по ходу которого в качестве подмены испытывались кровавые представления 9в цирках. 8Они обеспечивали то самое очищение, о котором твердит Аристотель, – вполне возможно, 9что и нам удастся отыскать некую альтернативу, которая сумеет доказать свою эффективность. 9Однако, куда более радикальные снадобья способна предоставить наука. 9Либо удастся подпитывать гормональную недостаточность посредством периодических инъекций адреналина всему населению, 2либо, поскольку недостаточность может носить и иной характер, – найдется какая-либо действенная форма хирургического 8вмешательства. 9Быть может, коренную причину войны можно будет попросту удалять, – как аппендикс. 9- Нам было сказано, что война вызывается национальной собственностью, теперь же мы слышим, 9что ее причиняет некое железо. 0…Сир, эти два момента вполне могут находиться в связи, пусть даже и не причинно-следственной. 5Например, если бы национальная собственность была единственной причиной войны, мы могли бы ожидать, 9что войны так и будут без перерыва продолжаться до тех пор, пока таковая собственность существует. 9Мы видим, однако, что они перемежаются периодами затишья, называемыми миром. 9Складывается впечатление, что в такие спокойные периоды человечество впадает во все более глубокую спячку, пока, наконец, 9не достигает того, что можно было бы назвать точкой насыщения адреналиновой недостаточности, 9и уже тут оно хваталось за первый подвернувшийся повод для хорошей инъекции стимулянта, сиречь страха. 9Таким подручным поводом является национальная собственность. 2Даже если войну рядят в религиозные одежды, как скажем, крестовые походы против Саладина или альбегойцев, 9или мантесумы, основа ее все-таки остается неизменной. 9Никто бы не потрудился распространять на мантесуму благо христианской веры, 9если бы сандалии его не были сделаны из золота, но и никто не счел бы золото достаточно соблазнительным, 9когда бы не потребность в хорошей дозе адреналина. 9- Вы предлагаете использовать альтернативные средства вроде римского цирка, пока не будет закончено ваше исследование, 9касающееся работы желез. 9Вы рассмотрели эти средства с достаточной основательностью. 4Архимед неожиданно захихикал. 9- Мерлин хочет устроить международную ярмарку, сир. 1Он хочет, чтобы там имелось множество качелей, гигантских колес, живописных железных дорог, проходящих по резервациям, 9и чтобы все это было отчасти опасно и примерно один человек из ста убивался до смерти. 9Посещение следует сделать добровольным, ибо, как он говорит, одна из наиболее нестерпимых особенностей войны, 2это всеобщий призыв. 9Он уверяет, что люди станут ходить на такие ярмарки по собственной воле, от скуки, 9от адреналиновой недостаточности или от чего угодно, и что они, скорее всего, 9будут испытывать потребность в таких развлечениях, в возрасте двадцати пяти, тридцати и сорока пяти лет. 9Посещение следует обставлять как дело престижное и почетное, и каждый посетитель должен получать памятную медаль, тех же, 9кто придет пятьдесят раз, следует удостаивать креста за выдающиеся заслуги, – по-моему, так он выразился, – 9а за сто посещений награждать крестом Виктории. 9Волшебник с пристыженным видом пощелкал суставами пальцев. 9- Это предложение, – униженно произнес он, – предназначилось скорее для пробуждения фантазии, чем для серьезного обсуждения. 9- В настоящее время оно определенно не представляется осуществимым на практике. 9Имеются ли иные панацеи двойн, к которым мы можем прибегнуть ныне? 9- Комитет предложил некое противоядие, которое может дать временное облегчение, подобное тому, 9какое приносит сода насыщенному кислоту и желудку. 1В качестве целебного средства оно бесполезно, хотя и может смягчить течение болезни. 9Оно могло бы спасать по нескольку миллионов жизней в каждом столетии. 1- И в чем же оно состоит? 0- Сир, вы, возможно, заметили, что люди, ответственные за объявления войны и руководящие ее ходом, 9не особенно склонны переносить тяготы, которыми она чревата. 8В битве при Бюдегрейне Ваше Величество уже сталкивалось с чем-то подобным. 9Короли и генералы, командующие сражениями, имеют странное обыкновение выходить из них живыми. 2Комитет предлагает по завершении каждой войны немедленно предавать смерти всех официальных лиц проигравшей стороны, 9имеющих чин не ниже полковника, – безотносительно к тому, виновны ли они в развязывании войны или невиновны. 9Такая мина мера, разумеется, является отчасти несправедливой, но понимание того, 9что неминуемым результатом поражения в войне будет смерть, может оказать сдерживающее воздействие на тех, 9кто ободряет и направляет подобного рода предприятие, предотвратив же какое-то количество войн, 9она поможет сохранить жизни нескольких миллионов представителей низших слоев общества. 9Даже фюрер вроде Мордреда дважды подумает, стоит ли ему раздувать вражду, если будет знать, 9что в случае неудачи его ожидает казнь. 9- Это представляется нам разумным. 8- Это не так разумно, как представляется, отчасти и потому, что ответственность за развязывание войн не лежит целиком на одних 8только вождях. 9В конце концов, вождя ведь избирают и принимают те, кого он ведет. 9Гидроголовая масса не так уж и невинна, как она любит изображать. 1Она развязывает своим генералам руки, стало быть, она и обязана нести моральную ответственность. 8- И все же, такая мера могла бы повлиять на вождей, заставив их противиться подданным, подталкивающим их к войне. 9Уже одно это могло бы помочь. 7- Могло бы. 8Трудность прежде всего в том, чтобы уговорить правящий класс и принять подобное соглашение. 9Кроме того, я боюсь, что всегда тыщется маньяк из тех, кто готов на все, даже на мучительную смерть, 6лишь бы заработать дурную славу. 5Эти будут рваться к прелестям власти с еще пущим пылом, лишь усугубляемым возможностью мелодраматической расплаты. 9Королей ирландской мифологии их положение обязывало идти в бой впереди своих армий, 6что и оборачивалось для них жутким уровнем смертности, и однако ни в королях, 9ни в сражениях истории Зеленого острова недостатка не испытывала. 8- А как насчет того новейшего закона, который придумал наш король? – вдруг поинтересовался козел. 9- Если частных лиц можно удержать от убийства боязнью смертной казни, то почему бы не установить международного закона, 9который позволит пободными же средствами удерживать народа от войн? 9Агрессивная нация может держаться за мир, зная, что если она затеет войну, 0некая международная полиция приговорит ее к рассеянию посредством, скажем, массовых депортаций в другие страны. 9- На то есть два возражения. 8Во-первых, это будут попытки лечить болезнь, а не предотвратить ее. 9Во-вторых, мы по опыту знаем, что введение смертной казни убийств на самом деле не прекращает. 9Однако, и такая мера может оказаться благотворным, пусть и временным шагом в нужном направлении. 9Старик засунул, словно китаец, кисть рук в рукава и, ожидая дальнейших вопросов, угрюмо уставился в стол, 9за которым восседал совет. 2Глаза его начинали утрачивать присущую импронзительность. 9- Он тут все писал книгу под названием 9Либелли с Мерлине, или пророчества Мерлина, – ядовито сообщил Архимед, когда стало ясно, 9что обсуждение прежней темы закончено, – очень хотел подсчитать ее вашему величеству, как только вы появитесь. 9- Мы готовы выслушать чтение. 9Мерлин всплеснул руками. 1- Сир, – сказал он, – это заурядное предсказание судьбы, цыганские штучки, не более того. 9Я вынужден был ее написать, потому что она наделала много шума в двенадцатом столетии, 5после чего пропала из виду аж до двадцатого. 9Но уверяю вас, сир, что это просто салонная игра, не заслуживающая в настоящую минуту внимания вашего величества. 9- Тем не менее, прочитайте мне какую-либо часть ее. 0Пришлось уничиженному ученому, из которого за последний час повыбивали все его софизмы и увертки, 8снять с каменной решетки обгорелую рукописи, как будто он и впрямь приступал к салонной игре, 6раздать животным по кругу несколько листков, на которых еще можно было что-то разобрать. 7Один за другим животные начали зачитывать их, словно изречения, извлеченные из праздничных холдов. 9- И вот что они прочитали, Бог поможет, – так скажет Дода. 1Медведь излечится от головной боли, отрубив себе голову, – но на спине у него сохранится болячка. 9Лев возляжет рядом с Орлом и скажет, наконец-то все твари едины. 9Но дьявол поймет соль этой шутки. 9Звездам, кои учат солнце вставать, давлеет к полудню прийти с ним к согласию, или исчезнуть. 9Дитя, остановясь на Бродве, воскликнет, мама, смотри, вон человек! 9А много ли нужно времени, чтобы возвести Иерусалим? 9- спросит Паук, остановившись без сил посреди своей тутины на первом этаже Эмпайр-ститбилдинг. 9Жизненное пространство ведет к пространству для размещения гроба, – заметил Жук. 9Сила рождает силу. 9Войны сообществ, сторон, стран, вер, континентов, цветов кожи. 9Затем Десница Господня, если не раньше. 9Имитация, – прежде действие спасет человечество. 9Лось помер от того, что отрастил слишком большие рога. 9Для уничтожения мамонтов вовсе не обязательно сталкиваться с Луной. 6Участь всех видов, их исчезновение как таковых, и в этом их счастье. 1Это изречение заставило зверей призадуматься, и наступило молчание. 9- Каково значение пророчества, содержащего греческое слово? 9- Сир, часть его значения, но лишь малая часть, такова, единственная надежда людского рода состоит в просвещении без 9насилия. 9Конфуций так говорит об этом, 9дабы распространять добродетель в мире, человек должен прежде править в своей стране. 9Дабы править в своей стране, человек должен прежде править в своей семье. 9Дабы править в своей семье, человек должен прежде, упражняясь в нравственности, научиться править собственным телом. 9Дабы править собственным телом, человек должен прежде править собственным разумом. 9Дабы править собственным разумом, человек должен прежде быть честным в своих помышлениях. 0Дабы быть честным в своих помышлениях, человек должен прежде увеличить свои познания. 9- Понятно. 1- Есть ли какой-либо смысл во всем остальном? 3- Прибавил король. 5- Ни малейшего. 0- Еще один вопрос перед тем, как мы оставим это кресло. 1Ты сказал, что политические воззрения не имеют касательства к нашей теме, однако они, по-видимому, 0столь тесно связаны с вопросом о сущности войны, что следует в какой-то мере разобраться и в них. 5В начале ночи ты объявил себя капиталистом. 0Ты продолжаешь не этому настаивать. 5- Ваше Величество, если я и сказал нечто подобное, я не имел этого в виду. 2Просто барсук, споря со мной, выступал с позицией коммуниста 1930-х годов, 9и это заставило меня в видах самозащиты принять на себя роль капиталиста. 1Подобно любому думающему человеку, я анархист. 2Говоря же по существу, человеческому роду по прошествии веков еще предстоит увидеть разительные виды изменения капитализма 9и коммунизма, благодаря которым они, в конце концов, станут неотличимыми один от другого, приняв обличие демократии… 1Это же самое, кстати сказать, произойдет и с фашизмом. 2Однако, как бы ни переиначивали себя эти три разновидности коллективизма и сколько бы столетий ни истребляли они друг друга 5по причине присущей им ребяческой раздражительности, факт остается фактом, любые формы коллективизма ошибочны, 6если исходить из устройства человеческого мозга. 9Путь человека, это путь индивидуалиста, и в этом смысле у меня имелись основания со всей ответственностью одобрить 1капитализм, если это можно считать одобрением. 2Трезренный капиталист викториемской эпохи, в значительной мере допускавший свободную игру индивидуальности, в своей политике был, 0вероятно, в гораздо более точном смысле этого слова футуристичен, чем все новые порядки, 9о которых так много крика стояло в двадцатом веке. 9Он принадлежал будущему, поскольку индивидуализм, это будущее человеческого мозга. 9Он не был столь архаичен, сколь фашисты и коммунисты. 9Но разумеется, и он при всем притом оставался в значительной степени архаистичным, 1и именно поэтому я предпочитаю быть анархистом, то он есть существом несколько более современным. 8Если вы помните, гуси тоже анархисты. 6Они понимают, что нравственные принципы должны исходить изнутри, а не снаружи. 9- Я полагал, – жалобно вмешался барсук, – что коммунизм представляет собой шаг в направлении анархиерея. 0Я полагал, что при достижении истинного коммунизма государство должно отмереть. 8- Слышал я и об этом, да мне что-то не верится. 1Я не понимаю, как можно раскрепостить личность, создавая первым делом всесильное государство. 9В природе нет государств, – разве что у чудищ вроде муравьев. 1Мне кажется, что люди, затевающие строительство государства, – вот как маор дрет с его холостунами, – 2эти люди в итоге должны увязать в нем настолько, что избавление от него обратится для них в непосильное дело. 2Впрочем, не исключено, что сказанное тобою все-таки верно. 8Хотелось бы надеяться. 2Во всяком случае, давайте оставим эти сомнительные политические идеи тусклым тиранам, которые их исповедуют. 3Возможно, через десять тысяч лет, считает нынешней рей ночи, для просвещенного человека и настанет пора заняться подобного 2рода вопросами, но до того ему лучше обождать, пока род человеческий подрастет. 9Мы со своей стороны предложили этой ночью решение нечастной проблемы, проблемы силы, как высшего судьи, 9решение это состоит в той очевидной банальности, что причиной войн является существование национальной собственности, 0соговоркой, согласно которой стимулируются войны определенными железами. 9На этом давайте пока, во имя Божие, и остановимся. 4Дрожащей рукой старый волшебник смел свои заметки в сторону. 0Отсуждающее слово, произнесенное ежиком несколько времени назад, больно ранили его, 9ибо в глубине души он нежно любил своего ученика. 8Теперь, когда его царственный герой возвратился с победой, сделав правильный выбор, он знал, 6что мудрость его растрачена не впустую. 9Знал он и то, что роль наставника саграна им до конца. 8Давным-давно он сказал королю, что тот никогда уже больше не будет вартом, сказал лишь для того, чтобы подбодрить его, 6ибо сам нисколько в это не верил. 9А теперь вот поверил, поняв, что пришла пора ему уступить свое место, отказаться от власти, 9позволявшей ему направлять и указывать. 9Это отречение стоило ему и его всегдашней веселости. 3Больше он не сможет уже произносить напыщенных речей, приводить людей в оторопе ослеплять их сверкающими складками своей 2магической мантии. 9Высокомерие учености выдохлось в нем. 9Он чувствовал себя дряхлым и пристыженным. 9Старый король, в котором все детское также сгинуло без следа, сидел за столом, вертя в руках листок бумаги. 9Размышляя, он обыкновенно наблюдал за своими руками. 8Он аккуратно складывал листок то так, то и так, затем опять разглаживал. 9Листок содержал одну из выписок Мерлина, предназначенную для картотеки и поросиности засунутую в 1пророчество, цитату из летописца, которого звали Брат Клин и который умер в 1348 году. 1Этот монах, назначенный аббатством в Хронисты, дабы он вел записи для истории, видел, как приближается Черная Смерть, 9намереваясь унести его, а быть может и целый мир, ибо она уже убила в Европе третью часть населения. 9Заботливо вложив несколько чистых листов пергамента в книгу, которую ему больше уже не суждено было заполнять, 9он завершил ее следующим посланием, некогда вызвавшим в Мерлине странное благоговение. 9- Видя столь много болящих, – писал он на латыни, – видя, как Мор овладевает всем миром, ожидая среди мертвых, 9когда смерть придет изо мной, я завершил описание того, что воистину слышал и удостоверил. 9И если написанному не должно гибнуть вместе с писавшим, а труду исчезать вместе с трудившимся, 6я оставляю немного листов для его продолжения, – на тот случай, что в будущем обретется среди живых некий муж либо кто иной из 6рода Адамова, избегнувший нынешние погубы, и сможет продолжить труды, коим я положил когда-то начало. 9Король тщательно сложил листок и поискал для него место на столе. 9Члены комитета взирали на короля, зная, что через минуту он встанет, и готовясь последовать его примеру. 9- Ну, что же, – сказал король. 8- Мы разрешили нашу задачу. 1Он постучал краем сложенного листка по столу и поднялся. 9- Нам следует возвратиться до наступления утра. 7Поднялись и животные. 9Они проводили его до двери, стеснились вокруг, целуя королевскую руку, прощаясь. 9Его теперь уже отставной учитель, которому предстояло еще доставить короля назад, придерживал дверь. 8Был ли он сном или не был, но он уже начинал легко колохаться и таять, как и все остальные. 9Они повторяли, доброй удачи вашему величеству, скорого и успешного разрешения ваших дел. 9Король отвечал с печальной улыбкой. 1- Мы надеемся, что разрешение будет скорым. 8Но один из бывших там знал, что говорит он о собственной смерти. 9- Так ведь это всего лишь на время, ваше величество, – промолвил Ти. 6Натракс. 9- Помните историю про святого Георгия? 0Homo sapiens и поныне таков. 0Вас ждет неудача, поскольку убивать, не по злобе, так по невидению, в человеческой природе. 9Но неудача, зодчик удачи, и природа потихоньку меняется. 9Пример достойного человека всегда служит к наущению невежественных и смиряет присущее им неистовство, – и так мало-помалу, 9век за веком, пока не утихомирится духи вот. 9А потому, с тойкой отваге вашему величеству и спокойного сердца. 9Король поклонился знающему и повернулся, чтобы уйти. 9Но в последний миг чья-то лапка потянула его за рукав, напомнив про друга, о котором он позабыл. 9Ухватив ежа под мышки, он поднял его и подержал перед собой на вытянутых руках. 9- Ах, ежик, – сказал он. 4- Нам должно поблагодарить тебя за великую услугу. 9Прощай, ежик, веселой жизни тебе и сладких песен. 0Но ежик, будто велосипедист, заболтал ножками, желая, чтобы его опустили. 9Очутившись на полу, он опять потянул короля за рукав, и старик преклонил ухо, чтобы услышать ежиков шепот. 9- Нет-нет, – хрипло промолвил ежик, стискивая лапки и серьезно глядя в глаза королю. 9- Не говори, прощай. 9Он еще раз дернул короля за рукав, и голос его почти замер. 9- Оривор, – прошептал ежик. 9- Оривор. 020 8Ну вот, мы все же и добрались до конца нашего запутанного рассказа. 8Артур английский вернулся к людям, чтобы выполнить, как удастся, свой долг. 9Он заключил перемирие с Мордредом, решив про себя, что предложит ему половину своего королевства. 9Сказать по правде, он готов был отдать и все королевство, если это окажется необходимым. 1Как владение оно давно уже утратило для него всякую ценность, к тому же теперь он знал наверное, что мир важнее королевства. 9Однако он подсчитал своим долгом сохранить, по возможности, одну половину и вот по какой причине, 9если он сможет потрудиться хотя бы над половиной страны, ему, быть может, 9удастся привнести в нее зачатки того доброго разумения, которому научили его гуси и заседавшие в комитете животные. 5Итак, они установили перемирие, и две армии лицом к лицу застыли в боевых порядках. 9Над каждый рейл штандарт, сооруженный с поставленной на колеса корабельной мачты, к верхушке которой был прикреплен коробок, 9содержащий освещенную гостью, а на самих мачтах развивались знамена с изображениями дракона и чертополоха. 9Рыцари, принявшие сторону Мордреда, облачились в черные доспехи, плюмажи их также были черны, 9а на предплечьях зловеще светилась кровавого тона розга, значок Мордреда. 8Выглядели они куда более грозно, чем, может быть, сами себя ощущали. 8По рядам объявили, что никто не должен выказывать враждебных намерений и что всякому мечу надлежит оставаться в ножнах. 9Однако, сказано было далее, дабы уберечь себя от предательства, разрешается нападать на противника ради собственного 8спасения, если во время переговоров будет замечен обнаженный меч. 2Артур вышел со своим штабом в прогал между армиями, и Мордред со своими облаченными в черные людьми выступил ему навстречу. 9Они сошлись, и старый король снова увидел лицо своего сына, напряженное и осунувшееся. 9И он тоже, несчастный человек, забрел за край одиночества и печали, отыскивая страну Кэна Квэр, 9но вышел он без проводника и сбился с пути. 9Ко всеобщему удивлению, они договорились об условиях мира, куда скорее, чем можно было надеяться. 9Король оставил за собою половину своей державы. 9Одно мгновение мир и радость провисели на волоске. 9Но именно в это мгновение, словно застывшее на острию ножа, ветхий Адам вновь поднял голову, 9обернувшись к ним новой своей страной. 9Феодальные методы ведения войн, бароны-угнетатели, сильная рука, даже мятеж на идеологических основаниях, 9королю так или иначе удавалось справиться с ними, но лишь для того, чтобы на последней дистанции потерпеть поражение 9в следствии пустякового факта, состоящего в том, что человек – инстинктивный убийца. 9Рядом с ними, у ног офицера из штаба Мордреда, скользнул в луговой траве уж. 9Офицер инстинктивно отпрянул, рука его метнулась поперек тела, сверкнув на миг розгою на предплечье. 0Блестящий меч полыхнул в воздухе, норовя зарубить так называемую гадюку. 9И обе армии, решив, что случилась измена, гневно взревели. 7С обеих сторон опустились и замерли копья. 9И едва король Артур метнулся к своим полкам, беловолосый старик, выставивший вперед узловатые длани так, 9словно он хотел оттолкнуть ими бойцов, до последней минуты противостоящей разливу силы, которая во всю его жизнь, 9где бы он ей не ставил преграды, прорывалась в новом месте, – едва успел он броситься к ним, 9как во шум и вой поднялись до небес, послышался воинственный клич, и две встречных волны сомкнулись над головой короля. 9Ланселот прибыл слишком поздно. 1Как он ни пишил, все оказалось напрасно. 9Он только и смог что умиротворить страну и похоронить мертвецов. 0Затем, едва лишь установилось какое-то подобие порядка, Ланселот поспешил к Веневере. 9Предполагали, что она все еще в лондонском Туэрре, ибо осада, предпринятая Мордредом, не увенчалась успехом. 9Однако Гвиневерта исчезла. 9В ту пору уставы монастырей были не так строгие, как ныне. 1Зачастую монастыри походили более на гостиницы для своих высокородных покровителей. 9Гвиневера приняла постриг в Амсбери. 9Королевна чувствовала, что оба они настрадалась довольно и довольно причинили страдания другим. 9Она не пожелала ни увидеться со своим старинным любовником, ни обсудить с ним свой шаг. 9Она сказала, что желает примириться с Богом, и это было неправдой только отчасти. 1Бог никогда особенно не занимал ее мыслей. 9Она неплохо разбиралась в догматах веры, но и не более того. 9Правда же состояла в том, что она постарела и обрела мудрость, она знала, что Ланселот относился к Богу с куда большей 0страстностью, и что для него подобное обращение все равно неизбежно. 9И потому, ради Ланселота, ради того, чтобы облегчить ему этот шаг, Великая Королева отрекалась теперь от того, 0за что боролась всю свою жизнь, подавая Ланселоту пример и оставаясь в своем выборе неколебимой. 9Гвиневера сошла со сцены. 9Большая часть ее побуждений была Ланселоту ясна, и когда Королева отказалась увидеться с ним, 0он со стариковской и гальской галантностью забрался в Амсбери по стене. 9Он подстерег ее, попытался переубедить, но она осталась решительной и непреклонной. 9Видимо, что-то, увиденное ею Мэрдриди, разрушило присущую ей прежде жажду жизни. 9Они расстались, чтобы никогда уже не встретиться на этой земле. 4Аббатиса из Гвиневера получилась прекрасная. 9Она правила своей обителью распорядительно, царственно, со своего рода величественным высокомерием. 9Маленьких учениц монастырской школы растили здесь в духе великой аристократической традиции. 9Им случалось видеть, как Гвиневера, прямая и величавая, сверкая каменями на пальцах, прогуливается по саду в светлом, 2тонкого полотна облачении, надушенном вопреки уставу. 8Послушницы все до единой обожали ее с присущей школьницам пылкостью и шептались о ее прошлом. 9Она стала благородной старой дамой. 9Когда она, наконец, почила, ее Ланселот, белоголовый, с изрезанными морщинами щеками, приехал за телом, 9чтобы отвести ее к могиле мужа. 9Там, в этой достославной могиле, ее и похоронили, спокойное царственное лицо ее закрыли крышкой, 9забили гвоздями и упрятали в землю. 9Что же до Ланселота, то он стал затворником ревностным. 9Вместе с семеркой своих рыцарей он принял постриг в обители близ Гластонберя и посвятил остаток дне монастырскому 7служению. 9Артур, Гвиневера, Лейна, всех их не стало, но и призраков, он любил их как прежде. 9Он молился за них по два раза на дню со всей его так и не узнавшей поражения силы и жил в радостном аскетизме вдали от 9людей. 6Он научился даже различать в лесах птичьи песни, ибо теперь у него хватало времени для всего того, 9чего лишил его дядюшка Скок. 3Он стал превосходным садовником и достославным святым. 1- Ипс, – говорит средневековая поэма о другом старом крестоносце, бывшем в свое время, подобно Ланселоту, 9великим властителям, и также, как он, удалившимся от мира, 9Ипс поуст милит и кьюром темпералис, 1Илистрат из грейти доуни спирычуалис, 2Эс крестик аппинс майлс спешалис, 1Инхэк доума у монакас фактас эст кластралис, 1Он после мирского смятения войн, 9исполнившись благодати духовного дара, 5пожелал стать ревностным солдатом Христовым, 5И был все обители пострижен в монахии. 4Более прочих спокойный, милостивый и добрый, 6Белый, как лебедь, ибо лета его были преклонны, 6Ласковый, любезный и всеми любимый 1Он нес в себе благость Духа Святого. 2Часто посещал он Святую Церковь, 6Радостно выслушивал Таинство Мессы, 5Возносил, как только умел, молитвы, 6И обращался мыслями к славе небесной. 5Его кроткие и шутливые речи, 5Весьма достохвальные и полные веры 6Доставляли все братья радость, 6Ибо не был он важен и высокомерен. 6И всякий раз, проходя по подворью, 6Он клонялся братьям направо и налево, и приветствовал, вскидывая голову, вот так, тех, кого любил особенно нежно. 0Hикpёрклостром квоушен страншатми вит, 0Hинг эд хинг эд монакоус капот инклина вит, 0Эд сигнату капотас эссалута вит, 0Квоус афакт ин тайм и плурим эм эм эй вит. 0Когда же пришел его смертный час, в монастыре этот час сопровождался видениями. 9Старому аббату приснился неслыханный красот и колокольный звон и ангелы, которые, смеясь от счастья, 5вознасилил он силуэта в небеса. 9Его нашли в келье мертвым, свершающим третий и последний из своих чудес. 9Ибо скончался он среди того, что называют ароматом святости. 8Когда умирает святой, тело его наполняет комнату дивным благоуханием, – то ли свежего сена, то ли весеннего цветения, 9то ли чистого берега моря. 9Эктор произнес над братом прощальное слово, – один из самых трогательных прозаических фрагментов в нашем языке. 9Он сказал, 9- Ах, Ланселот, ты был всему христианскому рыцарству голова. 9И скажу теперь, сэр Ланселот, когда лежишь ты здесь мертвой, что не было тебе равных среди рыцарей на всей земле. 9И ты был благороднейшим из рыцарей, когда-либо носивших щит. 9И был ты для любивших тебя самым верным другом, когда-либо сидевшим верхом на коне. 9И был ты самым верным возлюбленным изо всех грешных мужей, когда-либо любивших женщину. 9И самым добрым человеком, когда-либо поднимавшим меч. 9Ты был собой прекраснейшим изо всех в среде рыцарей и кратчайшим и учтивейшим мужем, 3когда-либо садившимся за стол вместе с дамами, а для твоего смертельного врага, суровейшим рыцарем, 3когда-либо сжимавшим в руке копье. 9Круглый стол распался под Салсбери, и малое число уцелевших рыцарей его с каждым днем все уменьшалось. 5Под конец их осталось лишь четверо, Борсжена-ненавистник, Блеоберис, Эктор и Бламур. 9Старики совершили паломничество в Святую Землю, дабы помолиться за упокой души каждого из своих товарищей, и там, 6в страстную пятницу, они умерли во славу господа, последние рыцаря Круглого стола. 9Теперь не осталось ни одного, только рыцаря Бани и иных орденов, ничтожных в сравнении. 9Участь же короля Артура Английского, этого нежного сердца и средоточия всего, о чем здесь рассказано, 6и по нынешний день остается загадочной. 7Некоторые считают, что он и Мордрет поразили один другого мечами. 9Роберт Тарнтонский уведомляет, что некий хирург Исалерна, пользовавший короля, осмотрев его раны, счел, 6что ему уже не поправятся, и потому король, храбро прочитал нманус, не подымаясь с места, где возлежал, 9и больше не промолвил ни слова. 9Те, кто придерживается этой версии, уверяют, что короля погребли в Гластонбере под камнем, на котором значится, 9хик Джейсет Артурус Рекс Кван Дам Рекс Кфью Турас, и что тело его было извлечено из земли Генрихом Второй, 9дабы нанести ответный удар валлийскому национализму, – ибо валлийцы уверяли даже, что великий король вообще не погиб. 9Они верили, что он еще вернется, чтобы возглавить их, да к тому же еще утверждали, по обыкновению ложно, 9что король был по национальности брит. 8С другой стороны, Адам де Мирхэмский сообщает нам, что раскопки производились в апреле 1278 года, при Эдуарде Ай, 6и что он сам при этом присутствовал, в то же время известно, что производились и третьи поиски, тщетные, уже при Эдуарде Третьей, 9который, кстати, в 1344 году возродил Круглый Стол в качестве серьезного рыцарского ордена, подобного Ордену Подвязки. 9Какого бы ни была подлинная дата раскопок, традиционно считается, что извлеченные из могилы кости принадлежали человеку из 8полинского роста, и что волосы у Гвиневера были золотые. 9Существует и иной широко распространенный рассказ, согласно которому компания королев увезла нашего героя в волшебной барке 9в долину Авалона. 9Говорят, что они переправились с ним через Северн в свою страну, дабы там залечить его раны. 5Среди итальянцев бытует представление о некоем Артуре Магуно, перенесенном на гору Этно, где, как они утверждают, 9его еще можно увидеть время от времени. 3Дон Кихот испанский, весьма ученый джентльмен, хотя испятивший по причине своей учености, придерживался того мнения, 8что Артур обратился в Ворона, – утверждение, которое, быть может, и не покажется таким уж смехотворным тем, 9кто прочел наш скромный рассказ. 2Затем, есть еще ирландцы, которые, смешав Артура с одним из своих Фицджеральдов, твердят, будто он народ, 9в ранней заре еще скачет с подъятым мечом к Лондон-Дерейр. 6Шотландцы, у которых имеется легенда о том, как 6Рыцарь Артур 2мчит порой ночной 8С копьем золотым 7И горящей свечой, 2и поныне клянутся его именем в Одинбурге, где, как они верят, он восседал на троне Артура. 5Бретонцы уверяют, что они иногда слышат его рог и видят, как он скачет в доспехах, – они тоже верят, что он вернется. 9Напротив, в книге, называемой, «Возвышенная история Святого Граля», переведенной раздражительным ученым по имени 7Дер Сабастиан Иванс, сказано, будто Артура мирно похоронили в доме молитвы, – что стоит у начала опасных болот. 9Некая мисс Джейси Элл. 9Истон упоминает о рукописи, которую угодно было датировать 1533-ем годом, и которая в согласии с 7Л Морт д'Арсер, заверяет, что одной из явившихся за ним королев была не кто иная, как престарелая ворожья Моргана, 9его сводная сестра, и что она увезла его на волшебный остров. 1Дер Соммер почитает все это нелепицей. 3Множество различных мужей, коих звали Вольфрам фон Эшенбах, Улерих фон Сатсагофен, Дер Вихслер, профессор Цеммер, 3Мрнад и так далее, либо полностью обходят этот вопрос, либо сохраняют ученые недоумений. 1Чоссер, Спенсер, Шекспир, Мильтон, Вартсворд, Теннисон и множество иных надежных свидетелей согласны в том, 6что Артур все еще пребывает на Земле, Мильтон, правда, склонен считать, что он находится под землей, 9арчером Кэтиом Саптера с Бэл Мавантом, так же Артур движет свои войска под землею, – тогда как Теннисон полагает, 6что он еще посетит нас, в облике современного джентльмена величавой осанки, вероятно, похожего на принца-консорта. 9Вклад же Шекспира состоит в том, что он поместил своего любимого Фольстафа, после кончинного, в лоно не Авраама, но Артура. 9Легенды простонародья прекрасны, странны и определенны. 9Гервазей Тилберийский, писавший в 1212 году, сообщает, что в пущих Бретани, лесные обитатели рассказывают, 8будто через день на другой, около полудня или же в полночь, когда луна полная сияет, они часто видят отряд охотников, 9каковые в ответ на распросы, говорят, будто они из числа друзей и челядинцев Артура. 9Это, однако, скорее всего попросту шайки браконьеров-сексов, вроде людей Робиновуда, 9давших своей ватаге прозвание в честь древнего короля. 1Жители Дивона привычно показывают среди скал своего побережья, печи-кресла, Артура. 9В Смерсидшире имеются две деревушки, называемые Восточный и Западный Камел, от, упоминая о Мнелелландом, 9они буквально пропитаны легендами о короле, и поныне восседающем где-то в своей Золотой Короне. 9Следует отметить, что река Айвил, откуда, согласно Дурайтону, 9Берут начало все наши рыцарские подвиги и отважные деяния, течет по тому же самому графству. 9Также и приходская священник Южного Котбери сообщает о своей пастве, 9в народе поговаривают, что в полнолунии король Артур со своими людьми скачет в круг холма на подкованных серебром конях и там, 9где они проезжают, находят серебряные подковы, а объехав холм, они останавливаются, 9дабы напоить коней из волшебного источника. 9Наконец, в Корнуале есть деревушка, называемая Бадмин, жители которой верят, что король обитает в одном из местных могильных холмов. 9В 1113 году они даже напали прямо во дворе монастыря на группу монахов из Британии, дела совершенно неслыханны, 9позволивших себе усомниться в справедливости их предания. 8Следует признать, что некоторые из этих дат едва ли согласуются с обествовав весьма противоречивой арторовской хронологией, 6и потому Малари, этот великий человек и благороднейший из источников нашего повествования, 9хранит по данному поводу сдержанное молчание. 9Что до меня, то я никак не могу забыть о последнем прощании ежика вместе с намеком Дон Кихота и подземной грезы Эмильтона. 6Это лишь немногим больше, чем теория, но может быть, обитателям Бадмина стоит осмотреть их могильники, 9и если среди них найдется один большой, похожий на кротовую кочку, – и особенно если вблизи от него обнаружатся барсучьи 6следы, – мы сможем прийти к некоторым заключениям. 2Ибо и я склонен верить, что возлюбленный мой Артур Грядущего в самую эту минуту сидит в профессорской колледже жизни среди своих 9ученых друзей, и все они, напрягая разум, обдумывают, как получше помочь нашему удивительному виду, и я, со своей стороны, 9уверен, что в некий день, когда не только Англия, но и весь наш мир ощутит в них нужду и окажется готовым прислушаться к 9доводам разума, – если, конечно, это вообще когда-либо случится, – они в радости и славе выйдут из своего форта, 2и может быть вновь принесут нам счастье, рыцарство и старинное средневековое благословение в лице нескольких простых душою 6людей, которые хотя бы пытались своими скромными силами угомонить древний жестокий сон Аттилы Гунна. 9Здесь завершается книга о короле былых времен, написанная со многими трудами в годы с 1936 по 1942, 9когда народы предавались ужасной войне. 9Здесь начинается также, – если по счастливой случайности найдется в будущем муж, 9который переживет эту погубу и сможет продолжить начтую работу, – надежда на грядущего короля. 9Молитесь за Томаса Малари, рыцаря, и за его смиренного ученика, 4который ныне по собственной воле откладывает в сторону своей книги и уходит сражаться за подобных ему.